Если сердце, Курвалтап Экстра. Курвалтап Экстра. Бо сердце только одно. Вася! Лужайка должна быть идеальной. Ты понял? Я понял. Сделаем. Ольга Дмитриевна, я… Я помню! Потом! Потом! Да помнить я хотел. Не больно? Нет. Когда эта чертова перегородка поранила мне руку, думал, все, каранты. Столько кровища было. Но у тебя таздоватые руки. Обычные руки. Не вертись. И глаза красивые. Спасибо. Не туго? Нет. Вопрос на засыпку. Какие планы на вечер? Пока никаких. А заканчиваешь когда? В шесть. А что? Ну тогда в шесть и жду тебя у поликлиники. Ну я вижу, погода ожидается отличная. Так что все нам на руку. Да. Кстати, а ты звонил Феликсу? Что там у него в филиале? Стройка движется? С стремительными темпами. Да. Феликс мне каждый день присылает подробный фото. Спасибо, Галь. Прекрасно. Всем салют. Привет. Галь, не только кофе. Проспал. Как дела на службе? А повышение намечается? Ван, меня и так все устраивает. Это неправильно. Это неправильно. Всегда нужно стремиться к большему. Вот я, например, абсолютно уверена, что ты будешь прокурором города. Не торопись события. Я? Я не тороплю. Я занимаюсь стратегическим планированием. Я люблю, когда все разложено по полочкам. Ну-ну. Что за ну-ну? Ну ты давай еще понанокай. Ты мне лучше спасибо скажи. Ты поддал заявку риэлторам на подбор квартиры, в которой вы будете жить с Мариночкой после свадьбы. А я поддала. Хотя считаю, что это блажь. Вы могли вполне жить в нашем доме. Здесь всем места хватит. А я считаю, что молодых должны жить отдельно. Это правильно? А я вам не мешаю. Так все. Унчал. Люблю вас. Хорошего дня. Хорошие сумнички, да? И тебе доброе утро. А? Иногда хотя бы лопухи свои снимай. Мамулечка, это такой зачетный трек. Секундочку. Бесполезно. Вот бесполезно, говорю. Милая, я прошу тебя, позвони. Феликсу, ладно? Напомни ему, что он завтра должен быть. Я все-таки Кирочку позвала. Вот такая девочка чудесная. И нашего круга. Я очень надеюсь, что у них там все сложится. Отличный план. Мамулечка, знаешь что? Из тебя выйдет зачетная хайповая сваха. Здесь, да, надо было смеяться. А что, собственно, плохого, что мама желает своим сыновьям только лучше? Все, супер. Да, папа. Да, в графике. Ну, натягиваем потолки и параллельно монтируем свет. Локеры уже в раздевалке. Я тебя вчера отправлял. Видел? И юбилей? Да, 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 помню. Не волнуйся, буду как штык. Угу. Да, давай. Даже не знаю, может, вторую руку поранить. Чтобы эти перевязки никогда не заканчивались. Тая, там уже очередь собрала? Да, да, выхожу. Спасибо. И тебе спасибо за цветы. Ну, тогда до вечера. Что, заезжи, красавчик, покрыл сердце нашей неприступной девочки? Ничего подобного. Угу. Привет, девчонки. Здравствуй, Лена. Как у нас? Нормально все? Да, Станислав Андреевич. Ну, отлично. Работайте. Алло. Да-да, проходите внутрь. Вас сейчас встретят. Так. Да, Лена. Станислав Андреевич, телевидение уже здесь. Запускать? В какой телевидении? Это Ольга Дмитриевна договаривалась. Все вопросы к ней. Ага. Подожди, пока не пускай, я позову. Хорошо. Добрый день. Надеюсь, господин Усачев у себя? К сожалению, Аркадий Петрович сегодня не принимает. Куда? Я же объяснила. Олечка Дмитриевна, рад видеть, какими судьбами. Аркадий Петрович, здравствуйте. Вы знаете, не доверяю курьерской службе. Решила, что вручить лично надежнее. Шестьдесят лет, значит. Солидный возраст. Да. Время не стоит на месте. Будем очень рады видеть вас с супругой. Кирочка тоже обещала быть. Я вам открою страшную тайну. Мой Феликс от Кирочки без ума. Да вы что? Ну что ж, будем обязательно. А вы все хорошеете. Я тут на ланч собираюсь. Не составите компанию? Ах, я бы с удовольствием. Но очень много хлопот по поводу праздника. Но в следующий раз с радостью. Улавлю насловие. Привет супругу и до встречи. Мы с вами находимся в гостях у владельца известной сети спортклубов «Прима Спорт» Станислава Андреевича Гордеева. От лица нашей программы, а также всех телезрителей, хотим поздравить уважаемого юбиляра с его, так сказать, совершеннолетием. А также пожелать дальнейшего процветания. За совершеннолетие отдельное спасибо. Станислав Андреевич, расскажите, как вам удалось достичь таких успехов в бизнесе? Поделитесь, в чем ваш секрет? Секрет? Не знаю. Может делать то, что нравится. Я с детства занимался спортом, увлекался автогонками. Меня привлекает скорость, риск, необходимость быстрого принятия решений. Для меня участие в соревнованиях любых – это не испытание, а некая награда за годы упорных тренировок. О бизнесе, собственно, я никогда не мечтал. Случилась травма, после которой я не смог выезжать на трек. Начал тренировать других, потом решил изменить сферу деятельности, открыл первый зал. Ну, вроде как получилось. За ним второй. Не заметил, как возникла сеть. Так, получается, вы везунчик? Ну, получается, да. Я, знаете, счастливый человек. У меня прекрасная семья, любимая жена, трое взрослых сыновей. Они мой тыл, моя гордость, мое все. Ну что, на Идионов дал признательное? Ага, сейчас. Разбежался. Такой же чары поискать еще нужно. Два часа до Куваля. Ладно, сам с ним разберусь. Привет. Здравствуйте. Ходят упорные слухи, что наш Андрей Станиславич скоро окольцуется. Правда? Кто такая? Не упади. Дочь самого генерала Кувалдина. Так что, Вашонь, спускайся с небес, тебе ничего не светит. Давай. Разбежай. Давай. Хай. Сорри за опоздание. Я не виновата, честно. Просто клиент вредный попался. Скандалил, видите ли, у него тарелка грязная. Я ему говорю, это не ко мне, я только разношу. В общем, все нервы мне вытрепал, потом еще на автобус опоздал. Простите. Леш, все нормально, проехали. Короче, ребят, я тут наваял офигенную тему и текст тоже. На папином юбилее нам всем дружненько нужно будет классно выступить. Ого. Слушай, страшно. Нормально. Там будут влиятельные гости, приглашенная звезда, и у нас есть шанс заявить о своей группе, чтобы потом нас приглашали на корпоратив. А там ротация на радио, клипчик снимем, и, наконец-то, начнем зарабатывать бабки. Да, было бы неплохо. Деньги лишними не бывают. Угу. Текст. Учи. Тайна, ну, наконец-то. Сколько можно ждать? Прости, я немного задержалась. Ну, болем же отказывать нельзя. Хочешь всех на свете вылечить? Ну, почему бы нет? Тогда мир стал бы лучше. Идеалистка? Наверное. Если хочешь, можем пойти погулять в парке. Сегодня погода хорошая. Нет, парк отменяется. Идем в ресторан. Какого у вас тут самого лучшего? Я не знаю. Ну, я как-то одета не для ресторана. Так, нормально ты одета. Не обсуждается. Идем. Кира, не сачкуй. Корпус держи. Колени разгибай. А ты что? По папе надоешь водичек? Работай, не отвлекайся. Давай еще один раз. Ты сам меня отвлекаешь. Все, я не могу больше, устала. Ирочка. Дедка. Ну, как твои успехи? Могли быть и лучше. Если тебя не устраивает твой личный тренер, только скажи, мы заменим. Ты не забыла про мое приглашение? Помню. Только Феликс ваш давно не звонил. Ну, Феликс, Феликс в командировке. Он очень занят. Ну, поверь мне, завтра его время полностью будет принадлежать тебе. Хорошо. А ты чего не ешь? Ну, мясо очень вкусное. Мне кажется, это бедрок ингуру. Да ладно, я шучу. Какая же ты доверчива. Ну, я считаю, что людям нужно верить. Я не знаю, как тебе, но мне всегда люди попытались хорошие и добрые. Я даже когда не поступила на бюджет, контракт потянуть не смогла, то устроилась с медсестрой в поликлинику. И что, теперь будешь медсестрой в поликлинике работать? Ну, пока да, а на следующий год буду снова поступать. Ну, а ты? А у меня все гораздо прозаичнее. Я родился, учился, женился. Да ладно, шучу. Пока не женился. Давай, из-за тебя. И мясо ешь очень вкусное. Да, вот этот дом. Здесь лежит. Подожди, я помогу. Спасибо. Спасибо, что подвез. Нет, так дело не пойдет. Ну, а на чай пригласить? Я прямо умираю от жажды. А, это тоже шутка, да? Я поняла. А если не шутка? Уже поздно, и мне завтра рано вставать на работу. Спокойной ночи. Доброе утро. Поздравляйте! 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 Спасибо. Вот, дорогой Станислав Андреевич, это вам. Надеюсь, с размером угадали. Так. Ух ты. Хм. Лучший в мире. Ну, как-то лучший в мире звучит многоебезующе. Может, не стоило? Еще как стоило. Мы все так думаем. Правда? АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень тронут. Друзья, я тоже рад, что мы столько лет в одной команде. Поэтому в качестве ответного подарка позвольте со следующего месяца поднять вам зарплату всем. На десять процентов. АПЛОДИСМЕНТЫ С médias аПЛОДИСМЕНТЫ Чуть не забыла. И сеет цветы. Держите. КОНУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ С днем рождения! Поздравляю, мой хороший! Красивый ты, правда? Мои любимые! Что это? Ну я, вообще-то, однотонные просила. Нанеси, что делать? Все самой надо контролировать. Бокалы где? Дэн! Дэн! Газон испортишь, будешь вместо Василия сам травную сеять. Что? Ничего. Ну осторожней. Все своего ждешь? Признайся, совсем же голову потеряла. Тайка, колись, что у Вас там? Девочки. Мне кажется, я немножечко влюбилась. Ничего себе немножечко. Да у тебя на обо написано, что утрескалась по уши. Ходила вчера на свиданку? Ходила. В ресторане были. Круто. И что потом было? Ну, ничего потом. Ну, Феликс хотел зайти, но я отказала. Это ты зря. Может быть? Ну, значит, не судьба. Феликс вообще сказал, что он скоро уезжает. Именно. Феликс уезжает прямо сейчас. Тая, можно тебя на минутку? Так, у меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Поехали со мной. Куда? Ко мне домой. Погостишь пару дней и познакомлю тебя с родителями. А к понедельнику верну обратно на работу в целости и сохранности. Ну, я не знаю. Это неудобно и у меня работа. А я оба страхуем. Без проблем. Поезжай. Ну вот, забираю при свидетелях. Клянусь защищать, оберегать и пылинки сдавать. Все, жду в машине. Тая, из тебя в понедельник полный отчет. Я быстро. Давай. Диме. Ну, Дэн, это наш младший, он постоянно улыбается. Такой в наушничках, знаешь, неформал слегка, ты его сразу узнаешь. А мама у нас звезда, это тоже сразу понятно. А еще она бегает по утрам, каждое утро, и ни дождь, ни слякоть, ничто не может ее остановить. Феликс, за дорогой следи. Да ладно, ты чего, все под контролем. Ну и дальше Андрей, это старший брат, он все время серьезный, даже не знаю, что еще о нем можно сказать. Ну вот, считай, всех знаешь. Так что можно не переживать. Ну а ваш папа? Папа? Угу. Прости, я не хотел тебя напугать. Неудачная шутка получилась. Просто отец, он автогонщик в прошлом. У него, кстати, с день рождения сегодня. Сегодня? Прости, забыл сказать. И мамочки, столько народу, мне кажется, я от страха уже голос потеряла. Лир, ты чего? У тебя все получится. Я верю тебе. Так, ладно. У тебя такая крутая мама. Я не перестаю ей восхищаться. Она одновременно и деловая, и женственная. Да, этого у меня не отнять. Мам. Простите. Прошу вас, господа, прошу вас. Как же я рада вас видеть. Ой. Поздравляем, Ольга Дмитриевна. Желаем так сказать, чтобы оно все и даже больше. А мы в этом поможем. Спасибо. Где сам виновник? Стас, Стас. Какие люди. Юбилеи, Слав Андреевич. Нина. Кира. Здоровья, удачи. Хотя она всегда с вами с такой-то супругой. Ой, ну что вы. Спасибо, Аркадий Петрович. Проходите. Проходите, располагайтесь. Ты прекрасно выглядишь. А, Феликс уже на подъезде. Мы уже почти приехали. Ты здесь живешь? Да, а что? Я просто тоже родом из Яловска. Да ладно. Видишь, сколько у нас общего. Ну, правда, я уехала отсюда, когда мне было шесть лет. Когда родители погибли, бабушка забрала меня к себе. Прости, я не знал. Ничего, просто... Когда немного не по себе и... Почему-то страшно сюда возвращаться. Не волнуйся. Все будет хорошо. Дорогие гости, минуточку внимания. Песня для именинника. Па, все для тебя. На вокале Валерия Лисицына. Дай мне разделить с тобой мгновенья. Знай тебе любое море по колено. Пускай в пять лет обоих любит. Заводи, кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь... Наручники. Ты чего? Да ладно, идем. Никто тебя не укусит. Сынок, а что, так долго мы заждались с Кирочкой, да? Привет, ты здесь. Знакомьтесь, это та и моя подруга. Это моя мама Ольга Дмитриевна. А это Кира, дочь нашего мэра. Здравствуйте. Очень приятно познакомиться. Потом поговорим. Ничего, прости. Сейчас подойдем. Знакомьтесь, это Тая. Это мой отец Станислав Андреевич. Тая. Какое редкое, но красивое имя. Добро пожаловать. Спасибо большое. Поздравляю вас с юбилеем. Да, я поздравляю. Желаю подарок чуть позже. Ну, как обычно. Ну, в принципе, да. А как взяла? А, филиаль? Да все хорошо. Ну, давай позже. Пошепчемся, Станислав Андреевич. Ну, Виктор Семенович, ну вы опаздываете. Ну, хорошо, все. На этот раз я прощаюсь. Спасибо. Спасибо. Проходите. Проходите. Маличка уже здесь. Как очаровательно выглядит. Я слышал, вы ищете место под новое здание Примаспорта? Есть такое дело. Так вот, у меня имеется для вас деловое предложение. Угу. В ближайшее время будет утверждаться генеральный план развития города. В самом центре под снос идет старый жилой фонд. Золотая земля. Очень интересно. Аркаша, извините, примите, пожалуйста, уже время. Тотал контроль. Станислав Андреевич, зайдите ко мне в ближайшее время. Здесь о делах не поговоришь. К тому же у вас праздник. Виктор Семенович, а как там мой Андрей на службе? Справляется? У меня все справляются. Да? А вы вот не стесняйтесь. Вы его загружаете. Хорошо? И вообще, нам пора уже встречаться. Надо уже обговаривать свадьбу в будущем и список гостей. Уже писать. Ну что, ребята подали уже заявление? Послушайте, ну это дело пяти минут. А давно вы с Феликсом знакомы? Две недели. Солидный срок. Ну, ну. Так, ладно, мы пошли. Кто сейчас начнется? А девочка не промах. Так круто Феликса в оборот взяла. Ну, знаю Феликса, очень известно кто кого. Где Кира? Я не могу найти. Она ушла, я видела. Тебе причина уверена. Да, мамуль. Спасибо, сынок. Радовал маму. Ты ее зачем сюда привез? Мам, это же мое дело. Нам не нравится. Нравится? Ну, ты понимаешь, да, что все твои нравятся, потом мне в боков вылезут. Это Тая. Кто она? Откуда? Тая Мартынова. Тебе это о чем-то говорит? Она зерота, ты будь с ней помягчу, ладно? Да. Идем, дома покажу. Ма, как тебе моя песня? Лерка крутая, правда? Лерка? А, ну да. А, это я ее заметил в караоке. В караоке? Прикинь, без образования, голос от природы такой. Сколько ей лет? Как имя, 25. Родители кто? Отец вроде умер, а мать не знаю. Ну, лично не знаком. Да и какая тебе разница? Да, действительно, никакой. Извините, пожалуйста, у нас проблема. Да. Что? Что значит не приедет? Да какая мне разница, что он заболел? Кто у меня петь будет? Да нет, вы мне не аванс вернете, вы мне неустойку платить будете. Ма, вообще не проблема. Что? Лера споет круче и дешевле. Лер, работаем. Прекрасно. Раз, раз. Дорогие гости, минутку внимания. Позвольте сказать спасибо за теплые слова в мой адрес. Я благодарен каждому из вас. Оленька, можно тебя на секунду? Я хотел бы поднять бокал за тех, кто составляет смысл моей жизни. За тех, кто дает силы двигаться дальше. За Оленьку и моих сыновей. Пусть парни не пошли по моим стопам, не стали автогонщиками. Хоть я, конечно, в душе очень надеялся. Но согласитесь, они у меня замечательные. Оленька, парни, за вас. За тебя. За тебя. Ура! Вот так и живем. Ничего особенного. Это ты называешь ничего особенного? Я такие дома только на картинках видела. А вы к нам надолго? А что если на всю жизнь? Ну, если это любовь с первого взгляда? Тайма. Смешно. Василий, скажи Галине, пусть приготовит для девушки гостевую. Тайма. Ну, и зачем ты так шутишь? Мне вообще не стоило сюда приезжать. Да ладно, ты чего? Все будет хорошо, веришь? Идем. Ну, спасибо вам, что пришли. Очень жаль, что у Киры разболелась голова, и ей пришлось раньше, мне тебя очень жалко. Ну, ничего. Молодость, молодость. Спасибо. Приглашайте. Все замечательно. Послезавтра, как договорились, да? Все, я жду. Все, спасибо, спасибо, до свидания. Да мы вас в работе. Ну, астрологи. Пойдем. 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 Дай, да. Дай. Филикс, пожалуйста, давай. Пожалуйста, давай не здесь, а не сейчас. Филикс, пожалуйста. Ну, ладно. Ладно. Я готов ждать. Спасибо. Спокойной ночи. Оленька, я тебе говорил спасибо за сегодня. Ну, ладно. Тогда еще расскажу. Спасибо. Ну, что ты? Ну, все, все. Вдыхай. Все же отлично прошло. На высшем уровне. Как ты и хотела. Черт дернул Феликса притащить сюда эту девчонку. Все карты меня спутал. Я просто в шоке. Оль, отпусти. Феликс уже взрослый. Пусть сам разбирается со своими девчонками. Ну, уж нет. Если он решил пустить свою жизнь под откос, то я этого не допущу. Ничего. Ничего-ничего. Еще не все потеряно. Ты неисправима. Ну, такое я тебя и люблю. Дмитриевна, я, конечно, извиняюсь, но сегодня уже пятое. Да, заплачу. Когда смогу. К тому сведению, вчерашняя икра, красная, черная, тоже ведь была не бесплатна. Это ясно, но уговор-то был другим. Сказала, когда смогу. Хотя я считаю, что за все эти годы я с тобой расплатилась полно. Кстати, Тая собирается поступать в медицинский, так что перед вами будущий дипломированный врач. Всегда питал уважение к людям этой профессии. Твоя профессия заслуживает не меньшего уважения. А я не поняла, а вы с Феликсом где познакомились? В поликлинике. Я там работаю медсестрой. Ты что, заболел? Что случилось? Мам, со мной все в порядке. Галя, а добавь мне сока, пожалуйста. Народ, давайте сменим тему. Поговорим о погоде, например. Так, все. Всем хорошего дня. Я на репетицию. Феликс сказал, ты сирота. Ой, ну правда, перестань. Что? Да. Мои родители погибли много лет назад. Меня воспитывала бабушка, но не так давно она тоже умерла. Кстати, Тая тоже родилась в Яловске и только потом переехала. Очень важное уточнение. Да, алло. Вернулся. Хорошо, скоро буду. Давай. Новые тренажеры привезли, и там какая-то неразбриха по накладным. Как и обычно. Ты со мной? Да подожди, Руч. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Угу. Мам. Галь, спасибо. Все было очень вкусно. До встречи. Я как побитая собака после вчерашнего. Издень на нервах. Пойду прилягу. Спасибо, Галь. Давайте я вам помогу. Нет, нет. Это моя работа. Уже почти 30 лет. Тая, вы на маму не обижайтесь. Она у нас человек прямой. Ну что вы, я не обижаюсь. Я рад, что в жизни Феликса появилась такая девушка. Спасибо за компанию, мне тоже пора. До вечера. Андрей, а вы не подскажете, как добраться до центра? А давайте я вас подвезу. Как раз в ту сторону еду. Буду вам очень благодарна. Спасибо. Спасибо, Галя. Спасибо, было вкусно. Так все изменилось. И этого здания вообще не было. Кажется, здесь был парк. Мы тут с мамой гуляли. Да, теперь тут торговый центр. Вам где остановить? Да вот можно где-то здесь. Не заблудитесь? Нет. Думаю, не. Спасибо. До свидания. Молодой человек, извините, не подскажете? Где-то в этом районе есть старый зеленый дом. Туда арочка ведет. А во дворе большое дерево росло. Не знаю такого, извините. Спасибо. Извините, пожалуйста, может быть, подскажете? В этом районе есть старый зеленый дом. Туда арка вела. И во дворе большое дерево росло. Ну, если не срубили. Да вроде есть такой. Прямо пойдешь, там за почтой направо, арку увидишь и во дворе дом. Может, тот, который ты ищешь? Спасибо большое. Буду, буду, да. Великобритания. Это мой дом. Это мой дом. Не срубили. Да. Я не срубили. Я не срубил. 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 здравствуйте здрасте жека что ли нет извините за беспокойство меня зовут а я мартынова я когда-то давно жила в этой квартире в дальней комнате ну да я кажется ту комнату марты на вы покупала твоя бабушка что ли да помните напомню конечно а можно мне зайти заходи спасибо а можно комнату посмотреть смотри что обветшала тут все да пол скрипит дом-то аварийный сносу подлежит я вообще одна тут осталась муж умер сын недавно уехала работать на метеостанцию только изредка звонит я скучаю бабушка твоя как нет больше бабушки я тоже одна заходи ухты папин стол я его помню не выбросили чего добро то выбрасывать занимать он кому занимался я помню в детстве очень любила наблюдать как папа работает за этим столом он был ювелиром он делал удивительные красоты вещи и кресло папина осталось и даже лампу освобожил ее мама покупала как же это давно был ну а время не стоит на месте может чай хочешь а у меня варенье есть нет спасибо я наверное пойду ну чё пойду еще пойду посиди расскажи что нибудь интересны мне же особо поговорить то не скин я на пенсии а меня раиса матвеевна зовут очень приятно я правда пойду спасибо здравствуйте еще раз а феликс уже вернулся я его не видела и машины нет наверное на работе хорошо где была гуляла город так изменился представляете нашла дом в котором родилась детство мне казалось таким большим красивым а сейчас как то так скажи мне а ты беременна от феликса что ну вообще-то мы с ним даже не спали да можно да проходите ты меня прости за резкость ничего хочу с тобой пооткровенничать не возражаешь тая я вижу ты очень хорошая добрая девочка я совсем бы не хотел тебя обидеть но мой сын он очень избалованный очень увлекающийся ветреный мальчик знаешь сколько у него девушек было и мне бы не хотелось чтобы он сделал тебе больно и пока все не зашло слишком далеко и ты не обожглась мой тебе совет собирайся и уезжай домой а в знак примирения я хочу тебе кое-что презентовать ну бери-бери он твой нравится я даже не сомневался я даже не сомневалась я надеюсь мы договорились мы с тобой этот кулум маме подарим будет сюрприз я думаю откуда они могут быть если это одна коллекция и они могут быть только у меня кирочка а я тут мимо ехала смотрю ты не верю конечно то что вы случайно ехали ну даже если не случайно и что поговорим о чем ну мало ли у нас общих тем кино театр литература девочки вы идите я задержусь ольга дмитриевна если вы опять хотите поговорить про феликса то сразу нет феликс меня не интересует ну ну милая не торопись и потом что ты все время обращаешь внимание на его выходки поверь мне с той девушкой у него все она вообще домой уезжает ну зачем мне эта инфа я ему уже все сказала а пойдем в кафе посидим я знаю здесь неподалеку дают очень вкусный лавандовый раф я надеюсь ты не на диете пойдем 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 проходите здравствуй катюша вот цветы твои любимые милые я пойду если что вы позовете цветы поставьте пожалуйста ну а как ты тут доктор говорит ты молодец как до лета мне здесь все время холодно и страшно стас да это я узнал милый сколько мне здесь еще быть ты меня когда сюда привез я не помню вчера я пойду вещи собирать мне столько дел нужно сделать мне нужно остановить тебя родить я помню я не волнуйся тебе нельзя волноваться нельзя нельзя а спать хочу давай стасян за тебя за твою оглушительную победу а как ты их всех красиво сделал молоток на последнем повороте когда никто не ожидал вот так взял и ворваться но я сам не ожидал случайно как то получилось да ладно это ж твоя тактика я не первый раз наблюдаю хитер брат давайте народ за гордеева ну девчонки налетай кому салатик курочку кому шампанского мне гуляем на всю катушку ну что выпьем за наш любимый художественный институт ура хотя если так отмечать каждую сессию можно и спится оля так долго пялиться на незнакомых людей неприлично он за тем столиком парни у одного из них очень знакомое лицо а это кажется автогонщик как же его фамилия гордеев точно ну ты куда прошу прощения что прерываю а разрешите вас пригласить на танец никогда в жизни не танцевала с автогонщиком я же не ошиблась вот она слава станислав давай гордеев отрабатывай ну я как-то не по танцам а ничего я научу это не сложно вы же не откажетесь симпатичной девушке а а так не обращай внимания станислав вы оказались на редкость способным учеником спасибо спасибо я большому благодаря вам я теперь не только пилот но еще и танцую почти хорошего вечера разрешить теперь вас пригласить меня вас говорят я неплохо танцую а как зовут прекрасную незнакомку катерина катерина катя у вас таких бездонных глаза наверное нужных и теперь никак не смогу их забыть а привет а вот и я ты как не скучала что-то не так что случилось ничего все нормально ты прости что я оставил тебя тут одну но зато теперь я полностью в твоем распоряжении а ты в моем что за кулон раньше не видел твоя мама подарила да ладно но если пошли подарки значит точно все налаживается я же говорил она добрая и оттает со временем хочешь наденем очень красиво и маме будет приятно давай давай и 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 это и и и и и и это как например поверь моему опыту девочка за мужчин надо бороться за счастье вообще обеими руками держаться даже если кажется что она ускользает где ты ходишь успела это лекция сочетали семинар и семинар ты че сияешь как бриллиант в мувелирке и такая счастливая ты даже не представляешь что шоуру-мура с гордеевым цветут и пахнет стас мне сделал предложение угол а ты что ну конечно согласилась скромно поженимся и рожжем сыновей двоих или троих стас так хочет поздравляю улечка а может мы вместе свадьбы сыграем на арбузе тебя тоже зовет замуж зовет я еще думаю а тебя поздравляю от всей души на вот читает у тебя обязательно вызовут а ты опять не готова ну давай быстрее побежали опалтываем знаешь как мой муж говорит никогда не отчаивайся не сходи страссы надо верить свою удачу и идти до конца я всегда так делала и пока еще не прогадала спасибо за раф и за ликбез но я пойду а давай мы с тобой созвонимся и организуем на днях у нас ужин ну давай поборемся за твоего мужчину а обязательно начальник смотри вот это преступление вот это один из фигурантов который ближайшее время должен превратиться подозреваемо со всеми вытекающими ты меня понял значит твоя задача связать одно с другим найти мотив и благополучно передать дело в суд тогда считать дело сделано а мы тебе в виде благодарности выпишем новую звездочку на погоны вопросы ну я не знаком с материалами этот человек действительно виновен товарищ генерал звездочка заработанная таким способом меня не интересует и потом это будет квалифицироваться как должностное преступление хорошо молодец грамотный я бы тоже так поступил я тебя как будущего зятину вшивость проверял ладно андрей иди работай свободен слушаюсь товарищ генерал мариночка датья скажи дочь а ты хорошо подумала я спрашиваю этот гордеев он тебе действительно нужен что за вопросы папа конечно он не нравится и подходит по психотипу прости не могу говорить я на курсы спешу раньше женились по любви теперь по психотипу бред ващук зайди ко мне маришенька я уже со счета сбила сколько-то этих курсов закончила опять куда ты бежишь и что человек должен быть всесторонне развит и при этом учиться чему-то новому можно хоть всю жизнь психологии семейных отношений чем плохо там прекрасный лектор и это ко времени сейчас поможет мне в отношениях с андреем знаешь мы с твоим папой без всяких курсов как-то обходились мам сейчас время другое вот ты например знала что существуют разные модели поведения супругов в семье модели приятельская равноправная автономная и романтическая и в каждом браке она разная и я хочу сейчас разобраться какая комфортная именно для меня будешь мужа нужно любить и беречь вот тебе и вся наука мам любить и беречь мужа тоже можно по-разному все я побежал пока 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 да разрешите тоже не жаловал присаживайся ну как у тебя не жалуюсь все по плану работы работаем не покладая рук это понятно ты мне вот что скажи щуп как там у тебя гордеев на хорошем счету так вот и не юли ты выкладывай хочу знать как служит мой будущий зять из первых уст от его непосредственно начальника так что правда мне старательный принципиальный я бы сказал даже излишне принципиальный вот за словом как говорится в карман не лезет да есть такое ну что вообще удело мне к тебе ты присмотрись к этому гордееву повнимательней может какое слабое место найдешь чтобы в случае надобности можно было прижать взять за яйца а то борзый тот гордеев слишком и слушаюсь разрешите идти успеешь ты давай займись еще вот этим просьба сверху надо постараться сделано свобода чёрт что случилось и ничего нового а старого был сегодня у катюши в клинике расстроился ей совсем плохо еще хуже чем раньше так жалю с врачом говорил ну что врач лечим стараемся кучу умных слов но я-то её видел это совсем другая и 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 Знаешь, Стас, от болезни никто не застрахован. У каждого своя судьба. Да я понимаю, судьба. Знаешь, как-то сложно это принять. Я понимаю, милая. Спасибо тебе за поддержку. Для меня это очень важно. Стараюсь. Я стараюсь. Люблю это место. И кухня нравится. А ты чего не ешь? Не вкусно? Вкусно. Я просто уже наелась. Знаешь, я очень рад, что познакомил тебя со своими. И я знал, что ты всем им понравишься. Особенно твоей маме. Ну, она сделала тебе такой подарок. По-моему, это первый шаг примирения. Ты хорошо знаешь свою маму? Ого! Слушай, ну да, она человек вспыльчивый, эмоциональный, но отходчивый. Феликс! Ого! Прости, я одну минуту. Ребят, привет! Это цвет? Да. Да? Ну как тебе? Ну? Ааа! Пусти, ну смотри, ну уронишь! Не уроню никогда! Закрой глаза. Зачем? Закрой, говорю. Ну, Астасия для тебя сюрприз. Ладно. Можно? Можно! Ну как? Нравится? Просто волшебно. Витенька, это божественная красота. Я этот кулон целый год делал. А уж сколько идей выношел. Он такой один в своем роде. Единственный в целом мире, как и ты для меня, Ларочка. Спасибо, милый. Я никогда не буду его снимать. О боже! Девушка! Тай! Тай! Ты в порядке? Тай! Чего вы стоите? Вызывайте скорую! Тай! Андрюш! Ну сколько можно? Давай закругляйся уже. Даже папа уехал домой. Марина, у меня ненормированный рабочий день. И ты, как никто, прекрасно это знаешь. Знаю. Но надеюсь, что когда мы поженимся, ты начнешь больше времени уделять семье. Обещай. Я попробую. А может, наоборот, тебе стоит попытаться найти работу. Ну, ты же окончила педагогический. Учителя всегда нужны. Устроишься в школу или куда-то. Тетрадки станешь проверять. А то, конечно, скучно без дела дома сидеть. Я, дорогой, без дела дома не сижу. Я развиваюсь. Причем постоянно. Папа мечтал, чтобы я стала юристом. Но мне казалось, что это жуткое занудство. И наперекор ему я поступила в пед. А после практики я поняла, что это не мое. Значит, воспитание это не твое. Ну, почему же? Ничего к нам не приходит просто так. И из всего можно извлечь пользу. Воспитанием я буду заниматься. Но только твоим. И займусь этим прямо сейчас. А ну иди сюда. Низковато. А у вас обычно какое? Нормальное. У меня уже лучше. Доктор, а что это было? Ну, скорее всего, спазм сосудов. Стресс, переутомление. Я сейчас укол сделаю. А вообще, девушке желательно провериться. Сейчас статистика удручающая. Все болезни молодеют. Я знаю, я сама медработник. Ну, медработника не жалейте себя. Вам бы полежать денек-другой. Восстановиться. Все полежит, восстановится. Лично все проконтролирую. Галь, Галь, что это? Я же просила. Так не зажарим. Это ужас. Это вредно. Мне потом что, печень лечить? Простите, я сейчас заменю. Такой просто один попался. Дэн! Дэн! Можно во время еды снимать свои лопухи. Я сейчас хочу с тобой поговорить. Ты прекрасно знаешь, что мы с папой всегда были только за твоего лечения музыкой. Инструменты, репетиционные зелы, пожалуйста. И дальше будем поддерживать. Ну, это твоя певица, как ее там? Лера. Да. Лера. Это ужас. Мне лично было просто стыдно перед гостями. Неужели нельзя было найти кого-то поприличнее? Мамуль, ты чего? Лера – бомба. Ты слышал? Бомба. Где училась твоя бомба? Чем она вообще занимается? Лера занимается. Она работает в кафе официантской. Ну, это пока. Пока наша группа не раскрутится. Дэн, значит так. Мы с папой готовы дать денег, чтобы ты устроил кастинг на новую вокалистку. Нашел кого-нибудь более профессионального. И тогда, возможно, у вас появится шанс как-то вырасти из этой самодеятельности. Дешевой самодеятельности. Ну, что ты хмыкаешь? Я хочу тебе только хорошего. Мамульчик, спасибо за заботу. И за самодеятельность тоже спасибо. Тронут. Ну, зачем ты так? Не хотел вмешиваться, потому что в музыке я не силен. Но мне показалось, девочка пела очень даже неплохо. Вот именно. Неплохо. А я хочу, чтобы хорошо. Лерочка, доченька, иди примерь. Ух ты, красивая получается. Конечно. Хочу побыстрее закончить. Так. Осторожно только. Ой. Там иголочки. Не жмет? Нет, нормально. Она? Мамуль, ты бы отдохнула. Устала, наверное, на работе. Ничего не устала. Снимай. Хорошего уфа осталось. Тоже осторожно. Вот так. Мамуль, я это на выступление надену. Мам, ну ты чего? Скоро твоя дочь пробьется на большую сцену и станет звездой шоу-бизнеса. Не веришь? Не знаю. Опять ты за свое. Да куда тебе? Ты бы выбросил эту блажь из головы. Мам, это не блажь. Дэн обещал сделать из меня звезду. Угу. Дэн, ты бы нашла себе лучше нормального парня и вышла за него замуж. Вон Коля таксист. Сама говоришь, денег с тебя не берет. Думаешь, просто так? Мам, ну он же по-соседски. Ну конечно. Конечно, по-соседски. А че? Нормальный парень. Надежный, хороший. Ну Петя, сын Зинаицы Степановны, моей заведующей, все время о тебе спрашивает. А Дэн только голову ворочит. Мам, с Дэном у меня чисто рабочие отношения. И замуж я пока что не собираюсь. Все, эта тема закрыта. Сынок. Я понимаю, что я, наверное, была излишне резка, но ты же понимаешь, я по-другому не умею. Сказала как есть. По крайней мере, я не лукавила. Ой, извини. Кто тебе еще откроет глаза на правду, если не мама? Послушай, у меня прекрасная идея. Серьезно? Еще одна? Ну хватит. Я думаю, что тебе эта идея должна понравиться. Как ты смотришь на то, чтобы поехать поучиться за границей в какой-нибудь известной музыкальной академии? Ну что ты все хмыкаешь? А я, между прочим, прошерстила весь интернет. Королевская музыкальная академия в Лондоне. Звучит? Королевская. Потрясающе. Мамулечка, вынужден тебе сообщить, что ни сегодня, ни даже завтра я не собираюсь становиться королем. Смешно. Но я надеюсь, ты не будешь отрицать, что получить хорошее профильное образование лишним никогда не будет. А мы с папой готовы спонсировать. Сколько бы то ни стоило, мы потянем. Спасибо большое мамулечка, но не нужно. Сынок, ты взрослый и умный мальчик. Ну подумай. Хорошо подумай. От такого шанса не отказываются. Просто взвесь все за и против и прими правильное решение. Угу. 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 Тоже так. Феликсу надо пригласить нашего терапевта еще раз проконсультироваться. Я сейчас маму попрошу. Мне нужно спасибо. Уже все пришло. Угу. Ну что случилось? Кому нужен врач? А та в ресторане в обморок упала и... Просто в глазах потемнело. Угу. Ну такое бывает иногда. При определенных ситуациях. Пойдем-ка, дорогая. Пошепчемся с тобой. По-женски. Не для мужских ушей. А ты меня, получается, обманула? Тай, оказывается, ты все-таки беременна. Прекрасно. Ольга Дмитриевна, я вас не обманывала, у меня просто закружилась голова. Угу. А подожди. Мне казалось, что после сегодняшнего утреннего разговора ты должна была сделать соответствующие выводы и уехать. Мы же договорились. Я сделала тебе дорогой подарок. Ты его приняла. Вон даже... даже надела. Я еще раз настоятельно тебя прошу. Оставь в покое Феликса и завтра же уезжай. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Станислав Андреевич. Доброй ночи. Я проведу. Ну что, что-то удалось выяснить? Девочка больна? Что-то серьезное? Угу. Еще одна больная. На нашу голову. Прости. Прости меня. Я... Я сморозила глупость. Прости. Так, завтра я тебя никуда не пущу. Позвонишь своим, отпросишься, в отпуск возьмешь. Медики тоже болеют. И будешь весь день лежать отдыхать. Я врачу пообещал тебя проконтролировать. Ты же не хочешь, чтобы я нарушил слово? Вот. Все, я завтра на работу и сразу к тебе. А с тобой пока Галя присмотрим. Хочешь, она может что-то тебе принотавливать. Хочу. Что? Мне бабушка блинчики с яблоками пекла. Так вкусно. Хорошо. Будут тебе блинчики. Даже с яблоками. Ну ладно. Спи. Сон лечит. Больше поспишь, быстрее поправишься. Все, спокойно. 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 Гарри, повтори. Чокер, со своим поссорилась? С каким-то со своим. Ой, да ладно. Я с универа уже знаю, что у тебя амур-тужур с Феликсом Гордеевым. Кстати, когда уже марш Мендельсона? Ты посмотри на меня. Где я, а где этот Мендельсон? Мне Феликс Гордеев вообще нафиг не нужен. Конечно. Так я тебе и поверил. Такой, как Феликс нужен всем. Богатый, красивый. Кстати, как он в постелке? Ну ты сможешь попробовать. Дарю. У меня, Эллочка, девушка свободная и открыта к новым чувствам. Приветики. Не помешаю? Да нет, конечно. Рад тебя видеть. Что пьем? Виски. А ты чего хочешь? Чего я хочу? Ну... Любви и ласки, например. О, так я не против. Только ты же это, вип-клиент, субординация и все такое не положен. К тому же ты дочь самого. А мы никому не скажем. Или... слабо. Куда пойдем? А ну, по ходу, распорялся. Титут John efficiency Ионам Грин Tú Доброе утро, дочь. Доброе утро. О Иди сюда. Ну и где ты, Луна, если не секрет? Папочка, какие у меня могут быть у тебя секреты? В клубе? С Гордеевым? Ну да, с кем еще? Очень, очень хорошо, девочка моя. Феликс перспективный парень. Взял обоих хваткой. И уверен, что со временем Примаспорт перейдет именно к нему. Ты молодец, дочь. Вся в меня. Иди отдыхай. Привет, привет. Аркаша! Ой, погодка сегодня на удивление. Аркаша, хватит плавать. Тебе нужно давление померить и пульсы завтракать. Уже все готово. А температуру померить не надо? Не вредничай. Выпей морковный фреш. Там каротин и витамины А. И не забудь таблетки. Их надо принять до еды. Тебе надо думать о своем здоровье. Ты уже не мальчик. Спасибо за напоминание. Поплыл думать. Полечка Дмитриевна. Не разбудил? Нет-нет-нет. Ничего не случилось. Я здесь просто хотел выразить благодарность за прекрасный субботний вечер и напомнить о своем предложении вместе победать. Конечно, когда сможете. Жду ответа. Привет супругу. Доброе утро, Галина. Извините, не знаю как у вас получится. Можно без отчества. Вы зачем встали? Я завтрак вам в комнату принесу. Вот блинчики дожарю и мигом. Идите, ложитесь. Меня велено за вами присмотреть. Ну что вы, я себя отлично чувствую. А где все? Разъехались? Вы такие блинчики хотели? Да, выглядят очень аппетитно. Идите, отдыхайте. Я вам все принесу. Спасибо большое. Доброе утро. Кому утро, кому день. Так, все купил по списку. Только я этих тамариндов не ношу. Хорошая девочка, вежливая. Повезло, Филюша. Ну, наверное. Бабуля, я дома. Сегодня зарплату получила. Бабуль. Бабуль. Бабуль, ну ты чего? Какая Ларочка тут счастливая. И Витя. Ты такая смешная маленькая. Бабуль, ну перестань, не плачь. Ну, знаешь сколько людей каждый день попадают в аварии? Тысячи. Тысячи. Тысячи случайных жертв. Да вот не верю я, что их авария была случайной. Твой папа очень хорошо водил машину. Бабуль, ну не накручивай себя. Мы все равно уже ничего не изменим. Давай просто жить дальше, хорошо? Пошел. Что ж теперь остается делать? Пойдем, буду тебя кормить. Давай. Таечка. Тая. Таечка. У вас такая красивая фигура, Ольга Дмитриевна. Обзавидуешься. Ни одной жировой складочки. Как вам это удается? Жрать меньше надо. И шею потом разомни. Угу. Все мышцы зажаты. Ой, ну кто там еще? Подай, пожалуйста. Галь, что за срочность? Ты же знаешь, что у меня массаж. Ольга Дмитриевна, тая пропала. Куда пропала? Не знаю. Я весь дом оббегала, ее нигде нет. Только я не виновата. Я говорила ей лежите, я завтрак в комнату принесу. Не тараторь. Ты во дворе смотрела? Не во дворе, и в гараже. И Вася смотрел. Как в воду кануло. Ну что ж, уехала, значит. А давай к лучшему. Ты хочешь писть? Пивйс. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Алло. Ну, это было что-то. А ты живой? Наполовину. Но уже скучаю и хочу повторить. Ну, я не против. До встречи. Здравствуйте. Скажите, а как минать следователя, который очень давно вел одно дело? Как фамилия? Следователя? Я не знаю. Обратитесь в канцелярию. Там подскажут. Год хоть знаете? Да, конечно. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. А что вы здесь делаете? Я слышал, вам не здоровиться? Не волнуйтесь, я в порядке. Андрюха, идешь? Вообще ждать не любят. Да-да, иду, иду. А вы здесь работаете? Старшим следователем. Это очень хорошо. Что именно хорошо? У вас какие-то проблемы? Нужна помощь? Мне нужно посмотреть дело о ДТП, в котором 19 лет назад погибли мои родители. В этом городе. Виктор и Лариса Нарбута. Поможете? Попробую. Ма, а ты что здесь? Я? Все-таки какая потрясающая вещь массаж. Я просто заново родилась. А ты чего такой возбужденный? Да, Тае звоню и не могу дозвониться. А, ну так спит, наверное. Ну ты не трогай ее, пусть отдыхает. Да, скорее всего, ты права. Слушай, хотела тебя поблагодарить. Так, интересно, за что? Ну, за подарок Тае. Очень красивый кул. Спасибо, что принимаешь. Я надеюсь, вы подружитесь. Она правда хорошая. Да. 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 Вот я его ощущаю. Я просто сюда, где-то, 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 где-то. Проходи. Может, хочешь чего-нибудь? Чай, кофе? Может, сок? Давай сок. Нормально ты здесь устроилась, буржуйка. Я так рада видеть тебя, Олька. Ну рассказывай, как там наш институт? А то я в академии совсем от жизни отстала. Да что институт? Стоит. Это ты рассказывай, как семейная жизнь бьет ключом? Кать, что-то случилось? Да. Проблемы у меня, Оль. Никак не могу забеременеть, вот и нервничаю постоянно. Врач говорит, у вас все в порядке, ждите. А Стас так хочется новее. Он буквально каждый день ждет от меня новостей, но увы. Не переживай, все у вас получится. Спасибо тебе, подруга. Я тоже очень надеюсь. Подожди, а почему Гордеев хочет сыновей? Чем его девочки не устраивают? Бантики, косички. И, кстати, я где-то читала, что папа больше дочек любит. Стас хочет вырастить из своих мальчиков автогончиков. Такая у него мечта. Понятно. Привет. А я тут у тебя расположилась. Привет. После массажа решила к тебе заглянуть. Очень соскучилась, а тебя нет. Знаешь, у меня новость. Тайя уехала домой. Я подумала, что это к лучшему. Ты со мной согласен? Угу. Прости, не услышал, что ты сказала. Стас, ты в порядке? Ты какой-то напряженный. Ты нормально себя чувствуешь? Да и как сказать, посетил сегодня Усачева. Так, и ты молчишь. Ну, и договорились? Он за свои услуги назвал такую сумму, мне ее даже произнести страшно. Сколько? Два варианта. Либо отказываться от земли, либо брать кредит под премаспорт. Нет. Отказываться мы не будем. Это глупо. Это глупо. Земля только дорожает. Не надо. Но и с кредитом торопиться не надо. Я уговорю его уступить. Интересно, каким образом? Головой подумаю. Зачем-то она у меня же есть. Ладно. Пойду проверю, как там тренажер установим. Я покажу. Да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Аркадий Петрович? Олечка Дмитриевна рада слышать. Аркадий Петрович, дорогой, вы знаете, у меня тут неожиданно окошко образовалось. Так что я могу в среду с вами пообедать. Если, конечно, предложение остается в силе. Конечно, в силе. О чем речь? Ну все. Тогда договорились. До встречи. До встречи, богиня. Хорошо. Это медицинское освидетельствование я приобщу к вашему заявлению. Это вы и сами видите. И вот еще. Вот до сих пор рука болит. Я и подумать не могла, что Олег способен поднять руку на женщину. Вы давно знаете гражданина Саянко? Где-то полгода. Мы встречались. Я иногда у него оставалась. Он мне нравился. Он так красиво ухаживал. Цветы, подарки дарил. Все такое. Я даже подумала за него замуж выйти. Потом оказалось, что я у него была не одна. Олег Саянко заявляет, что и не думал вас избивать. Вы упали, поскользнувшись в ванной. А синяк на руке, это он помогал вам встать. Просто крепко схватил за руку. Вот. Ознакомьтесь. Это неправда. В тот вечер я сказала ему, что ухожу, что мне такие отношения не нужны. Он взбесился, он пьяный был, кричал, ругался. Я испугалась. Я хотела убежать, но он схватил меня за руку и ударил головой об дверь. Я упала, а он дальше пить пошел. Потом он уснул, и я сбежала, честное слово. Свидетели есть? Да какие свидетели? Мы в его квартире одни были. Я понял. Вы идите, будем разбираться. Я просто не хочу, чтобы Олег думал, что ему все с рук сходит. До свидания. Я на вас очень надеюсь. Ну, бабы. Сами нарываются, потом недовольны. Скажи, Андрюха. Паша, еще раз от тебя такое услышу, дам в морду. Усек? Гордеев, у тебя, кажется, дело Саемка? Так точно. Только что повторно опросил потерпевшую. Надо было уговорить ее забрать заявление. Пробовал? Нет. А зачем это? Вы считаете, что девушка нас обманывает? И медицинское освидетельствование она тоже подделала? Так вот, знаешь, что это, сынок? Ты знаешь, кто этот Саемка? Нет, товарищ майор. А зачем мне это знать? У нас в стране закон один для всех. Или я ошибаюсь? Ты мне тут лекции не читай, отличник. Смотри сам. А то заработаешь геморрой на свою голову. У нас отличное медицинское обслуживание. Так что, если понадобится, вылечу и геморрой. Ну-ну. Андрюха. Это что? Тот Саенко? Хозяин сети супермаркетов Европа? Тот самый. Слава богу, нашлась. Таечка, ну что ж ты ушла? Ничего не сказала. Я вся извелась прям, пока тебя искала. Простите, Галена, так получилось. Просто мне срочно нужно было. Ладно, ладно. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Твои блинчики уже остыли. Сейчас буду тебя кормить. Иди мой руки. Спасибо. Ты? Нашлась девочка. Простите, напрасно подняла тревогу. Ольга Дмитриевна, вы будете обедать? Сейчас накрою вам с Таечкой. Что происходит? Почему ты вернулась? Я не поняла вопрос. Все, ты поняла. Где ты была? У врача? Гуляла. Дышала свежим воздухом. Или это уже запрещено? Подожди. Ты приняла кулон. Ты вообще знаешь, сколько он стоит? Тебе мало? Нужны деньги? Скажи, сколько я дам. Ольга Дмитриевна, мне от вас ничего не нужно. За что вы меня не взлюбили? Что я вам такого сделала? Вот именно, что ничего. А что, собственно, может дать Феликсу Гордееву, какая-то медсестра Таисия Мартынова? Ну, а это уже решать не вам. А Феликсу? Что ты хотел? Ты не вовремя. Давно не виделись. Когда приедешь? Не знаю. Столько всего навалилось. Ну, а ты все-таки найди время. Жду тебя завтра. Приходите. Вот, я смотрю, губки накрасили. Прекрасно. Рим Федоровна, погода сегодня отличная. Вы все равно осторожно, не переохлаждайтесь. Хорошо? Это нам сейчас ни к чему. Мы недолго. Вы в пятую зайдете? А я как раз сейчас сюда направляюсь. Вы потом посмотрите, я Золотарева назначение поменял. Хорошо? Потом. Конечно. Пойдемте. Так, как наше самочувствие? Давайте мы немножко присядем. Так, осторожно. Я помогу. Так. Я вас посмотрю. Что-то сейчас беспокоит? Угу. Голова болит. Кружится. Холодно. Холодно. Сейчас уколчик сделаю. Не станет легче. Не станет легче. У меня после уколов только хуже. Я встать не могу потом. Я домой хочу. Давайте не будем уколы делать. Екатерина Алексеевна, мы сейчас переходим на новое лечение. Этот метод уже пробиран за границей. И есть все основания полагать, что совсем скоро вам станет легче. Давайте руку. Хорошо. Хорошо. Теперь можно поспать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Знаешь, Олюшка, я понял, что художник из меня никакой, к сожалению. Зато я решил заняться ювелиркой. Буду создавать дизайнерские украшения. Эксклюзив. Как ты считаешь? Не знаю, Вить. А я знаю. Посмотри сюда. Это будет кулон. Нравится? Что здесь может нравиться? Сплошные каракули. Хотя, что-то в этом есть. А ты хочешь это из серебра делать? Это же дешевка. Никто не будет это покупать. Они из серебра, из белого золота. Давай я сделаю, а ты потом оценишь. Ты же у нас будущий искусствовед. Петя! Пардон. Здрасте. У тебя спички есть? Потому что у меня закончились. Не могу плиту зажечь. Сейчас. Петь, познакомься. Это Ольга. Очень приятно, Петр. Держи. Спасибо. Спасли меня от голодной смерти. Если что будет надо, обращайтесь. Кто такой? Сосед новый. Петя. Ушлый паренек. Пару месяцев назад тут поселился. Снял у нашего Захарыча угол. И оформил с ним договор пожизненного обеспечения. Так, кажется, это называется. А сам по-тихому. Деда притравливает. В этом я более чем уверен. Как это притравливает? Да я сам не знаю. Но после того, как они договор оформили, Захарыч какой-то заторможенный стал. Рассеянный, забывчивый. И походка изменилась. Шатает его все время. Ну, Захарыч не юноша. Но и выпивает потихоньку, наверное. Да не пьет он. Он у нас правильный. Раньше пил и допился. Глухой завязки. А Петя после мединститута в психушку устроился. Там, наверное, и крадет разные препараты. Он мне как-то пару раз сдавал таблетки от головной боли. Веришь, как рукой снимал. Угу. Олешка, ты, наверное, голодная? Я пельмени купил. Сварить? Ненавижу пельмени. Олешка, ты, наверное, голодная? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сынок. Сыночек, просыпайся. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Ма, та им не нравится. Правда? Феликс, тебя ждет блестящее будущее. И рядом с тобой должна быть, ну, совсем другая женщина. И по-твоему, это Кира, да? Ну, а почему и нет? Все. Договорились. Нет, не договорились. Сынок, это не обсуждается. Ольга Дмитриевна, вы уходите? А позавтракать? Никогда. Что это с ней? Даже кофе не попила. Знаешь-то, я тут такое дело. Побыла немного, пора и честь знать. Давай, собирайся и езжай домой. Бред какой-то. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Нет, ма, так не будет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ничего личного, только бизнес. Ну-ну. Куда же ты деньги-то деваешь, а, Питечка? У тебя ж нет детей, ни семьи. На баб все спускаешь. А ты ревнуешь, что ли? А может быть, я по-прежнему жду тебя? Да ладно. Все это было давно и неправда. Я забыла. И тебе советую. Этого хватит? Ну, пока хватит. Ну, хорошо. Сегодня переведу тебя на счет. А ее проведать не хочешь? Нет. Как ни странно, не хочу. Помочь? Нет, спасибо. Пока сам справляюсь. А вы красивая. У вас с Витяем все серьезно? А вы что, отбить хотите? Отчего нет? Я молодой, перспективный. Ну что ж, мне молодые, перспективные всегда нравились. К тому же врачи. Я подумаю. Подумайте. У меня еще к вам одна просьба будет. Всегда пожалуйста. У меня мама болеет серьезно. А Витенька сказала, что вы можете разные таблетки достать. Витенька. Ну да. Мне для мамы сильные психотропы нужны. А их без рецепта в аптеке не купишь. Психотропы? Откуда они у меня? Вы же тут. Я заплачу. Петр, вы не сомневайтесь. Никто не узнает. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, послушайте, вы же не собираетесь всю жизнь прожить в этой коммуналке. Даже если в скором времени одна за ее комнат перейдет к Вал. Вот. А я предлагаю реальный вариант. Не знаю. Ну, это будет дорого стоить. Ну, совсем другой разговор. Колюшка! Ты где застряла? Я деньги достану, а вы хоть парочку дайте в долг. А вот. Соседу помогаю с макаронами справиться. Алло. Это Комарницкий. Я принял решение. Можем оформлять сделку. А в этом доме мы жили. На третьем этаже вон до окна. Видишь? Угу. А за домом, за углом, кажется, был детский садик. Я туда ходила. И там дальше чуть-чуть был парк. Мы гуляли там с мамой постоянно. И на пони катались. Они такие смешные были. А тебя не водили в этот парк? Знаешь, я хорошо помню день, когда не стало родителей. Я тогда была в детском саду. Всех детей уже забрали, а за мной никто не приходил. Воспитательница забрала меня к себе. Накормила. А потом, поздно вечером, пришла бабушка. Плакала. И воспитательница плакала. Я была маленькая и ничего не понимала. А потом бабушка сказала, что теперь мои родители, что теперь моя мама и папа будут жить на небе. Всегда. Я так хотела к ним. Но бабушка забрала меня к себе. Не знал, что тебе столько всего в детстве пришлось пережить. Не представляю, как бы я жил без родителей. Тебе с ними повезло. Да. Они у тебя хорошие. Слушай, я знаю, кем работает твой папа, но не знаю, кем мама. Ну, она была искусствоведом недолго. Потом замуж вышла, детей родила. Сейчас у них с отцом сеть спортклубов «Тримаспорт». Правда, мама там номинально числится, но у нее половина акций. Сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот эти. Это хорошие, да. Задачи не надо. Спасибо вам большое. Спасибо. Это тебе. Спасибо. Давай сфоткаемся. Давай. Так. Класс. И мне отправишь, хорошо? Угу. Слушай, а тебе сегодня совсем на работу не нужно? Да. Решил прогуляться и провести день с тобой. Ну, я тоже взяла откулы, но они скоро кончатся. Ничего. У нас ведь вся жизнь впереди. М? Угу. Продолжение следует... Почему только одна чашка? Дэн, я на работе. Посмотри, сколько людей вокруг. Мне всех обслужить нужно. Ничего страшного. Люди подождут. Приседь, пожалуйста. Я не могу. Когда ты придешь на репетицию? Пока не знаю. Меня в две смены поставили. Моя сменщица заболела. Девушка, а где мой капучино? Сколько можно ждать? Это безобразие. Пожалуйста, приходи завтра в семь. Ты думаешь, я сама не хочу? Меня уволят отсюда. Я без работы останусь. Одну минутку. Сейчас будет. Привет, сынок. И чем тут почует? Мало. Мама. А что, я так сильно изменилась со вчерашнего дня, что ты меня даже не узнал? Да нет. Просто неожиданно. Я попрошу Леру, чтобы она кофе тебе принесла. Не надо. Я не хочу. Ну что? Это что, здесь, получается, работает певица и по совместительству официантка Валерия Лисицына. Здесь и что? Ничего. Ничего хорошего. Ну, я надеюсь, ты уже ей все сказал? Прости, сказал что? Что ты уезжаешь. А я уезжаю. Ну, хватит. Ну, хватит. Хватит поясничать. Если ты не хочешь думать о своем будущем, об этом вынуждена подумать. Я... Поехали домой. В машине по дороге обсудим все. Сынок, ты меня не услышал? Мамалечка. Чисто теоретически, возможно, ты забыла, что твоему младшему сыну 25 лет. Ты будешь смеяться, но я помню. Ну, так, может, позволишь мне жить своей жизнью? Нет. Пока ты живешь за наш с папой счет, не позволю. Вот я, например, хочу, чтобы ты получил хорошее образование, которого у тебя, кстати, до сих пор нет. Я очень хочу, чтобы ты смог обеспечивать себя и свою будущую семью. Денис, нельзя так долго пребывать в творческом поиске. Пора думать о перспективах. Слушаем. Ольга Дмитриевна, это Леонид, риэлтор. Мы с вами говорили на прошлой неделе, вы давали заявку на подбор квартиры. Я выслал вам несколько вариантов. Когда будете готовы смотреть? Я сейчас отправлю невестке, потом перезвоню. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – это где познакомиться для серьезных отношений. Разбор, так сказать, мест и кейсов. Кстати, по мнению моих коллег-психологов, вопрос где чаще всего интересует женщин. А вот мужчин волнует больше вопрос как. Знакомиться на улице? Ну, это всегда считалось небезопасным. Слишком велика вероятность нарваться на мошенников или альфонсов. Поэтому этот вариант, где мы с вами будем рассматривать в последнюю очередь. Ольга Дмитриевна, я на курсах. Что-то срочное. Варианты квартир. Я посмотрю после занятия. Спасибо. Извините, пожалуйста. Мне бы интересно было бы послушать ваши истории. Например, вы. Где вы, скажите, обычно знакомитесь с мужчинами? А со своими я уже познакомилась. На вечере, посвященном Дню полиции. Кстати, рекомендую. Было очень много свободных. Я тогда надела новые туфли и натерла ногу практически до крови. И он один из немногих, кто это заметил и буквально на руках донес меня домой. И тогда я поняла, это он. Сильный, вежливый, серьезный. Мы встречаемся уже практически год и планируем скоро свадьбу. Спасибо. Поэтому меня больше интересует вопрос, как правильно построить стратегию отношений в уже сложившейся паре. Да, до этого мы еще дойдем. Давайте пока что не будем перескакивать. От каких женщин не уходят? Мы же будем рассматривать эту тему? Естественно. Всему свое время. Давайте продолжим. На вопрос, где кому-то еще есть, что рассказать. И заходите сюда, в мой кабинет, только тогда, когда я тебя зову. Как сериальчик. Они откопались в Тердесу. Такое накрутили. Не оторвешься. Ну, я уже догадываюсь, кто убийца. А ты куда собираешься? Гордеевым на ужин. Правда? Угу. Мне Феликс Гордеев очень нравится. Серьезный мальчик. Положительный. Из хорошей семьи. Ну, черт. Ну, ты посмотри, на самом интересном месте закончилась. Кирочка. Тебе... Тебе нужно научиться правильно вести себя с мужчинами. Еще одна советчица. Интересно. И как же я должна себя вести? Ну, мужчинам нельзя позволять. Всего и сразу. Нельзя переступать грань. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду? Не, не поняла. Объясни. Девушка должна иметь гордость. Чувство собственного достоинства. Запомни. Только таких женщин мужчины ценят. Только такие достойны внимания и уважения. Мам, а ты в каком веке живешь? А какая разница? Устои общества незыблемы. Какие устои? Какого общества, ма? Очнись. Ты отстала лет так на сто. Скоро тебя будут в музеях показывать, как мамонтов. Кира, что ты такое говоришь? Ты себя послушай и на себя посмотри. Тебя же, кроме папиных таблеток и диетической курицы на ужин, уже давно ничего не интересует. Кира, вовсе не только. И потом вообще, что такого плохого в диетической курице? На то, что ты сама стала похожа на диетическую курицу. Что правда? Правда. Извини. Не надо меня учить, что и как делать с мужчинами. А если ты волнуешься, что я могу забеременеть, то не парься. Я уже давно научилась пользоваться противозачаточными средствами. Продолжение следует... Вот черта! Салют, малыш. Приветики. У меня тут свободный вечер нарисовался, так что еду прямо к тебе. Ты не против? Спрашиваешь, Кирилл. Ну тогда готовься. Всегда готов. Да, все вверх тормашками. Разрешите, Дмитриевна? Чего тебе? Я это... Вы сам не знаете зачем. Вы сказали, отдадите, когда сможете. Но вы уже можете. Ну, чтобы не забылось. Как же вы мне все надоели. Все правильно. Спасибо. Васенька, а что ты делаешь? Ничего. Завтра на рыбалку пойду, крючки готовил. Вот и правильно. Пойди на речку. Посиди со своей любимой удочкой. Ты совсем в последнее время как-то приуныл. Да ничего я не приуныл. Нормально я. Выдумываешь тоже. Средство известно как стабилизатор настроения и снижает… Да. Также используется при обстиненции. Вот и решила узнать, как вы тут. Все в порядке. Идите работать. А я уже, Петр Григорьевич, температуру всем померила. Назначение разнесла. Вот решила горячего чая попить. Не хотите составить мне компанию? Что? А, нет, извините, я занят. Я просто к конференции сейчас готовлюсь. Ну, а я вам предлагаю не менее интересное занятие. Я вас правильно понял, что вы сейчас предлагаете мне себя? Ну, а что в этом такого, Петр Григорьевич? Вы мне давно нравитесь. Мы с вами люди современные. Не связаны никакими стереотипами и обязательствами. Вы же не женаты, насколько я знаю, а? Люда, идите работать. Я, кажется, поняла. Вас женщина не интересует, да? Да нет, почему же интересует. Но только одна – это не вы. Вы свободны, Люда. Ваши почему? Если я не похудела за неделю на пять килограмм, ну, это значит, ваши тренеры виноваты. Они недорабатывают. Такой скандал устроил. Кстати, Феликс, это ты должен был выслушивать. Почему тебя не было на работе? Я взял отгул за прогул. Прости, папа. Я все отработаю. Тайя, я смотрю, ты себя лучше уже чувствуешь, да? Во всяком случае, на отсутствие аппетита не жалуешься. Ну, а ты чего? Интересно, а как там родная поликлиника не страдает от отсутствия такого высококвалифицированного специалиста? Работа-то, наверное, стала. Таечка, не обращайте внимания. Это Ольга Дмитриевна у нас так шутит. Кстати, у нас в городе тоже немало поликлиник, которые будут рады заполучить такого высококвалифицированного специалиста. Как тебе идея? Только что придумал. А ты, сын, когда порадуешь? Вы собираетесь с Мариной подавать заявление? Свадьба – это все-таки ответственное мероприятие. Надо как-то заранее все спланировать. Спланировать что? Торжество. Андрюш, доверие – это дело маме. Она такое любит. Меню, декор, гости. Зато я такое не люблю. Можно обойтись без торжеств. Распишемся по-тихому, уедем на недельку, чтобы никого не видеть. А, братик, предлагаю Аляску или Антарктиду. Вариант. Кстати, Денис, а ты подумал о Лондоне? Какой еще Лондон? Это за что ему такое счастье? Ни за что для чего. Для чего? Для того, чтобы получить хорошее, высшее музыкальное образование. Ага. Ну, это ему все равно не поможет. Вот. Лучший. Братик тоже так считает. Я подумал о маму Ильичу и решил, что достаточно образовываю. Буквы знаю, цифры и даже некоторые ноты. Так что, моя любимая семья, не стану вас обременять дополнительными расходами и останусь здесь. Так сказать, самостоятельно буду пробивать себе дорожку в светлое музыкальное будущее на родине. Ух! Вот это завернул красавчик. Молоток. Ясно. А если вы уже поели, можно вас украсть? Буквально на минуту? Да, конечно. Не понял, это еще зачем? Для конфиденциальной беседы. Феликс, перестань. Это по делу, правда. Пойдемте. Мне кажется, только слепой не видит, что это та и еще та штучка. Ма, Оль, ну опять? Устала я. Голова разболелась. Пойду подошел. Вот, написала заявление. Все правильно? Да, отлично. Нужна еще копия свидетельства о рождении. У меня особо нет, она дома осталась. А без этой копии никак нельзя? Так по протоколу положено. Я же вам говорил. Я поняла. Значит, ничего не получится. Ладно, подождите. Попробуем что-нибудь решить. Есть у меня свой человек в архиве. Правда? Андрей, спасибо вам большое. Вы мне очень помогаете. Ну, пока не за что. Конечно, я привык действовать в рамках законов. Но думаю, что дочь имеет право знать, что случилось с ее родителями. Только вот что тая. В заявлении нужно обязательно добавить, что бабушкину фамилию Мартынова вы получили позже, а являетесь родной дочерью погибших нарбутов. Я поняла. Спасибо. Оленька, что с тобой? Тебе плохо? Плохо. Плохо. Даже не представляешь. Как мне плохо. Ну, ты чего? Обиделся на меня? Феликс, ну перестань. Я не понимаю, какие дела у тебя могут быть с Адриной. Что за тайны мадридского двора? Он просто мне помогает. Помогает? Тебе помощь нужна? Почему ко мне не обратилась? Я вообще не хотела никого впутывать. Это получилось случайно. Когда я пришла в отделение полиции. Полиция? Причем это полиция? Я хотела посмотреть. Дело о давнем ДТП. В котором погибли мои родители. Встретила Андрея, я даже не знала, что он там работает. Он предложил мне помощь. Все. Что? Ты не говорила на ДТП? Не говорила. Мы родители разбились на машине и... погибли на месте. Мне жаль. Так что не ревнуй. И верь мне. Меня кроме тебя никто не нужен, слышишь? Я тебя люблю. И очень боюсь потерять. Поздравляю вас, господин Кабарницкий, с удачной покупкой. Таких цен просто не бывает. Считаете, вам крупно повезло, что люди срочно уезжали и продавали дом в отличном состоянии? И главное, с мебелью. Да, у права повезло. Я думаю, в ближайшие дни перееду. Ну что, добрый час. И буду благодарна вам, если вы порекомендуете наше агентство своим знакомым. Мы очень ценим наших клиентов и всегда стараемся удовлетворить все их требования. Хорошо, при случае так и сделаю. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. Добрый день. Добрый день. Прошу. Только у меня, Ольга, совещание через 19 минут. Ничего страшного. Я вас надолго не задержу. Да-да. Виктор Семенович, у меня к вам личное дело. Да. Деликатное. Дело в том, что у нас в доме живет девочка. Тая Мартынова. Вы ее видели у нас на юбилей. Такая чудная, скромная, тихая девочка. Так вот, у нее погибли родители. Такое горе. А сейчас она вбила себе в голову, что ей необходимо увидеть следственное дело по ДТП. Оно ведь у вас в архиве хранится, правда? Должно. Минутку. Нет, нет, нет. Не нужно. Как раз не нужно. Дело в том, что Таечка увидит. А там эти страшные фотографии, аварии, расстроятся. Она ведь сама не совсем здорова. Тогда прошу прощения, не совсем понимаю, чего от меня хотите. Заберите это дело из архива себе. Ну, чтобы оно не попало к ней. Ее родители, погибшие, Нарбуты, Виктор и Лариса. Авария произошла 19 лет назад. Угу. Я просто очень переживаю за девочку. Хорошо. Ващук, зайди. Спасибо вам. Я была уверена, что вы не откажете. Петь! Петь, ты? Привет. Здрасте. Не узнаешь. Я Раиса. Мы с соседями по коммуналке были, а потом я комнату твою выкупила. Забыл. Да нет, я помню. Здравствуйте. А вы все там же живете? Там. Миша мой умер. Артемка уехал работать. Далеко. А ты, Петенька, как живешь? Жена, дети. Да нет, я пока один. Ну, что ж так-то. А работаешь где? Работаю главврачом в частной психиатрической клинике. Ух ты, в частной. Значит, многого достиг. Молодец. Зашел бы когда-нибудь. Адрес-то знаешь. Раиса, я прошу прощения, я спешу. Это мой номер телефона. Мало ли, что-то понадобятся, какие-то вопросы. У меня очень много врачей, хороших знакомых. Вы звоните, не стесняйтесь. Ну, пока не особо нужно, но спасибо, конечно. Всего доброго. Пока. Тактика допроса и очной ставки состоит из подготовительного этапа, рабочего этапа, фиксации хода и результата. Машунь, привет. Все забришь? Экзамены скоро я не хочу завалить. Мария, архив. Поняла, номер дела есть? Фамилии как? Год. Сейчас разыщу и принесу. Так точно. А меня Юрка в клуб пригласил. Вот думаю, идти с ним или нет. Илья? Ну, если честно, он мне не очень нравится. Ну, тогда не иди, Тамара, не мешай. Ващик срочное дело затребовал. Так, есть такой номер. С тобой даже посоветоваться нормально нельзя. Тук-тук, я в тебе. Можно? Андрей Станиславович, я вернусь буквально через пять минут. Подождете? Ну, а что мне остается делать? Давай. Мамочка. Папочка. Родные мои. Простите. что я давно к вам не приходила. Но я вас не забыла и очень сильно люблю. Вы все видите и все знаете. Правда, Феликс хороший? Он мне очень нравится. Простите, Андрей Станиславович, что заставила вас ждать. Да, все нормально. Посидел в тишине, хоть мозги проветрил. Чем могу вам помочь? Тут такое дело. Одна моя знакомая, почти родственница, когда была совсем ребенком, потеряла родителей в ДТП. Что именно произошло, она не знает. Ну, оно и понятно. А сейчас она выросла и хочет разобраться. Можем выдать ей материалы следствия? Они должны быть у тебя где-то в архиве. Вот ее заявление. Только копия свидетельства о рождении отсутствует. Можем в порядке исключения закрыть на это глаза? Ну... Ладно, если вы уверены, что она дочь погибших, тогда, думаю, можем. В порядке исключения. Тем более, что я ваш должник. Ну, я же забрала пять минут вашего времени. Спасибо. Я тебе тоже, как надо будет, помогу. Ты только скажи. А как фамилию родителей? Номера дела вы, скорее всего, не знаете? Номера не знаю, а фамилия Нарбуты. Виктор и Лариса разбились в ДТП 19 лет назад. Подождите, Нарбуты? Так я только что это дело в ощуку отнесла. В ощуку? Ну, да. Он набрал по-внутреннему и попросил, чтобы я занесла ему это дело. Странно. Бывают же такие совпадения. Ну, ладно. И на том спасибо. Выясним у него. Простите, Андрей. А, вот ты где. А я тебя под кабинетом жду. Хорошо добрые люди сказали, где тебя искать. Пойдем, Мадлик, у тебя отважное дело. У меня отменились курсы, и мы пообедаем вместе. Хорошо, только сначала забегу на секунду к Вощуку. Это очень срочно. Срочно. Пока, Маша. Да. Гордеев? Не вызывал. Знаю. Я по собственной инициативе. Скажите, а дело Нарбутов из архива у вас, это оно? А зачем оно вам? По уставу я не обязан отчитываться перед младшим по званию. Напоминай, если ты забыл. Ну, я же не по уставу, а по-человечески спрашиваю. А если по-человечески, то тем более. Ты слишком много себе позволяешь, Гордеев. Если ты рассчитываешь, что как будущему родственнику генерала тебе это сойдет с рук, сильно ошибаешься. Это ясно? Это ясно. Это хорошо, что ты такой понятливый. Все, свободен? И все-таки я... Свободен, я сказал. Надо же, дело его интересует. Олечка. А вы знаете, что ваше имя носило великая княгини? А для меня вы царица. Знаете, я безумно рад вас видеть. Надеюсь, что в ближайшее время мы с вами будем видеться чаще, потому что наши дети, насколько я понимаю, их связывают глубокие чувства. И чем, черт не шутит, мы с вами можем стать родственниками. Это было бы замечательно, Аркадий Петрович. О такой невестке, как Кирочка, можно только мечтать. Вы, Олечка, удивительная женщина. Порой, я думаю, почему не встретил вас раньше. Я бы хотела кое-что обсудить. Наши инвестиции со Стасом в вашу предвыборную кампанию, они не могли бы быть, скажем так, немного мягче. Какое интересное слово вы подобрали – мягче. Все возможно, дорогая моя, только зачем нам обсуждать здесь рабочие вопросы? Ой, вы правы. Я приду вам в мэрию и… Обожаю девановых женщин. Скажите, Олечка Дмитриевна, а как вы относитесь к охоте? В какой охоте, простите? Какой? Пиф-паф. У меня имеется домик в прекрасном заповедном лесу. Я приглашаю вас туда на новый икенд. Там у нас будет время и возможность обсудить все, что нас связывает. Обещаю не брать туда телефона охраны, чтобы никто не помешал нам сосредоточиться на главном. Друженька, ты же будешь меня любить, если я буду толстая? Ты слушаешь меня, Друженька? Да-да, идем, идем. Мне, пожалуйста, салат с авокадо, суп с гребешками. Один. Андрюш, ты будешь? Нет. Тогда один. Потом лосось на гриле с овощами и на десерт чизкейк. Спасибо. А вы что будете? А мне бульон с фрикадельками, пожалуйста. Это все. Хорошо. Бульон – это весь твой обед? Мариш, у меня не такая зарплата, чтобы оплачивать обеды и шести блюд в модных ресторанах. Я, конечно, тебя ни в чем не упрекаю, но… Что но? По-моему, именно это ты сейчас и делаешь. Мне аж аппетит пропал. Мариш, давай не будем ссориться. Я просто не люблю транжирить. И тебе советую привыкать жить скромнее. Я всегда считала, что у вас там неплохо зарабатывают. Но это, конечно, если подходить к работе с умом. А с умом – это как? Взятки, что ли, брать? Ну, почему ты так резко? Это называется помогать в решении вопросов. А разве помогать людям – это плохо? Да нет, нет, конечно. Но смотря как и кому. Понимаешь, Андрюшенька? Привет. Перспектива и здоровый климат в семье начинаются с экономики. А за экономику отвечает мужчина – охотник. Добытчик. Так вот, это в классическом варианте взаимоотношений. И если мы с тобой стремимся к именно такому распределению ролей в семье… Это тебя на курсах научили? Угу. Что там? Кто-то знакомый? Вроде того. Ольга Дмитриевна, устали? Ну, еле стою на ногах. Катюш придумал-то эти каблуки. Вот вам тапочки. Ноги отваливаются. Может, идите прилягте? Да. Так и сделаю. А дома кто-то есть? Ну, пока никого нет. Станислав Андреевич еще с работы не пришел. А детей тоже нет. Катюш. Убейте. Отделяю. Итоги. Убейте. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Петенька. О, у нас сегодня не пустые макароны. Молодец. Принес для мамы? Угу. Только ты с этим поосторожней. Конечно, спасибо. Здорово, Петруччо. Угу. Хочу тебя официально пригласить на нашу с Олюшкой свадьбу. Ого. Даже так? Ну что, я приду. За мной подарок. Мальчики, какая свадьба? Я еще не созрела. У меня еще много других планов на жизнь. Похоже, свадьбу откладывайте. А я здесь немножко похозяйничала. Будешь чай? Да, спасибо. Как хорошо, что ты зашла, Олечка. Ты знаешь, меня мучают какие-то странные видения. То мне кажется, что я рожаю. А то, что доктор говорит, что не рожу никогда. Когда я иду на мост и смотрю на воду, которая меня так и манит. Потом я прыгаю вниз и плыву, плыву. А еще мне все время хочется спать. Хорошо, давай. Я держу. Пойдем. Пойдем отдыхать. Вот так. У нас гости. Где моя Катюша? Ушла наверх. Слушай, ты не замечал, что с ней что-то происходит? Да, есть некие странности в ее поведении. Мне даже кажется, что в последнее время она слегка неадекватна. Она мне только что такого наговорила. Я даже испугалась. Какое-то видение, прыжки в воду. Слушай, Стас, я, конечно, не вправе советовать. Но, может быть, тебе показать ее специалисту, психиатру, например. Слушай, у меня есть один хороший знакомый. Хочешь, я с ним свяжусь? Я не знаю. Все же было так хорошо. Стас! Позвони своему знакомому. Стас! Ольга Дмитриевна. А что вы здесь делаете? Так я тебя жду, Тая. Таечка, я вижу, что мой сын действительно в тебя влюблен. Поэтому я не буду больше препятствовать этому. Наоборот, хочу предложить тебе. А давай проедемся по магазинам. Купим тебе разных брендовых шмоток. Спасибо большое, но мне ничего не нужно. Как жаль. А я хотела сделать тебе приятное. Девчонки всегда радуются новым шмоткам. Ольга Дмитриевна, откуда у вас этот кулон? Этот давно в комиссионке по случаю купила. Может, лет 10 назад, может, больше. Ольга Дмитриевна. Почему так холодно? Погода меняется. Обещаю дожди. Вот чай горяченький. А что за запах рыб? Она свеженькая. Вася наловил. Вот я думаю, к ужину. Может, кто захочет. Доброе утро. Доброе. А кофе есть? Да, только сделала. Не надо. Я сама. Спасибо. Андрюшка кашлял всю ночь. Не давал спать. Уснул только под утро. Вот беда. А давайте я его в деревню к нам заберу на все лето. У нас там воздух свежий, еда, молоко парное. Почему бы и нет? Хорошая идея. А это что у тебя? Откуда? А, и ты сегодня с утра прибиралась в комнате, в вещах Васи нашла. Правда, классная вещь. Милая безделушка, не против? Я ближе посмотрю. Слушай, а давай я у тебя ее куплю. За сто долларов. За сколько? Сто. Ну, тебе больше никто не даст. А мне колонн понравился. Я деньги сейчас принесу. Ольга Дмитриевна? Придурок. Никогда больше не смей копаться в моих вещах, ты поняла? Милая безделушка. Привет. Прости, что отвлекаю от работы. Феликс, ты еще долго? Что, соскучилась? Да. Еще мне как-то не по себе. Ты чего? Давай так, я закончу одно дело и сразу к тебе. Продержишься? Постараюсь. Хорошо, давай. Прости, отвлекся. И все-таки я не понял, почему ты не хочешь направить больше инвестиций в наш филиал? Ну, потому что на данном этапе вложения в новые клубы должны быть скромнее. Я не буду долго окупаться, а у нас сейчас и так целый ворох финансовых обязательств. Но таким образом ты не даешь мне возможности проявить себя. Пойми, на примере этого филиала я хотел показать тебе, что на самом деле могу. Я, дорогой мой, мыслью в категории не одного клуба, а всего бизнеса в целом. Поэтому нет. Точка. Ладно. Поехали домой. Тебя там, кажется, кто-то ждет. Отличное у вас обслуживание, ничего не скажешь. Я плачу деньги за индивидуальные тренировки. А мой тренер позволяет себе не являться в назначенное время. Это вообще как называется? Ну, это называется... А кто ваш тренер? Вадим. Фамилии я не знаю. Высокий вот такой, накачанный. Понятно. Мы приносим вам всяческие извинения. Пойдемте, разберемся. Дош, пожалуйста, разберитесь. Пошли. Алло. Вадим, ты сдурил? Ты где есть? У тебя вообще-то сегодня вечерние тренировки. Почему я тебе должен об этом говорить? Так это, я еду, Феликс Станиславович. А в пробке стою. Скоро буду. Да, давай. Клиенты бесятся. Черт. С тобой обо всем забыл, Кирюнь. Мне надо ехать. А теперь, Миша. Не понимаю, зачем именно это дело срочно понадобилось начальству? Вижу, вы расстроились. Не надо. Я все равно до него доберусь. И до кого ты там доберешься? Феликс, в курсе, что вы мне помогаете. Ужин на столе. Идите пока горячим. Пока не удалось раздобыть дело, но Андрей пообещал, что он разберется. Ну сколько ж можно ждать? Ведь накрыто же все. Спасибо. Идем. Ты чего? Андрюха у нас упрямый. Если что-то пообещал, то сделает. Так что раздобудет, он делает твоих родителей. Даже не сомневайся. Ты когда мне звонила, какая-то грустная была. Что-то случилось? Даже не знаю, как объяснить. День какой-то тяжелый. Просто обними меня. Не волнуйся, я рядом. Ну что, идем кушать? Если честно, совсем не хочется. Точно. Ты иди, а я немного сама побуду. Рыка, рекомендую, попробуй рыбу. Костлявая, но еще вкусная. Да. Сложно? Обидуально. А что? Тая опять плохо? Почему она не ужинает? Не хочет. Имеет право. А ты, Феликс, когда собираешься ехать в филиал? Или ты решил все проблемы на папу скинуть? Надо же как-то контролировать и стройку, и запуск. Папа все не успевает. Мы сегодня с Феликсом это обсуждали. У него все под контролем. Правда, Феликс? Да. Учитывая, что папа на правах владельца компании не хочет вкладывать деньги в филиал, и как владелец компании имеет полное право, то да, у меня все под контролем. Я ведь там никто, так? Наемный работник. Уленька, что ты на меня смотришь? Да? Это мое решение. Ну, раз пошли рабочие разговоры, пойду. Кстати, ма, видел сегодня твою машину у ресторана. Ты с кем-то обедала? Цепкий профессиональный взгляд. От тебя прям не спрячешься, сыночек. Да? С подругой. Лишь ли кофе попить? Поболтать так. Она шамаженская. Понятно. Еще раз спасибо. Я тоже пойду. Тая ждет. Подождет, Тая. Пойдем-ка, сынок, выйдем на улицу. Воздухом подышим, у меня к тебе разговор. Срочный и важный. На миллион? На сто миллионов. Пойдем. Ну, тогда я согласен. Мам, ты так и будешь загадочно молчать? Ай, интрига. Ну, ладно тебе. Давай, не томи. Сынок, я долго думал. Так. И принял решение переписать не тебя половину своей доли в прямоспорте. 25% твои. Я надеюсь, ты не против? Да ладно. Ты серьезно сейчас или это шутка такая? Ты правда думаешь, что такими вещами шутят? Я просто уверена в тебе больше, чем в ком-либо своих мальчиков. А, мать, честно говоря, в шоке и не ожидал. Я очень благодарен. Вы с отцом будете гордиться мной, не сомневайся. А я и не сомневаюсь. Но. У меня есть одно условие. Так, конечно, говори. Никакой Таи Мартыновой рядом с тобой больше быть не должно. Никогда. Ма... Ты чего? Да, и еще. Тебе необходимо возобновить отношения с Кирой. Только так. Подумай с ног. Я уверена, что твой разум возьмет верх над всеми этими сиюминутными чувствами. Которые, к слову говоря, ровным счетом ничего не стоят. И потом, знаешь, 25% это большие деньги. Плюс возможность влиять на принятие серьезных решений. Я знаю, Феликс, тебе этого очень не хватает. Я люблю тебя, сыночек. КОНЕЦ О, не спишь? Что-то случилось? Да. Мне из филиала звонили. У них там завал. Завтра мне надо быть там. И пока я буду решать свои проблемы, мы не сможем общаться. Но потом все будет хорошо. Верь мне. Я поняла. Давай. В drum легче. Давай. Запомни. КОНЕЦ КОНЕЦ А куда? В такую рань? Уезжаю домой. Не хотела никого будить. Домой? А что так внезапно? Ну, пора и честь знать. Большое вам спасибо за гостеприимство. Да не стоит благодарности. Счастливы в пути. Ольга Дмитриевна. Да. А как хорошо вы знали моего отца. Виктора Нарбута. Мне кажется, вы учились вместе в институте. Как говоришь фамилия? Нарбут. Виктор Нарбут. Может, учились. Игнипом. Счастливо. Смотрите, как я прыгаю. Дасенька, ты умница. А что такое умница? А, это значит, что ты все умеешь и все понимаешь. Я не все умею. У меня шнурки не получается завязывать. Это значит, я не умница. Все равно умница. Шнурки – это такие мелочи. Научишься. Жизнь длинная. Здравствуй. Те. Привет. Вот так встреча. Как тебя зовут, мужчина? Андрей. Сын. А это моя Тасенька. И моя жена. Лариса. Очень приятно. Идем, идем, Андрюша. Извините, нам пора. Интересная женщина. Кто она? Бывшая сокурсница. Я даже с ней когда-то встречался. Но потом наши дороги разошлись. И я очень рад, что так случилось. У нас с тобой самая лучшая мама на свете. Правда? Доброе утро. Доброе утро. Куда-то собрались, может, подвезти? Не нужно. Я уже такси вызвала. Ну, как хотите. Спасибо вам, Василий. Вы очень добрый. И жена ваша, Галина, тоже добрая. Передавайте ей благодарность за блинчики с яблоками. И вообще за все. И вам, Тая, спасибо за добрые слова. И за добрую душу. Мне пора. Всего доброго. Всего доброго. Доброе утро. Горяченькие. Кого положить? Мне. Мне. И я не откажусь. Скажи, мы сами. Таю никто не видел? Я думал, она здесь. Угу. Что? Даже с тобой не попрощалась? В смысле? Да уехала твоя Тая. Хотя, почему я удивляюсь? Откуда там взяться приличным манером? Спасибо. Как ты уехала? Ну, так. Села в такси. И уехала, я вот через окно видела. Трубку не берет. Ничего не понимаю. Странно. Действительно странно. Слушай, может, ты ее обидел? Да нет. Братишка, не расстраивайся. Найдешь себе другую. Сколько у тебя таких было? А? Вот. Смешно. Мальчики, все. Ну, перестаньте. Все, что не делается, все к лучшему. Извини, мамочка. Все разрулится. А если нет, значит, так и должно быть. И вообще, хватит. Давайте сменим тему. Садись. Что ты стоишь? Давай я поухаживаю за тобой. Спасибо за завтрак. Ты чего? Ну, хватит. Хватит хмуриться. Мое предложение остается в силе. Милый. Ну, Стас, ну что происходит? Это же твоих рук дело. Что? Не верю, чтобы Тая выехала, ничего никому не сказала. Почему никому? Она мне сказала. Она попрощалась, поблагодарила за все. Стас, я не скрою. Я не испытывала особой радости от ее присутствия в доме, но я ничего плохого не делала. Ну да, я шутила иногда. Но ты знаешь, у меня такая дурацкая манера. Ну, давай, ну давай мы будем теперь ссориться из-за какой-то там тая. Ну, Стас, ну правда. Ну, я отметила, я видел. Ну, да потом. Стас. Стас, ну перестань. Ну ничего аж не случилось. Ну, все же живы, здоровы. Ну, Стас, ну. Пётр Георгиевич, вы ли это? Станислав Андреевич. Мальден Мед. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы, получается, тут обитаете? Да, это наш дом. Удивительно. Вот это совпадение. А это теперь мой. Неожиданно приятно. Ну что, будем теперь с соседями? Дружить, так сказать, домами? С удовольствием. В таком случае я приглашаю вас в воскресенье к себе на новоселье. В воскресенье? Да, почему нет? С удовольствием. Так, ребят, это книги на второй этаж в кабинет. Ты убежишь, прощаясь, троплюсь. До встречи. Всего доброго. Ну и зачем весь этот цирк? Ты ведь знал, что я здесь живу. Зачем все это? Просто захотелось быть к себе поближе. Я надеюсь, что ты не против. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как и всем горохам. Вась, где ты делал? Скажи мне. Ты же не украл. Скажи правду. Дура. Ты еще здесь? Я думал, ты давно уехал. Считаю, уехал. Одной ногой уже там. Так, за полиграфией заскочил. Ну, расставлю промоутеров перед открытием. Ты же мне денег на радиораскрутку не даешь? Нет сейчас такой возможности, правда. Возможности самой по себе никогда нет. Это то, что надо искать. И ради нее чем-то жертвовать. Неписанный закон всемирного равновесия. Чтоб ты думал. Так, стоп. А ну-ка, присядь. Я так понимаю, ты о другой возможности говоришь? И совсем не о филиале думаешь? Хватит тут философию разводить. Ты адрес ее знаешь? Сынок. Если девушка тебе действительно нравится, за нее нужно бороться. Какие препятствия не стояли еще на пути. Даже если это препятствие мамы. Ну, а что, мам? Ну, в конце концов, не маме же с твоей тая жить. Я не понимаю, почему Оля на нее взъелась. Лично мне эта девочка симпатична. Скромная, милая, добрая. Так что, сын, я на твоей стороне. Давай, действуй. Спасибо, пап. Феликс. А? Ты ничего не забыл? Да. Привет, девчонки. Привет. Опа-ча! Мартынова! А мы раньше, чем через неделю тебя не ждали. Ты же вроде как отпуск взяла? Ждем подробного отчета. Как там твой красавчик? Замуж уже позвал? Девочки, мне надо написать заявление на увольнение. У-у-у-у, видимо, уже позвал. Поздравляю. Можно я буду подружкой невесты? Почему ты? Мы с Таей еще с училищем дружим. А когда свадьба? Козленка Ивы прошу уволить по собственному желанию. У-у-у-у! Ух ты! Это что, подарок? Подарок. Я сама открою. Я слушаю тебя только быстро. Да вот, зашел по-соседски одолжить. Спичек? А ты помнишь. А говорил, что забыл. Я тоже все помню. Как будто вчера было. Петя, ты с ума сошел? Я тебя очень прошу, не лезь в мою жизнь. У меня и без тебя проблемы. Вы же в крыше. Куда вы меня ведете? Это санаторий, Катюш. Отдохнешь, хвойным воздухом подышишь. Тебя чуть-чуть подлечить надо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, Катюша. Пойдем. Добрый день. Здравствуйте. Доктор Комарницкий. Вас уже ждут. Прошу, сюда. Пойдем, пойдем. Ну, что я вам могу сказать? Оставляйте. Будем наблюдать. Насколько оставлять? Надолго? Настолько, насколько потребуется. В психиатрии каждый случай уникальный. Так что... Петя, Петр Григорьевич, проводи, пожалуйста, пациентку в пятую палату. Екатерина Алексеевна. Что? Это вы мне? Я не хочу пожар... Я не пойду. Катюш, это врач. Он тебя только посмотрит, и все. Он не сделает тебе ничего плохого. Не бойся, милая. Все будет хорошо. Пойдемте. Не волнуйтесь, у нас отличная клиника. Мы проведем все необходимые исследования и сделаем все от нас зависящее, чтобы вашей супруге здесь было максимально комфортно. Петр Григорьевич наш, новый доктор, очень способный и внимательный. Будет ее лечащим врачом. А зачем на ключ? Петр Григорьевич, здесь так принято. Детенька, я тебе так благодарна. Олечка, о чем речь? Я для тебя готов сделать все. И даже больше. Детенька, о чем речь? Детенька, о чем речь? Петр Григорьевич, такой страстный мужчина, я даже не ожидала. Детенька, схватил меня, к столу припечатал, ну и сами понимаете, у нас все было. Люда, чего ты врешь? Кто врет? Такой офигенный мужик и зря пропадает. Вот увидите, буду я комарницкой. Здравствуйте. Люда, зайдите ко мне. Значит так, медсестры с больной фантазией мне в клинике не нужны. Петр Григорьевич, извините, этого больше не повторите. Я неясно выразился. С понедельника вы здесь больше не работаете. Расчет получите в бухгалтерии. Петр Григорьевич, извините, ну пожалуйста. Я все сказал. Вообще-то у меня есть законные две недели. Хотите, чтобы я уволил вас за несоответствие? Я вас больше не задерживаю. Здравствуйте. Здравствуйте. А не подскажете, Тая Мартынова в какой квартире живет? А вам это зачем? Из какой-то радости я должна вам номер квартиры называть. Я просто сюрприз хочу сделать. А, ну если сюрприз. А вы кто? Благодарный пациент. Она мне руку лечила. А, ну если так. 31-я Таечка живет. Только нет ее сейчас. Уехала. Уехала и не возвращалась? Нет, молодой человек. Вернулась, потом снова уехала. Я сама в окно видела, она с чемоданом выходила. А, куда уехала, не знаете. Ладно. Тогда это вам. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Вот этот микрорайон в центральной части планируется под снос. Там обветшал и жилой фонд. Ноги дома в аварийном состоянии. Планируем отселение. Разрешите доложить? У меня есть обращение от отдельных граждан с просьбой выделить эту площадку под озеленение. Под городской парк культуры и отдыха. Ну, это так. К сведению. У меня тоже есть кое-какие обращения. Саянка, знаете, да? Собственник супермаркетов Европы. Готовь взять эту землю долгосрочную аренду. Вот еще один запрос от сети спортклубов «Примаспорт». Что думаете, коллеги? Есть резон городским властям заботиться о здоровье своих граждан? А? Ну, добро. Ну, подождем. Еще есть время до конца подачи заявок. «Примаспорт» Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня помните? Я к вам недавно заходила. Да помню, конечно. Заходи. Спасибо. Я хотела у вас узнать. Не сдадите мне одну комнату? Комнату? Сдам. А чего не сдать-то? Я же в одной живу, а коммуналку плачу за все четыре. Дом вот под снос поставили. Ну, в таком случае пока не снесли. Можно я пожелу в своей прежней комнате? А сколько вы за аренду возьмете? Да немного, милая. Это же твой родной дом. А мне веселее будет. Спасибо вам большое, Раиса. Матвеевна. Матвеевна. Давай, заходи. Заходи. Заходи, располагайся. Благодарю. А я тебе говорю, это не пожар. Это поджог. Никакая это не проводка. Пусть дураков с нас не делают. Дождемся экспертизы. Вкусные пирожки. Мама пекла. Все боится, что я похудею. Ты бери, бери, не стесняйся. Спасибо. Да-да. Здравствуйте. Мне нужен следователь Гордеев. Я вас слушаю. Моя фамилия Саенко. Пойду узнаю, готов ли акт экспертизы. Давай. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Вы, очевидно, догадались, по какому поводу я решил вас побеспокоить? Нет. Я мысли читать не умею. Мой сын Олег попал, скажем так, в не очень хорошую ситуацию. По пьяни в лес неприятности. По бою и нанесение телесных средней тяжести. Вы это называете неприятностью? Это несущественно. Я пришел с вами договориться. О чем именно? Давайте не будем ломать парню жизнь. Решим все миром. Здесь хорошая сумма. Хватит не только на пирожки. Не кажется ли вам, господин Саенко, что если человек совершил преступление, то должен за него ответить? Поэтому я передаю дело в суд. И суд определит меру наказания. А вы заберите деньги. Олег, я в прокуратуре. Только что вышел от следователя. И как? Я могу спать спокойно? Не можешь. Непробиваемый попался. Так что подними свою задницу с дивана, найди эту девку и попробуй на нее мягко надавить. Пусть заберет заявление. Ну пап, ты же обещал, что все решишь. Сколько тебе лет? Напомни. Ладно. Салют. Пусти. Вообще-то это невежливо. Могла бы хоть поздороваться. Это, кстати, тебе. Я тебя видеть не хочу. Воспитанные люди... Тихо, тихо. Так. Обычно за цветы говорят спасибо. За что тебе еще спасибо сказать? За то, что ты со мной сделал? Да перестань ломаться. До свадьбы заживет. Да какой к черту свадьба, придурок? Ты еще не понял? Будущего у нас нету. Это я придурок. Я тебя замуж не звал. Но ты не переживай. Дураков на свете много. Кто-нибудь дай позовет. Отвали. В суде поговорим. Окей, детка, как хочешь. Сильно уговаривать не стану. Никакого ведь суда все равно не будет. Я же хотел по-хорошему. Очень рада за тебя. Все сказал? Нет. Или ты забираешь заявление, или специально обученные люди тебя так отделают, что вторую заяву писать будет нечем. Пальчиков не останется. Усекла. Чао, красотка. Да, и будь осторожна, когда ходишь по темным улицам. Всегда можно случайно упасть и сильно удариться. Я знаю, что я перед тобой очень виновата, но... У меня-то такое случилось, Артем... Мне угрожают. Мне больше не к кому обратиться. Пожалуйста, приезжай. Мне очень страшно. Доброе утро. Доброе утро. Давай покормлю тебя. Ты, наверное, голодная? Угу. Спасибо большое. Я вам столько хлопот доставила. Да какие хлопоты? Мне же в радость. Сыреньки будешь? Да. Спасибо. А ты к нам все-таки как? Работать? Да, работать. Я же медучилище закончила. Вот пойду в поликлинику устраиваться. Надеюсь, возьму. Ну, хотя бы на полставки. Все-таки младший медработник всегда нужен. Да. Хорошая профессия. Нужная. Погоди. Я кое-что вспомнила. Ну-ка, сиди здесь я мигом. Я тут недавно одного знакомого встретила. Он главврач в клинике. В частной. Ну, правда, в психиатрической. Ты как? Психов не боишься? Нет. Вот и правильно. И зарплата там, наверное, поприличнее, чем в поликлинике. Давай позвоню ему. Узнаю, может, для тебя какая работа найдется. Буду вам очень благодарна. Звоню тогда. Спасибо. Здравствуйте. Феликс? Абонент не доступен. Понятно, как у меня. Ладно, спасибо. Прикинь, Мартынова пропала. Ну что же, Мартынова Таисия Викторовна. Считайте, что вам повезло. Ну вот вчера появилась вакансия. И если вас не пугает работа с пациентами, страдающими психическими расстройствами различной степени тяжести, то я готов вас взять на испытательный срок. Я согласна. А пациенты всегда пациенты, неважно, чем они больны. Я имела в виду, что обо всех нужно заботиться. Верно? Так, ваши палаты находятся в левом крыле. Четные. Остальные заходить строго запрещено. График работы плавающий сутки через сутки. Обычно, но могут быть варианты. Угу. Назначение будете получать каждое утро. Строго исследовать лишних вопросов. Не задавать, не опаздывать. Будь предельно ответственным. Понятно, да? Понятно. Петр Григорьевич, у Лавренко 37,4. Я сейчас к нему зайду. Так, Юль, познакомьтесь. Это Тая, наша новая медсестра. Вместо Люды? Угадай. Очень приятно. Взаимно. Ну и в принципе, в понедельник вы можете начинать, если вас все устраивает. Да, спасибо большое. А вы даже не поинтересовались финансовыми условиями. Они вас вообще не волнуют. Вы, может быть, тайная миллионерша. А что, похоже? Как знать, как знать. Ну, пойдемте, я вам покажу хозблог. Там у сестры-хозяйки получите форму. Андрей Станиславович, подождите. Вот. Вы же интересовались телефоном следователя Лучникова, который когда-то ввел дело Нарбутов. Я его достала. Да ты что? Спасибо, Машунь. Ты мне очень помогла. А само дело в архив тебе не вернули? Понятно. Ну, хорошо. Спасибо. До завтра. Андрей Станиславович, А это правда, что вы скоро женитесь? А что, уже в новостях сообщили? Извините. Модельная внешность. Кулинарные способности. IQ 180. Что убережет вашу жизнь от измен и расставаний? Тема нашей сегодняшней лекции. От каких женщин не уходят? Кстати, Мариночка, по-моему, вас интересовала эта проблематика. Поэтому мне интересна ваша версия. Скажите, от каких, как вы думаете? От образованных, с которыми есть о чем поговорить. Да, конечно. Не уходят от тех, у кого всегда наготовлено. Желудком мужчины любят. А я думаю, от красивых. От тех, которые следят за собой, а не ходят дома в засаленных халатах. У кого еще какие версии? От послушных. Тех, которые мужику в рот смотрят. Вот видите, девочки, сколько версий. И самое интересное, что все резонно. Ведь если взять все три миллиарда мужчин, живущих на этой земле, то справедливо было бы предположить, что есть три миллиарда ценных качеств, потому что у каждого мужчины свои предпочтения. Давайте я скажу проще. Мужчина никогда не уйдет от той женщины, с которой ему лучше, чем без нее. С которой ему гармонично и спокойно. Которая может ему подарить ощущение, что он нужен и любим. Если вы сможете дать мужчине это, поверьте, он будет ценить вас. И никуда, никуда не уйдет и не посмотрит налево. Раиса Матвеевна! Раиса Матвеевна, представляете, меня взяли. Там такая клиника, чистота, порядок. И главврач Петр Григорьевич такой вежливый, внимательный. Он мне очень понравился. А еще мне такую зарплату назначили. Я даже не ожидала. Ой, я так рада за тебя. Спасибо вам большое. А давай мы это дело отметим. У меня в карточке ликер есть? Ой. Я открою. Кто это там? Здравствуйте. Здрасте. А вы кто? Тая. Темка! Ты! А что ж не позвонила? Не предупредила? Я бы торт твой испекла, любимый, с орехами. Это... Это мой сын Артел. Ну, проходи. Проходи. Майя вернулся. А ты чего такая? Плохо себя чувствуешь? Голова раскалывается. Угу. Это что-то быстро. Как дела в филиале? В филиале все нормально. Я по другому вопросу. Когда к нотариусу идем? Свою часть договора я выполнил. Не знаю, с твоей помощью или без, но та исчезла из моей жизни. Боюсь, что навсегда. Спасибо, сынок. Наконец-то первая хорошая новость за последние дни. А Кира? С Кирой я помирюсь, если тебе это так надо. Да, надо. Надо не только мне, но и прямый спорт. Хотя бы для того, чтобы получить землю под новый клуб на льготных условиях. Феликс, я уж молчу про то, что это превосходная партия лично для тебя. Так что давай так, сынок. Сначала свадьба с Кирой, а потом уже нотариус. Утром деньги, вечером стули. Деловой разговор. Хорошо, я тебя понял. Умеру ее завтра. Ну, зачем же завтра? Звони сейчас при мне. Давай. Для тебя. Спасибо. Да, ответь уже. Привет, Феликс. Давно не слышались. Привет. Давай встретимся? Ну, можем, конечно. А ты будешь со своей этой подружкой, как там она? Ну, та, которая в стремном прикиде. Нет, с нее у меня уже все. Что, поужинаем завтра вечером? Я на диете. И вообще, завтра и послезавтра я занята. Жаль. Может, все-таки найдешь для меня окошко в своем плотном графике? Я подумаю. Когда-нибудь. Может быть. Пока. Ну вот, ты все слышала. Слышала? И что? Значит, надо постараться, сынок. А кто говорил, что будет легко? Ладно. Я тебя понял, мам. Поправляйся. О, я к тебе. Слушай, Фелик, дай, пожалуйста, телефон Тая. Зачем это? Ну, нужно ей кое-что передать. Андрюха, забудь о ней, как я пытаюсь забыть. Потому что абонент недоступен. Ни для кого недоступен. Она сама так решила. Еще котлетку, Темочка. Не, мамуль, я уже не могу. Вы там у себя на метеостанции, наверное, одними консервами питаетесь. Почему? Я за последние полгода неплохим кулинаром стал. Смотри. Яичница с луком. Омлет с луком. Картошка жареная. Картошка вареная. И коронка от меня, это яичница без лука и омлет без лука. Ты хоть надолго, сыночка. Ну, две недели точно пробуду. Я отпуск за свой счет взял. Надо одному человеку помочь. Какому человеку? Даши. У нее проблемы? Опять Даша. Вы же вроде с ней расстались. Сынок, ты забыл, как тебе больно было. Ну, зачем опять? Маня, начинай. Я пойду. Спасибо, все было очень вкусно. Спокойной ночи, не буду мешать. Это кто такая? Тая. Очень хорошая девочка. Она раньше здесь жила, а потом переехала, а теперь вот, вернулась. Она медсестра, давление мне меряет. И за жилье платить будет тоже не лишний. Мам, ты серьезно сейчас? Ты документы проверяла? Если это аферист какая-нибудь, давление намеряет. Ну, зачем ты так, сынок? Что я, по-твоему, в людях не разбираюсь? Таечка сирота. Конечно, сирота. Они все сироты. Вот узнаешь ее получше, сам поймешь, какая она хорошая. Ладно, мой. Спасибо, было все очень вкусно. Уже поздно. Ты иди ложись, я все уберу. Спокойной ночи, сынок. Спокойной ночи, мамой. Даша, привет. Не разбудил? Я приехал. Можем завтра увидеться. Еще говорят, врачи у нас мало зарабатывают. Ты о чем? Да ни о чем, а о ком. О Комарницком. Так вот, я мину прикупил. Не на одну же зарплату. Правда? С каких это пор, милый, ты считаешь чужие деньги? Просто интересно. Слушаю. Олечка Дмитриевна, я не очень поздно. Просто хотел напомнить об охоте, чтобы вы на уеке ничего себе не планировали. Да, конечно, я с радостью вырвусь из города. До встречи. Так, куда это ты от меня собираешься вырваться? Я совсем забыла тебе сказать. Мы с девчонками решили устроить девичник на природе. Так. Ну, хоть немножко отдохнуть от всей этой городской суеты. Ты же меня отпустишь, правда? Конечно, милая. Отдыхай. Ты заслужива. Ну, что? Срок еще маленький. Где-то четыре недели. Ясно. Замужем? Нет. Но вы ребенка оставите, или? Не знаю. Время еще есть. Я подумаю, доктор. Спасибо. Я каждый месяц тебе буду платить, а ты должен держать ее в таком состоянии как можно дольше. Это не просто, Оля. Я думал месяц, максимум два, а не больше. Надо больше. Не знаю, сколько, но больше. Петь, ты только подумай. Ты с такими деньгами многое себе сможешь позволить. Деньги – это хорошо. Деньги правят миром. Молодой человек, еще коктейль. А тебе это зачем? Я просто хочу быть счастливой. Очень хочу. Не буду. Так. И что ты на меня так смотришь? Мне нужно тебе кое-что сказать. Говори. Только это секрет. Обещай, никому не скажу. Я очень... Очень счастлива. В таком случае у меня тоже есть секрет. Я тоже очень-очень. Очень-очень. Я тоже не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Только теперь это художественная академия. «Вот takes care», У меня же никого нет, кто мог бы меня защитить от этого придурка. Он уже придурком стал. Раньше я у него только лесного отзыва слышал. Ну кто ж знал? Даш, ты у меня так ошибалась. Не, Даш. Ошибалась – это не то слово. Правильное слово прочиталось. Только не надо мне сейчас сказки рассказывать про бешеную любовь. Это я тогда поверил, идиот. Дашенька влюбилась, сердцу не прикажешь – будь счастлива. Зачем ты так? За тем, что я все тот же идиот. Раз приехал тебя защищать. Ты мой рыцарь. Перестань. Еще пару слов в таком духе, и я уеду назад. Чем помочь? Честно говоря, я с Витей Нарбутом не то чтобы дружил, так, приятельствовал. Он в основном водил компанию с двумя барышнями. Как же их? А, Оля Сорокина и Катя Любченко. Они учились на искусствоведов. Скажите, а эти девушки? Они. Это Оля, а это Катя. Витя за Ольгой ухаживал. Они даже свадьбу планировали, насколько я помню. Что там у них произошло, не знаю, но они расстались. Помню, потом Витя крепко запил, сильно переживал. Я его как-то в пивной встретил, поговорили, но вам это все, наверное, неприятно слушать. Ничего, вы продолжайте. Хорошо. Еще говорили, уж не помню точно кто, что Витьку из депрессии вытянула какая-то врач. И он на ней потом женился. Но я ее никогда не видел. Это моя мама. Понятно. Что еще вам рассказать, даже не знаю. Михаил Александрович, скажите, а у вас, случайно, не сохранился номер телефона этой Кати Любченко? Нет, у меня даже никогда его не было. Знаю, что она с последнего курса ушла в академку, замуж вышла. А где она сейчас? Понятия не имею. На искусствоведческом учились в основном девушки. Так они все замуж повыскакивали, фамилии сменили и следы этих юных дев затерялись. А вторая девушка Ольга Сорокина? Олю недавно встречал на открытии выставки. Даже сразу не узнал. Такая стала солидная дама. У нее бизнес какой-то свой. Я вам хоть чем-то помог? Ну, конечно. Спасибо большое. Еще одна. А вы не помните, за кого вышла замуж Катя Любченко? Ну, вдруг. Я попробую ее по новой фамилии найти. Не помню. Нет, постойте, за кого-то известного. Да-да-да, говорили, что он какой-то спортсмен-автогонщик. Кажется, Гордеев. А вы что-то путаете? Жену Гордеева зовут Ольга. Может, и путаю. А вы ее что, знаете? Немного. Спасибо вам большое. Я пойду. Всего доброго. А что вы здесь стоите? Ждете кого-то? Что? Почему не поднимаетесь? Не знаю, задумалась. О чем? Это не ваше дело. Понятно. Тая, скажите честно. Что вам надо от моей мамы? Ничего. Она мне просто комнату сдает. И все. А вы что подумали? Странная вы какая-то. Но знаете, что я за вами наблюдаю. И маму обиду не дам. Это понятно? Да, пожалуйста. Только, насколько я поняла вы, что они за мной наблюдают, приехали. А одному человеку помочь. А это уже не ваше дело. Добрый вечер, Екатерина Алексеевна. Добрый вечер. Ну что, у Кольчика? Нет, не надо. Ну как это не надо? Надо, надо. Это же лечение. Нет, не трогайте меня. Уходите, пожалуйста. Так, мне кого-то позвать? Позовите Ольгу. Ольгу? А кто это Ольга? Подруга моя лучшая. Она мне всегда помогает. Позовите ее. Слышите? Екатерина Алексеевна, у вас никогда не было никакой подруги Ольги. Как это не было? Как это не было? Не было и нет. Как это не было? Нет. Что случилось? Вот так. Теперь спать. Здравствуйте. А можно Битюкова Максима? Нельзя и не звони сюда больше. У тебя ничего не получится, стерва. Вы меня с кем-то путаете. Пошла вон, сказала. Данный номер не обслуговуется. Алло. Здравствуйте. А можно Наталью Сергеевну? Здравствуйте. А ее нет дома. С утра она на дачу уехала. А когда она вернется? Это Таисия, дочка Виктора и Ларисы Нарбут. Может быть, помните таких? Ларису Нарбут я помню. Она с Наташей в больнице работала. Они даже дружили. Я бы хотела с ней встретиться. Можете дать ее мобильный номер? Вы туда вряд ли дозвонитесь. Там связь очень плохая. Лучше сюда же на недельки перезвоните. Я поняла. Так и сделаю. Спасибо. Пожалуйста. Так. Поверьте, зрелость меня больше привлекает, чем молоденькие дурочки. Степа, ты настоящая женщина. Я вас не ошибся. Надеюсь, я вас тоже. Ну что? Поговорим о делах? Фух. Сразу быка за рога. Ну и хватка у вас. Дойдет дышаться. Ну и все же. Что насчет земли? Под Према Спорт. Будет вам земля. А инвестиции в вашу предвыборную компанию? Что с ними? Порешаем. Я помню вашу просьбу сделать их мягче. Сделаю. Но совсем без них. Поверьте, никак. Я понимаю, Аркадий Петрович. Я понимаю. Олечка. Средоточи всех качеств, которые сводят с ума любого мужчину. Красота, ум, преданность. Думаете, я не понимаю, что вы здесь со мной ради вашего мужа? Да. Вы все правильно понимаете. Это я тоже вас ценю. Я этим нагло пользуюсь. Раиса Матвеевна. Что, детка? Я пойду пройдусь. Что-то голова болит. Ну, пройдись, конечно. Но мы ждем тебя к ужину. Хорошо, спасибо. Поехали. Поехали. Поехали завтра. В полном составе. Непременно. С соседями нужно дружить. До завтра. Да. Как это вы сегодня один? Да вот как-то так. Оля поехала за город с подругами. Фелик у себя, говорит, аппетита нет. Андрюша и Дэн по каким-то своим делам. Слушай, может, хоть ты со мной поужинаешь? Не люблю есть один. Нет, нет, спасибо. У меня там еще жаркое. Приятного аппетита. Спасибо. Ммм, Оленька. А я думал, ты только завтра приедешь. Я тоже так думала. Но мы с девочками все, что хотели, успели. Угу. Я подумала, почему бы мне не вернуться пораньше к своему любимому мужу? Я соскучилась. Я тоже. Поужинаешь там? Конечно. Усачев. Да, Аркадий Петрович, слушаю. Нет, нет, не отвлекайте. Что? Конечно. А скажите, а почему... А, понял. Не по телефону. Да-да, я заеду на следующую неделю. И вам хорошего вечера. Ты представляешь? Усачев снизил сумму нашего благотворительного взноса вдвое. Угу. Ты с ним успел поговорить? Я не успела. Я только собиралась. Не знаю, может, у него... Может, его совесть заела. Кого? Усачева. Она у него есть. Он снизил и снизил. В конце концов, какая разница, какого перепугу. Главное, что он это сделал. Правда? Может быть, я ведьма? Может быть, я мысли людям на расстоянии передаю? Угу. Нет. Ну, что ты меня так смотришь? Потому что ты не ведьма. Ты... А я фея. Кстати, ты помнишь, что мы завтра приглашены на новоселье? Нет, пожалуйста. Только нет. Я прошу тебя. Нет. Я устала от людей. Мне нужен перерыв. Пожалуйста. Могу я хотя бы один выходной провести только с тобой? Могу? Можешь. Оленька, ну, неудобно. Ну, я уж пообещал. Потом доктор для нас так много всего делает. Я понимаю, что вам это как снег на голову. Но мы провели ряд обследований и вынуждены констатировать, что Екатерина Алексеевна начальная стадия шизофрении. Комплекс расстройств личности психотического типа, в ходе которого происходит распад эмоциональных реакций и мыслительных процессов. Я не хочу вас нагружать медицинской терминологией. Вы все равно ничего не поймете. Ее нужно изолировать. Так как она может представлять реальную опасность как для себя, так и для окружающих. Катюша, конечно, так. К сожалению, мы уже начали курс лечения. Но мы не можем гарантировать быстрый результат. Более того, его вообще может не быть. Некоторые пациенты так и остаются на всю жизнь недееспособными. Я и не предполагал, что все настолько серьезно. Может, стоит показать Катю другим специалистам в другой клинике, чтобы подтвердить диагноз, либо же наоборот опровергнуть. Станислав Андреевич, вчера был консилиум, и все специалисты сошлись в одном мнении. Я подготовлю всю документацию, если вы настаиваете. У нас серьезная клиника. Стас! Стас, подожди! На, выпей. Так, поняла. Нужно что-то покрепче. На, пей. Пей прямо при мне. Считай, что лекарство станет легче. Слушай, Стас, мне так жаль Катю и тебя. Ты такого не заслуживаешь. Ты такой щедрый. Ты такой сильный. За что судьба тебя так наказывает? Но кое-что можно изменить. Я могу дать тебе то, чего Катя не смогла. Слушай, Гордеев, ты давно мне нравишься. Я рожу тебе сыновей, которым ты будешь гордиться, но ты об этом не пожалеешь. А где дети? Феликс у себя. Дэн, понятия не имею. Андрей, наверное, с Мариной. Наши дети выросли. Ты все-таки подумай о подарке. Неудобно как-то на новоселье с пустыми руками. Привет, родственники. У кого новоселье? Новый сосед, дом напротив. Жирный участок. Значит, упакованный. Нужно будет предложить ему свои услуги. Какие услуги? Мамочка, какие? Музыкальные. Музыкальное сопровождение вечера. Группа плюс Лера. Опять Лера. Опять Лера. Да что ж такое-то, а? Я запрещаю тебе, слышишь? Я тебя запрещаю. Я надеялась, что ты закончил с этой своей, прости господи, певицей. Оленька, ну зачем нервничать по пустякам? Это не пустяки. Это не пустяки. Привет. Добрый вечер, сынок. Что ты, нашел Тавин? Нет. Как-то странно ты, Темочка, свой отпуск проводишь. Нормально провожу. С Дашей встречался? Угу. И что? Опять помирился с ней? Мам, я с ней не ссорился. Мы расстались и все. Когда это было? Расстались. Если хочешь знать мое мнение, мне это Даша никогда не нравилось. Уж прости за откровенность. Я знаю. Угу. И вот что у нее случилось, сразу примчался, как собачонка. Вот что на этот раз? Новая любовь не сложилась? Майя, я тебя очень прошу, не начинай. Пожалуйста. У нее действительно большие проблемы. Ей угрожают серьезные люди. Так это дело полицейских. Пусть к ним и обращается. Уже обратилась, только хуже стало. Я со всем разберусь. Ты только не волнуйся, тебе это вредно. Давай лучше чай пить. Отличная идея. Сейчас Таечка вернется. Я дома. Легко на помине. Присаживайся, чай будем пить. Извините, без меня. Да, что случилось? Темочка, мне страшно. Со мной кто-то шел до самого подъезда. Потом вышел сосед и я сбежала. Приезжай, пожалуйста. Хорошо, скоро буду. Ма, мне надо срочно ехать. Чем обязан? Здравствуйте. Простите, что так поздно. Увидел, что вы не спите, свет горел. Очень наблюдательный молодой человек. Не представился. Дэн. Дэн Гордеев из дома напротив. Очень приятно. Взаимно. Чего я пришел. Папа сказал, что завтра у вас намечается новоселье. Вы с музыкой определились? В каком смысле? Ну, в смысле, группу заказали. Если что, я могу предложить свою. Играем авторский репертуар. Очень интересное предложение. Именно. Звук бомба. Певица, что надо. Не пожалейте. Если вопрос в деньгах, могу сделать скидку. А, ну если скидку, то тогда другое дело. Так что договорились. Слушай, а мать-то знает? Мать. При чем здесь мать? Я не маленький ребенок, чтобы у нее разрешение спрашивать. Окей, рука. Не пожалейте. Доброй ночи. До завтра. Понимаю тебя, Оля. Почему нам нужно расстаться? Ну почему? Витя, ты хаван. Ну ты не тот человек, который сделает меня счастливой. Я тебя люблю, и ты это знаешь. Я буду работать. Много работать. Я заработаю, если дело в деньгах. Ты не будешь ни в чем нуждаться, обещай. Витя, я все решила. Не провожай. Саша! Ты что, с Витяем послылась? У вас с ним все? Все, отпусти. Оля, я могу сделать тебя счастливой. Ты всегда мне нравилась. Я ничего подобного себе не позволял. Но теперь... Разве ты свободна? Петь, у нас с тобой чисто деловые отношения. Найди себе милую, красивую девушку. Таких сотни. Таких, как ты, больше нет. Хорошо. Я буду ждать и надеяться столько, сколько нужно. Бесполезно, Петь. Скоро я выйду замуж за человека, который стал смыслом моей жизни. Все. ПЕСНЯ О, спасибо. ПЕСНЯ Алло? Алло, это Валерия Лисицына. Вас беспокоит Амикин. МТВ-мьюзика. Так, не поясничай. Ну, я серьезно, почти. Короче, Лерка, слушай, я тут намутил нам на завтра работку за деньги. Какая работа? Ну, какая-какая. По специальности, конечно же. Будем выступать на светской вечеринке. В общем, я все порешал, продал нас задорого. Вот. Так что отпрашивайся со своей кафешки и готовься. Пока. До завтра. Окей, пока. Кто-то тебе названивает среди ночи. Мам, ну, какой среди ночи? Десять часов только. Я и говорю, среди ночи. Это Дэн. Предупредил, что завтра выступаем. Только и всего. Ой, не нравится мне все это. Опять? Ну, что это? Концерты эти, выступления. Вы музыку играете, а публики по барабану. Пьет и жрет. Ну, публика разная бывает. Мамуль, ты чего? Ну, это же за деньги. Разве нам лишние помешают? Лерочка, я ведь о тебе волнуюсь. Не волнуйся, мамуль. Все будет хорошо. Хорошо, слышишь? Пей чай. Ой, спасибо. Спасибо. Сынок. Представляешь, дом напротив, который сто лет был на продажу выставлен. Купили, наконец. Новый сосед приглашает на новоселье. Понимаешь, к чему я клоню? Мне кажется, это прекрасный повод помириться с Кирой. Мам, ты же сама слышала, как она в прошлый раз по телефону меня отшила. Ну, что подумаешь? Мужчина должен быть настойчив. Позвони ей еще раз. А лучше заедь. Корона с головы не упадет. А новоселье завтра. Таш, пойми, я не охранник. Я не могу все время сидеть здесь с тобой. Зачем ты тогда приехал? Сам себя спрашиваю. Но не может уже меня им убить. Уж его это заявление точно в стол не положит. А мне в тюрьму как-то не хочется. И что, ты вообще ничего делать не будешь? Завтра схожу к твоему следаку, узнаю, что к чему. Потом решим. А сейчас запирайся на все замки и ложись спать. Если что-то случится, звони мне либо 112. Темочка, ты не останешься? Не даже. я не останусь. Спокойной ночи. Феликс. Да? Я рада, я очень рада. Кирочка! Здравствуйте. Посмотри, кто к нам пришел. Не помешал? Ну что ты, что ты. Как дела? Нормально. Это замечательно. Кира, ты заставляешься ждать. Что опять? К тебе гости. Спускайся к нам. Проходи, присаживайся. Нет, спасибо, я ненадолго. Привет. Привет. Хотел бы пригласить тебя на один светский раут сегодня в шесть. Должно быть весело. Не знаю, мне другие планы. Раньше предупредить нельзя было? Планы всегда можно скорректировать. Кира пойдет. Я бы пошла с таким кавалером. Где мои семнадцать лет? Уплыли, как в море кораблей. Феликс, заезжай за Кирой. Я прослежу, чтобы она к шести была готова. Только недолго, потому что я уже договорилась идти в клуб с девочками. Тогда до вечера. Спасибо. Был рад вас видеть. Удивительно, как он похож на мать. Ну, наконец-то. Петр Григорьевич с новосельем. Спасибо. Ой, ты. Какая тяжелая. Что там? Это Олин Креатив. Не волнуйтесь, не бомба. А что, другие гостей не будет? А кто нам еще нужен? Я больше никого не звал. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы не опоздали. А это наш старший, Андрей. А это его невеста, Марина. Очень приятно. Петр Григорьевич. Приятно. Это вам. Ага. Спасибо. Проходите. Так, а это средний и тоже с невестой. Здравствуйте. 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 Почти. Это Феликс. А это прекрасная Кира. Очень приятно. Простите, мы без подарка. Впрочем, как всегда. О, младшенький. Он же здесь. Очень. Очень. Очень предприимчивый и талантливый молодой человек. Весь в мать. Ну. Ну, все. Ну, и где вечная тусовка? Или светский раут пройдет в форме ты да я дома с тобой? Слушай, извини. Я тоже думал, что народу будет побольше. Да. Чувство веселья намечается измотное. Ну, я не знаю. Хочешь, пойди покатайся на качелях. Привел таки. Это ты о ком? Да вот. Певица. Да так, заслуживает внимания. С таким волосом только души петь. Смотри, это я в каждом встречном услышь среди всех голосов позови даже если сказать тебе нечего кроме разве что слов любви. Слушай, мне нравится. Голос по-моему отличный. Не знала, что у тебя дурный вкус. Смотри, смотри, смотри. Я не признаюсь тебе что знаю о чем ты молчишь. Ну, кто-нибудь меня уже нальет. Да не кто-нибудь, а я. Лично. Давайте выпьем за хозяина дома. Петр Григорьевич, ну вы уже как-то отвлекитесь, отвлекитесь. я прошу прощения, заслушался. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы пришли. Я хотел бы поднять бокал за большое и дружное семейство Гордеевых. Вы знаете, Станислав Андреевич, я вам завидую. всю жизнь мечтал о большой и дружной семье, но как-то пока не сложилось. Почему не сложилось, если не секрет? Да просто женщина, которую я любил, и люблю до сих пор, не свободна, но я жду. в таком случае желаю вам дождаться. Это Алла Верды. Еще дуешься? Ну, прости, что руку на тебя поднял. Как? Прости. Я вот тут тебе подарок купил. Примерь. вроде твой размер. Куда я его носить буду? Да куда хочешь, мало ли. Нравится? Простишь? Если скажешь, откуда деньги. Если ты украл у кого, надо вернуть. Да не крал я, не крал. Выполнил одну услугу для хозяйки. Она отблагодарила. Какую услугу? Не важно. Тебе это знать не надо. Главное, что будет нам на черный день. На пенсии сейчас не проживешь. Мне ничего не нужно, Васенька. Если бы у нас были дети, тогда да. Помочь, люди вывезти. А так? Девушка, ну, ну, смотреть нужно, куда вы идете. Боже мой, простите меня, пожалуйста, извините, я, я, я просто сама не местная, я из деревни приехала и работу здесь ищу. А вы сейчас мне подскажете, где-то, может, можно здесь подработать? У меня мать в деревне болеет. Я, я ей с детьми могу помочь и по хозяйству могу помочь. Не знаю, девушка, Стас, пойдем. Погоди, Оля, может, к нам пойдете? Моя женя сейчас помощь не помешает. Я, конечно, пойду. Я, я с радостью, я все буду делать. Я буду помогать. Меня Галиной звать. А вот мой паспорт. Ты чего? Зачем нам это деревенское? Послушай, я сам деревенский и привык пахать с детства. Давайте ваши сумки помогу. Галина, давайте, давайте. Не нужно, я сам, вы скажите, идти. Пойдемте туда. Здравствуй, Василий. Здравствуйте. Ого, у вас хоромы. Обыкновенный дом. Принимаю, Вась, пополнение. Это Галина будет помогать нам по хозяйству. Здрасте. Смотри, не обижай ее. Веди девушку в курс дела и пусть осваивается. Хорошо. Надеюсь, у нас с нами надолго. Я Василий. Галина. Пойдемте? Да. Я вам все покажу. Угу. Примеришь? Примеришь? Красиво. Пойдем на Дену. А ты обратил внимание, как Комарницкий смотрел на Леру? Прямо поедал глазами. А еще говорил, что влюблен в какую-то замужнюю женщину. Да, наверное, как думаешь? Стасик, меня не интересует ни Комарницкий, ни эта Лера. Я вообще не понимаю, что Дэн в ней нашел. Тебе прям не угодишь. Лера не такая, Тая не такая. И что с тобой? Добрый вечер. Ох, как ты выгляделась. Вася подарил. Вы будете ужинать? Да поели уже. Я считаю, это успех десять листов за один вечер. Мы точно снимем крутой клип и зальем его на ютубчик. Здорово. Слушай, это что у нас на улице будет узнавать? Ты спрашиваешь, естественно. И автографы брать? У тебя ручка есть? Свет не горит. Мама, наверное, уже спит. Спасибо тебе за день. Тебе спасибо. Пока. Пока. А, Лер, ты сегодня офигенно пила. Жалко, что были только свои и сосед. Пока. Лерочка, детка, твою маму час назад скорая забрала. Как скорая? Что случилось в сердце? Сказали, возможно, инфаркт. Она кошелек в супермаркете потеряла. А там вся ее зарплата была. Вот она и распереживалась. Куда забрали тетя Дин, знаете? Так в нашу повезли. Спасибо. Я с тобой. Состояние тяжелое. Больная находится под воздействием лекарств и ей нужен покой. Не стоит ее тревожить. Мама не умрет? Ну, делаем все, что в наших силах. Но у нас, к сожалению, не хватает необходимых препаратов. Я все куплю, деньги достану, вы только напишите все, что нужно. Хорошо, пройдемте. в реанимации нужны деньги много. держи. Бери, бери. Спасибо, я все верну. чтобы... Лера, ты прикалываешься? Не надо мне возвращать ничего. Это мама. Ее здоровье, а клип он подождет и успеем еще. Заработаем. Лера. Лера. Не плачь. Знаю, я рядом. Все будет хорошо. Спасибо, Лера. А я спрашиваю у Керы. Ты че ты крабука? А она мне за собой следи. Малолетка, а уже с гонором. Но она дочка мэра. Но мы тоже с тобой, Андрюш, не последние люди. Мариш, ты, кажется, выпила лишнего. Может быть, да. Но зато у меня такое прекрасное настроение. Ты за ней? Нет. У меня с твоим отцом отношения как-то не складываются. Да. Папа тяжелый характер. но его нет дома. Они с мамой уехали к родственникам и будут только завтра. Пойдем? Мария. Андрюша, ты у меня самый лучший. Самый красивый. Самый лучший. Самый. Я не перестаю этого восхищаться. Так. Это тебя на курсах научили? На каких курсах? Андрюш, пойдем. Ой, Маришка. Мариш. Упей кофе. Тебе не повредит. Андрюша, я такая счастлива, что ты у меня есть. Я буду тебе самая лучшая жена. Я обещаю. Давай же скорее поженим все никогда, никогда не расстаримся. На службу мне можно будет ходить? Иногда. Да. Ну, спасибо, что разрешила. Ты останешься. Мариш, нет. Ну, девушка, почему? Тебе сейчас лучше отдохнуть. А мы увидимся завтра. Опять завтра? Я уже хочу скорее надеть это белое платье и улететь в свадебное путешествие. Мы же улетим? Ну, конечно, если хочешь. Хочу. Хочу. Я даже уже выбрала место. Это белоснежный песок. Пятизвездочный отель на воде. И я тебе сейчас каталог покажу. Сейчас, я тебе все выбрала. Пусти, 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 Пусти. Сейчас голова закружилась, я, видимо, выпила лишнего. Это правда. Я больше не буду. А тебе было бы несложно принести каталог, я тебе все покажу. Он у папы в кабинете, я ему вчера показывала. А это куда идти? Это вверх. Первая дверь по лестнице. Сейчас. Хорошо. 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА На месте ДТП обнаружено два обгоревших тела, впоследствии опознанные как нарбут Виктор Игоревич и нарбут Лариса Евгеньевна. Свидетельские показания гражданина Демина Василия Васильевича. Ты еще долго, Андрюш? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо тебе за подарок Я фотоотчет отправил, видела? А я вообще правильно повесил, нет? Вполне Будет тебе на счастье Что еще можно было подарить человеку, у которого все есть? Да нет Пока еще не все Ну наконец ты явился Иди, иди сюда Что? Это я хочу тебя спросить Что это было? Я ведь тебя, кажется, о чем-то просила А ты проигнорировал Начинается? Я же вижу, что ты сам расстроен Что притащил свою Леру Комарницкому Слушай, мама, хватит А я ведь предупреждала Я расстроен, мамочка Совсем по другому поводу У Лериной мамы инфаркт Ее забрать в больницу Ты ее видел? Кого? Лерину мать Видел? Нет, я Дал денег на лекарства и все Сынок, людям, конечно Помогать надо Но она тебе все-таки Совершенно чужой человек Какой она мне чужой человек? Это мать Леры Она мне не чужой человек Когда-то все закончится Ждем, где твои подружайки, а? Какие? Подружайки какие? С которыми ты договаривалась? Или Или это не подружки, а? Аликс, иди домой Тебя уже хватит Боже, какая Какая забота Называй как хочешь Че стоим? Где? Че не видно что ли? Алло, че по шотикам? Привет, малыш Посни, много познал Не понял О, Феликс Станиславович Извините, не узнал Будете богатым Ну да, буду Я не понял, че пустой до сих пор Давай, обновляй Че там? Э, отошел Это вы мне? Да, я тебе Че? Хочешь тебе? На Хочешь? Феликс, прекрати Я тебе говорила Иди домой Проводить Ну давай Давай, проводить Че там? Проводи Слышишь, дружище Давай полячь Вадик, не связывайся Ты его убьешь Вот и убьешь Вадик Варенье, Таре Ты че? Пусти меня, быстро Пусти меня, я сказал Алло, вы что? Я тебя уволил, ты понял? Вы знаете, кто мой батя? Алло, вы че? Пусти меня, бери Черт Алло Алло Начальник Есть кто, не? Чего тебе? Ночь на дворе Спи еще Ничего, давай Давай, давай Выпускай меня Не имею права Смена придет Составит протокол Оплатишь штраф И отпустит Так, какая смена? Давай Кошелек мне принеси Сейчас все оплачу Ну что ты какой Не положено, жди Да стой Стой, главное Воды хотя бы Принеси Сейчас Голова раскалывается Держи Спасибо Какая За что меня взяли Не помню Ничего же там Наряд Наряд привез За нарушение Общественного порядка И хулиганство Свидетели говорят Из-за женщины какой-то Все беды Из-за баб Они такие Не парься Порой Такие стервы Попадаются Да Только Тая Она не такая Понял? Ну да Я не знаю где она Господи Шесть утра Ты чего в такую рань поднялась? Так мне же сегодня на работу Первый день Точно Я же совсем забыла Привет там передавай от меня Петру Григорьевичу Обязательно передам Раисе Матвеевне Все Я побежала Добрый час, Таечка Спасибо Доброе утро Ага, Андрюха Разбудил? Извини Не хотел Ничего Все равно вставать пора Вася Я еще вчера хотел спросить Как вернулся Но у вас с голеной свет не горел Решил не беспокоить Да, мы рано ложимся Рано встаем Привычка Спрашивай Вы помните То ДТП Где погибли нарбуты Виктор и Лариса Ну, правда Давно это было Нет, не помню А что Просто по документам Вы проходите Как свидетель Да, мало ли Я в жизни Аварии видел Я же Все время На колесах Ну То-то Привези Там поедь Купи Да и Свидетелем Был много раз Так разве Все помнишь Андрюш Ну, хорошо Спасибо, Вась Ольга Дмитриевна Тут такое дело Что опять? Что такое белый-то, а? Инопланетянин, что ли, видел? Если бы Ваш Андрей Интересовался тем ДТП Сказал, что видел какие-то бумаги Боязно мне Кукаряку Пора вставать Пап, отстань Я спать хочу Опять под утро пришла Ну что Я с девочками В клубе засиделась Это девчонки Такой засос оставили Вон, на шее у тебя Пап, ну что ты хочешь? Девочки, не девочки Какая разница? Мне не три года Гордеев постарался? Ну да, он Вот отлично Теперь как порядочный человек Он просто обязан На тебе жениться Да ничего он не обязан Посмотрим, посмотрим А тебе не терпится выдать меня замуж Сбагрить кому-нибудь Да побыстрее уже И не сбагрить А вручить Свою единственную Любимую дочь И не кому-нибудь А достойному Кандидату На твою руку и сердце Давай, давай Вставай Какой высокий слог Вадик Убью Валенька Тебе кофе подлить? Нет, спасибо А я себе подаю Доброе утро Доброе утро, сынок Сынок Ау Привет, а как ты? Как на работе? Как всегда Работа Ну Какие дела Сейчас ведешь Кого Ловишь Кого подозреваешь Мам, что за допрос? Тебя раньше Это никогда не интересовало Про Доленька Это как-то Странновато Что странно? Что странновато? Ну мы как-то давно Не говорили по душам Вам не кажется? Все бегом Бегом Доброе утро Спокойной ночи Я что, не могу Поинтересоваться Как у моего сына Дела на работе? Ну хорошо Если для тебя Это так важно Я скажу Один поджог Одно ДТП Одно обвинение В домашнем насилии Подробнее не могу Прости тайны следствия Ясно Мам, а у меня Кстати Тоже к тебе Один вопрос А ты не знаешь Почему Феликс Расстался с Таей? Понятия не имею Я вообще не знаю Где он ездит Этот Феликс Все ночью его не было Я, между прочим Вся извелась Пусть только появится Подлими, пожалуйста Такой феликс Ты водишь? Нет, спасибо Пора Пока, сынок До свидания Слушаю Привет, я не сильно рано? Нет, нормально Как дела? Никто больше не беспокоил? Нет Ночь прошла спокойно Ну вот видишь Все в порядке Ничего не в порядке Я выйти из дома боюсь Посиди денек дома Пока я разберусь Что к чему Насколько я помню У тебя работы нет Посмотри сериальчик какой-нибудь А есть мне что? Ха Ну да Ни к атомной войне Ни к эпидемии Ты не готова А закажи Иду в интернете Я не думаю Что доставщик суши Окажется наемным головорезом Все, я занят Буду что-то знать Наберу Пока Пока Доброе утро Привет И что это такое будет? Ага Вот торт хочу испечь По какому случаю? Праздник какой-то? Так Таечка сегодня Первый день на работе Господи Так волновалась Вскочила Чуть свет И побежала Вот хочу ее порадовать На работу устроилась Это похвально Ты бы Присмотрелся к Таечке, сынок Такая хорошая девочка Правильная Ма Ты это уже говорила Еще расскажу Пора тебе о семье подумать О, ну какая семья? Я девять месяцев в году На станции сижу А с женами что? Туда не пускают? Ты же сам говорил Что Пашка твой этот Как его, Демченко На станции с женой Ну, у Пашки Демченко Жена Сейсмолок Они там работают вместе Это с позаранку Слушаю Это медовая двенадцать, квартира пять Зубенко А это кто? Из квартодела Можете зайти к нам Смотровой ордер получить Отселять вас будем Новую квартиру получите Новую квартиру Ну, наконец-то Да Дом уже сдан Введен в эксплуатацию Этаж можете выбрать Двушки есть на любом Как двушки? Почему двушки? Нам же больше обещали У нас же здесь четыре комнаты Ну, такие правила Зарегистрировано двое Значит, положено двухкомнатное Представляешь, сынок Говорят, что нам только двушка положена Ты бы сходил в квартодел Разобрался? Конечно, схожу Только позже Сейчас у меня важное дело Конечно Знаю я твои дела Ну, Оль Я совсем доберусь Да Да, мама Ну, наконец, Феликс Ты меня совсем не переживешь Чего не хочешь мне сказать? Где ты был всю ночь? Гулял Гулял? Прекрасно Твоя глаз не сомкнула Звонила тебе каждые пять минут Прости, но оставил телефон в машине И с кем ты гулял? Позволь себе спросить Мам, давай не сейчас Нет, сейчас Скажи, с кем? Я хочу знать С Кирой? Допустим Ну, ладно Если с Кирой, ты молодец Только больше так не делай, слышишь? Не заставляй меня нервничать Всегда отвечай на мои звонки Всегда Разрешите? Да Хорошо Виктор Семенович У меня к вам не очень приятный разговор Помните, я просила вас изъять из архива Материалы дела по ДТП неких нарбутов Неужели это было так сложно? Я на вас понадеялась, а вы меня подвели Ну, Георгия Дмитриевна, я вообще-то не понимаю, о чем речь Все, что пообещал, я сделал Что вы от меня еще хотите? Сделали? А у меня другая информация Я прошу прощения, Георгия Дмитриевна Ваша манера вот это недоговаривать И ваш Андрей тоже со своей непробиваемой принципиальности Начинает напрягать Честно говоря, я был другого мнения о семействе Гордеевых Пока не узнал вас поближе Придется поговорить еще раз с дочерью Не уверен, что ей нужен подобный союз Поздно Виктор Семенович, поздно Наши дети все уже решили Мы не можем вмешиваться в это Давайте мы не будем с вами ссориться Давайте примем друг друга такими, какими есть Виктор Семенович Здравствуйте, Петр Григорьевич Здрасте Вы уже на месте? Прекрасно Люблю пунктуально Так Это ключи от палаты ваших пациентов Пожалуйста, не забывайте закрывать Это в интересах нашей с вами безопасности, как вы понимаете Это назначение Будьте тоже очень внимательны Пациенты иногда хитрят Ну, люди нездоровые И иногда им может казаться, что их хотят отравить Конечно, Петр Григорьевич Я все понимаю Хорошего дня Ну, я надеюсь, вы у нас надолго Кстати, вам очень идет наша форма Благодарю Я опоздала Почти Новенькая Тая, правильно? Да Если что, будет непонятно Ты задавай вопросы Че я смогу, тем помогу Хотя, какие здесь вопросы Работа не пыльная Назначение раздала Кому таблеточку Кому укол Кому капельницу Погулял всем, кому можно на улицу Подышала свежим воздухом И занимайся своими делами И корма здесь хорошо Нет, ну что? Пациенты небуйные Как правило, ведут себя тихо И работа – мечта Это журнал учета дежурства Ну, кушетка, понятно для чего Спать по очереди не запрещено А это что? А это трогать нельзя Это на случай пожара Или атомной войны Ну, запасные ключи там От пожарного хода Склада лекарств И от кабинета Комбарницкого Вот сколько здесь работаю Ни разу не видела Чтоб его открывали Ну, слава богу Понятно Скажи, а за что уволили Вашу предыдущую медсестру? Людку? Наверное Ну, она глаз на Комбарницкого положила Он у нас мужчина видный Холостой Смотри, сама не влюбись Да ну что ты Ну, на всякий случай предупреждаю Он этого не любит А у тебя парень есть? Нет Ну, ничего ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не пускайте их! Держите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я их боюсь. Они страшные люди. Они за мной следят. Кто? Вы хорошо закрыли двери? Да. Они за мной охотятся. Они хотят меня продать на органы. Не волнуйтесь, меня зовут Тая, я ваша новая медсестра. Выпейте, пожалуйста, таблеточку. Вы хорошо закрыли двери? Да, и водой запейте. Пожалуйста. Скажите своему начальству, чтобы поставили охрану. Круглосуточную. Не переживайте, возле вашей двери круглосуточная охрана. Лучшая из лучших. Вам нечего бояться. Да. И скажите, чтобы удвоили охрану. Обязательно передам. Закрывайте! Добрый день. Сразу что-нибудь закажете? Кофе, пожалуйста. Какой? Американо. Ольга Дмитриевна, здравствуйте. Рада вас видеть. Дэн сказал, у тебя мама в больнице. Как она? А, спасибо, уже лучше. Ну, может, я могу чем-то помочь? Врачей найти? Ты телефон мне отдай свой. Да нет, спасибо, не нужно. Дэн мне и так уже помог. Инфаркт не подтвердился, поэтому просто нужно время на восстановление и покой. Маму уже утром сегодня из реанимации в палату перевели. Так что, надеемся, все обойдется. А в какой она больнице? А, в район Эна Гагарина. Девушка, мне еще долго ждать. Одну минутку. Простите мне, работать нужно. Так, давай аккуратнее. Вот так вот, хорошо, хорошо, вот так. Ну, давай, целай, моя маленькая. Аккуратненько, не спеши. Вот так, вот так. Вот так вот. Ножки опускай. Тихо, тихо. Не прыгай, не прыгай только. Вот так вот лежи. Тебе после Кесарева лежать надо, а то шоу разойдется. А когда мы дочку привезете? Я посмотреть хочу, какая. Ну, какая, какая. Обыкновенная. Как только врач позволит, так сразу и принесем. А ты сейчас лежи тихо и не вставай. Я проверю. У тебя кто? Сын. А у меня дочка. Будет Валерия. Лерочка. Добрый день. А вы не подскажете, в какой палате лежит больная Лисицына? Восьмой. Только вы недолго, пожалуйста, а то она скоро тихий час. Хорошо. Да. Да. Это восьмая палата, правильно? Восьмая. А, ну, прекрасно. Здравствуйте. А я из благотворительного фонда «Золотое сердце». Слышали, наверное, да? Нет. Ну, ничего. Теперь будете знать. Дело в том, что мы помогаем больным заболеваниям сердца. И мне нужно, чтобы кто-то из ваших родных подъехал к нам в офис и подписал нужные бумаги, чтобы могли вам оказать реальную помощь. Лекарства, реабилитация, санаторное лечение. Надо же такое. Я сейчас дочери позвоню. Ой, я с вами. Нет, нет, стоп. Не надо никому ничего звонить. Вы мне сейчас просто напишите, как вас зовут. Ага. И вот, пожалуйста, вам ручка. Контакт того, кто будет заниматься этим, пока вы тут. Спасибо, женщина. Вы очень хорошее дело делаете. Значит, у нас не все так плохо, раз остались на свете такие хорошие люди. Спасибо. Вот. Держите. А когда вы позвоните? Так сегодня позвоню. Выздоравливайте, пожалуйста. Спасибо. Ну все. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. О, как. Значит, еще поживем у Верочки. Ну да. А где же моя Долля? Моей не видели? А кто такая Долля? Собачка моя. Такая маленькая, в пятнышке. У нее такие ушки длинные. А вот же она. А вот же она Долля. Моя хорошая девочка. Хотите погладить? Она не кусается. Она у вас очень милая. Только вы, пожалуйста, про нас никому не рассказывайте. Здесь вообще-то с собачками нельзя. Хорошо. Ну, я без Долли не могу. Она без меня тоже пропадет. Ну как-то, и освоились уже? Да, все хорошо. Петр Григорьевич, спасибо, что взяли меня на работу. Я постараюсь вас не подвезти, и Раису Матвеевну тоже. Кстати, она вам привет передавала. Правда? Спасибо. Ей тоже большой. Пойдемте. Пойдемте. Аккуратно. Аккуратно. Пойдемте. Ты чё ж их? Хорошо. Пойдемте. Благодарю за понимание, товарищ генерал. Приятно иметь дело с небезразличенными людьми. Я в долгу не останусь. А вы подумайте над тем, что я вам сказал. Это упростит решение вопроса. Честь тебя. Слушаю. Так точно. Понял, товарищ генерал, понял. Все сделаем. Гордеев, зайди. Ну че там, как? Добазарился, все норм. Сколько я могу тебя отмазывать, Олег? Теперь по твоей милости я должник Кувалдина. Когда ты уже ума наберешься, Слен. Пап, да хватит меня булить уже. Да понял я все. Понял, осознал. Ну че там, как? Не будут меня больше сюда тягать? А то задрали уже. Так, заткнись. Поезжай и дай этой девке денег. Пап, да каких денег? Приличных. Если бы ты с этого начал, а не пошел в отказ, все было бы нормально. Но у тебя на этом мозгов не хватило. А ей не жирно будет? Она вообще-то сама говорила, что она со мной живет не ради денег. Все в этой жизни ради денег. Все. Пап. Присаживайся. Присаживайся. Все тщательно проверил, товарищ майор. Мне даже взятку предлагали, что само по себе лишнее доказательство вины. И ты что, не взял? Разумеется, не взял. Разрешите идти? Подожди. Тащи это дело сюда. Я сам еще раз посмотрю, так сказать, свежего взгляда. Посмотрите или отнесете к Увалдину, как папку с делом Нарбутов. Ты что, вызвался меня контролировать? Не дорос еще. Дело мне на стол. Свободен. Слушаюсь, товарищ майор. Угощайся. Спасибо. Мое любимое время. Давай книжка посмотрим, пока тихий час. Давай. Ну, как тебе у нас в целом? Нормально, только привыкнуть нужно. Понимаю. Ты, главное, совсем соглашайся и не спорь, чтобы тебе пациенты на уши не вешали. Ну, это понятно. Главное доброта. Доброта и сочувствие, главное лекарство. Это тебе Комарницкий сказал? Нет, ну это же очевидно. Знаешь, мне их так жалко. Они такие беззащитные, доверчивые. Ой, секунду. Да, любимый. Могу говорить? Конечно. А ты уже приехал? Юль, Юль. Можно я в интернете посюграю? Спасибо. Как же в строении? Прекрасно. А ты как? Алло, Диночка. Сто ли я тебя не слышала? Ты как? Не сильно занята? Где? Ого, все. Давай я подъеду тоже. Мне как раз нужно маникюр обновить. Заодно и увидимся. А то я уже скоро забуду, как ты выглядишь. Все. До встречи. Давай. Увидимся. Известный автокончик Станислав Гордеев, ныне владелец спортклуба «Примаспорт», был дважды женат. С первой женой Екатериной Гордеевой он прожил в браке всего год. Станислав Гордеев не любит говорить об этом, но нам удалось выяснить, что его первая жена Екатерина тяжело больна. Тая, у меня будет к тебе просьба. Огроменная. Ну? Отпусти меня на ночь. Сегодня Генка из командировки вернулся, а мы не виделись три недели. Ну и сама понимаешь. Я вечернее назначение всем своим больным разнесу и тихонечко слиняю. Никто не заметит. А дежурный врач? Разве ночью никто не остается? Сегодня Солнцев, он всегда крепко спит. А Генка рано утром меня обратно привезет. Ну что скажешь. Я тебя тоже когда-нибудь выручу. Хорошо, иди. Спасибо, ты человечище. Пойду Генку обрадую. Тебя ждут, Андрей Станиславович. Я вас слушаю. Здрасте, меня зовут Артем Зубенко. Скажите, пожалуйста, это вы ведете дело Даши? Дарьи Остапенко. Простите, а вы ей кто? Я друг. Мы с ней... Мы с ней встречались, пока она к этому козу не ушла. Ваше мнение об Олеге Саенко мне ясно. Если вы пришли что-то спросить, имейте в виду. Разглашать подробности дела я не имею права. Но оно на контроле у начальства. Нет, я хочу сказать, что этот Олег Саенко угрожал Даше физической расправой, если она не заберет заявление. Откуда такие сведения? От самой Даши. Просто он ее так запугал, что она дома сидит, даже в магазин боится выйти. А еще вчера до подъезда ее какой-то тип караулил. Это сосед Даши видел. И это был не Олег Саенко. Так я же откуда знаю. Вы что, мне не верите? Так Адаше вы верите? Или вы этому богатому уроду верите? Не важно, кому верю я. Важно, кому поверит судья. Могу вам дать совет. Если вы ее друг, найдите ей адвоката. Хорошего адвоката. Спасибо. Как хорошо, что ты позвонила, Олечка. А то я с утра тут свяжу. Пока брови, пока шуга, Ленку, пока окрашиваю. Просто умираю от скоки. Ну, я тоже рада тебя видеть. Что новенького? Слушай, сколько же мы с тобой не виделись? Да, с прошлого года, наверное. Да? Вот, казалось бы, не работаешь. Время не должно быть вагон. А на деле все требует твоего внимания. Муж, дети, дом. Даже с лучшей подругой встретиться некогда. Я не говорю. А что там твой Стас? Все там же? Да. Расширяемся понемногу. А твой, я слышала, в шоу-бизнес подался? Да. Это я его надолону. Ну, знаешь, там тусовки всякие, концерты, звезды с тобой на ты. Ему бизнес, а мне творческое окружение. Даже завидую. Да. Слушай, тут такое дело. Твой Засеев девочек, случайно, для нового шоу не набирает? Ну, я не знаю, там, чтобы гастроли, контракт, Китай, Арабские Эмираты на год, а лучше на три. Случайно набирает. А что, кого-то пристроить нужно? Да, есть. Одна девушка, Валерия Лисицына. Начинающая певица. Нигде не училась, но талантливая. Весьма и весьма. Так помочь ей хочется. Я тебе ее телефончик дам? Да не вопрос. Позовем ее на прослушивание. Мало ли, вдруг это действительно будущее, Бейонс? Очень надеюсь. А я тебе в качестве благодарности подкинул годовой абонемент в наш клуб для библиотеклиентов. Вау! Да? Ну что ж, мне годится. Вот только прям не понимаю, ты помочь девочке хочешь или избавиться от нее? Проверяйте дело. Долго будете проверять? Когда за ним зайти? Сколько надо, столько и буду. Как говорится, доверяй, но проверяй. А ты гордей веди, остынь. А то тебе можно спички зажигать. А то будет. Екатерина Алексеевна, вы такая задумчивая сегодня, о чем вы мечтаете? Мечтаю о лете, а скоро наступит лето. Скоро. Нужно выпить сейчас эти таблетки. И наступит лето. Ну конечно, конечно, вам станет легче. Вы вернетесь домой. Я домой хочу. У меня есть дом, я не помню. Знаете, эти таблетки мне совершенно не помогают. Ну что вы, Екатерина Алексеевна, это очень полезные таблетки, правда? Давайте. Так, теперь можно и отдохнуть. Сколько я уже здесь? Это как? Посмотреть? С точки зрения вечности? Отдыхать. Кто? Привет, проходи. Привет. Ну как минимум ты не голодный и курьер тебя не пристрелил. Уже хорошо. Очень смешно. Ты пришел поиздеваться или у тебя есть новости? Был у его твоего следователя, у Гордеева. Он сказал, дело на контроле начальства. Это хорошо или плохо? Не знаю. Он не объяснял. Но, судя по его голосу, ничего хорошего. Он посоветовал нанять толкового адвоката, который будет представлять твои интересы в суде. Адвоката? Может, не лучше киллера для этого подонка нанять? Артем, у меня и близко таких денег нет. Что не придумали. Что и требовалось доказать. И еще я рассказал Гордееву об угрозах. Он не советует писать заявление, потому как свидетелей нет, а сами по себе слова ничего не доказывают. Ну что же делать? Неужели я буду вечность в этом бункере сидеть? Даша, я же сказал тебе, что-нибудь придумаю. Насчет киллера, кстати, неплохая мысль. Да шучу я. Ладно. Извини, у меня еще дела. Я тебе завтра нормальный депринс. Кирилл Андреевич, а можно мне сегодня на пару часов раньше уйти с работы? Очень нужно, пожалуйста. Никаких раньше, Лисицына. Посмотри, сколько клиентов. Кем я тебя заменил? Кирилл Андреевич, у меня мама в больнице. А у меня дядя в космосе. По-человечески я тебя прекрасно понимаю, Лисицына. Но не могу. И не проси. Значит, я уйду без разрешения. Потому что по-человечески я вас прекрасно понимаю, но мне нужно проведать маму. Если ты уйдешь без разрешения, можешь больше не возвращаться. Лучше тогда сразу пиши заявление. Извините. Алло, да. Да. Да, это я. Пою. Куда приглашаете? На прослушивание? Нет, нет, я здесь, да. Просто это так неожиданно. Да, я обязательно приду. Спасибо. А какой адрес? Ага, да, я запомнила. До свидания. Лисицына, очнись. Поет она. Клиенты за третьим столиком ждут. Или ты все-таки решила уволиться, пилиться? Может, ты решила. Я не понимаю, молодой человек, чем бы недовольны? Государство вам предоставляет вместо ветхого жилья под снос прекрасную двухкомнатную квартиру в новом доме. Да другие б на вашем месте радовались и в ножки кланялись. Но я этого точно делать не буду. Ну, я в фигуральном смысле. Что вас не устраивает, гражданин Зубенко? В квартире на Медовой прописано двое жильцов, вы с матерью. Соответственно... Подождите, чтоб я вас правильно понимал. Вы предлагаете из 87 метров, которые нам принадлежат, переехать в 52? Нам должны предоставить квартиру с адекватным метражом. Не меньше, чем сейчас. Все по закону. А законы, значит, вы знаете. Но, к сожалению, все трехкомнатные в этом доме уже распределены. Хорошо, поищите в другом доме. Мы с мамой можем подождать. Вы можете, а мы не можем. Нас торопит мэрия. Молодой человек. Не все решаю я. У меня есть начальник. У моего начальника есть свой начальник. Понимаю. Вы знаете, я вас прекрасно понимаю. Знаете что, уважаемая? Передайте своему начальнику. Чтобы он передал своему начальнику, в случае несоблюдения закона, я просто вынужден буду подать в суд. А когда в нашем ветхом микрорайоне я найду таких же обманутых, это уже будет коллективный иск. Хорошего дня. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все тихо? Да, Юрий Леонидович, все в порядке? Сегодня такой футбол, девочки. Эль Классико. Реал Барселона. Серьезная заруба намещается. Интересуетесь? Если честно, не очень. А вот это зря. Я в ординаторской посмотрю. Не возражаете? Конечно, нет. Смотрите на здоровье. Вовремя этот футбол подвалил. Значит так, я сейчас быстренько по палатам пробегусь. Скоро Генка должен приехать. А ты тоже можешь своим вечерней таблеткой разнести. Чтобы потом не париться. Я так и сделаю. Отлично. Екатерина Алексеевна, вот ваша таблеточка. Принимаем при мне, только быстренько. Что, уже здесь? Вижу. Пеку, пеку, Гена. Ну что, выпили таблетку? Вот и чудненько. Спокойной ночи. Так, вот тебе ключи, там все палаты подписаны, там всякий пожарный. Все, побежала. Как я выгляжу? Прекрасно. Я бы сама в тебя влюбилась. Все. Тихо тебе ночью. Пока. Пока. Смешная. Смешная. Ты сегодня какая-то не такая. За маму переживаешь? Лер, прости, я тебя никогда не спрашивал об этом, а ты своего отца помнишь? Плохо. Он умер, когда я была еще совсем маленькой. Мама так больше замуж не вышла. Всю жизнь тряслась надо мной, чтобы я ни в чем не нуждалась, работала на дух работах. Не надо. Не надо. Твоя мама обязательно поправится. И я бы очень хотел с ней познакомиться. Она, наверное, хорошая женщина. И самое главное, любит тебя. Каждая мама любит своего ребенка. Разве нет? Ну разве твоя тебя не любит? Не знаю. Иногда мне кажется, что нет. К Андрею Феликсу она иначе относится. И я это чувствую. Может, я не оправдываю ее ожидания? Хм. Не грусти. Ты не жди меня, Дэн. Иди домой. Даже не подумаю. Ты, Лер, маме привет передавай. А я тебя тут подожду. А потом домой провожу. Поздно уже. Дэн. Поздно. Давай дуй. Благодарительный фонд «Золотое сердце». Там телефон должен быть. Здравствуйте. Подожди секундочку. Лежи. Лежи, мамочка. Как ты сегодня? Хорошо. Уже можно домой выписываться? Страсти приехали выписываться. Даже не думай. Лечись, как положено. Разогналась. Да дорого, дочка. А я деньги потеряла. Ладно, мам. Забудь. Легко сказать. Кстати, тебе женщина не звонила? Звонила. А ты откуда знаешь? Так это я твой телефон ей дала. Хорошая такая, вежливая. Правда? Ой, мам. Что? Я не знаю, как поступить. Я вначале так обрадовалась. Прийти согласилась. А потом вечером встретила Дэна и не решилась ему рассказать. А Дэн к той женщине? С какого боку? Да ни с какого. Ну, просто я в его глазах буду выглядеть предательницей. Он меня нашел, в группу свою пригласил. Как-то так некрасиво получается. Хотя меня еще никуда не взяли. Да и вряд ли возьмут. Ну, может быть, мне стоит для опыта сходить? Ну, попробовать свои силы. Подожди. Подожди, доченька. Я ничего не понимаю. Я говорю о той женщине, которая лекарства мне обещала. И санаторий для сердечников. А ты о какой говоришь? Мне про лекарства не звонили. Только про прослушивание. Мама, прости. Мы друг друга не поняли. А я уже обрадовался. Выходит, зря. Мамочка, про лекарства не переживай. Все, что будет нужно, я достану. И на санаторий я заработаю сама. Она позвонит. Она обязательно позвонит. Она не может не позвонить. Ну, конечно, позвонит мамочкам. Я сегодня подруге пообещала годовой абонемент в наш клуб. Ты же не возражаешь, правда? Нет, конечно. Если считаешь нужным, скажи администратору. Она выпишет. У меня завтра с утра на рабочей не будет. Где ты будешь? Ты забыла, какое зато число. Снимой, а что? А, ну да. Катя. День рождения, Катюша. Ты же знаешь, я каждый год лечу. Но ты недавно там был. И потом разве она что-то помнит? Главное, что я помню. Вот. Я не ревнула. Я не ревнула. Но не ревнула. Я свой выбор сделал. Тише. 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 Я хочу домой. Тише. Я хочу домой. Тише. Пусти меня отсюда. Нельзя кричать. Вы слышите меня больше. Нельзя кричать. Других разбудить. Распогодите, пожалуйста. Я не хочу. Распогодите. Нельзя. У вас тут лечат, заботятся о вас. Вы меня слышите? Все будет хорошо. Вы еще слабенькая. Вот поправитесь и домой поедете. Хорошо? Меня Тая зовут. А вас? Ну, у вас же есть имя? Правильно? Да. Я не помню. Ничего. Обязательно вспомните. Сейчас ночь на дворе. Спать пора. А утром проснетесь и все вспомните обязательно. Ладно? Находите, я посижу с вами. Я вспомнила. Катя. Меня Катя зовут. Я, наверное, сразу к Катю, чтобы вас не задерживать. Откройте. Угу. Хотя нет, Назал Андреевич. Придется зайти ко мне в кабинет и выпить кофе. У меня ключи от палаты там. Прошу. Ой, сейчас как приду домой, как за нягу спать. А с Петром Григорьевичем прощаться не нужно? Здрасте, Петр Григорьевич. И до свидания. Все, давай. Юлик. Ты чего? Тая, подвезти? Ого, крутая тачка. Это говорил, у тебя парня нет. Почему так симпатичный? Кто? Эй, подруга, если молодой человек вызвался тебе подвезти, нужно пользоваться моментом. Здравствуйте. Я Юля, подруга Таи. Мы с удовольствием воспользуемся вашим предложением. Подвезете до центра? Да, прекрасно. Присаживайтесь. Да. 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 Все еще спит? Спит. Давайте разбужим. Не надо. Она такая спокойная. Такая безмятежная во сне. Просто скажите, что я захотел. Обязательно. Да. Весело у вас тут. Ничего не скажешь. Так а вы встречаетесь? Да. Нет. Ясно. Без комментариев. Остановите мне вон там, пожалуйста. Я в магазин забегу. Я тоже здесь выйду. Что? Зачем? Я домой тебя отвезу. Поезжай до дому. Я же вижу, человек хороший. Не съест тебя. Обещаете? Я позавтракал. Тем более. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Фелик, зачем все это? Ты следишь за мной? Следил. И что в этом такого? Хотел знать, где ты. Вот узнал. Ну, я же тебя просила. Кстати, где ты сейчас живешь? Куда ехать? Помнишь, я тебе показывала старый дом своих родителей? Я теперь комнату там снимаю. Понял. Тая. А давай вечером сходим куда-нибудь? Нет. Почему? Давай завтра. Феликс, пожалуйста. Не мучай ни себя, ни меня. Просто отпусти. Да хорошо, хорошо. Передам. О, Паш. По поджогу Гороховская звонила. Сказала, кое-что вспомнила. Просила, чтоб ты перенабрал. Андрюха, ты на меня зуб не держи. Что стряслось? Ну, давай, докладывай. Короче, я решил уволиться из органов. Не понял. А что тут понимать? Ты зарплату на карточке проверял? Опять ни премии обещанной, ни надбавок. Шишидин. Я задолбался, Андрюха. Макароны с хлебом жрать. Я мясо хочу. И девушек не в переход на пирожки водить. Куда-нибудь в приличное заведение. Хоть иногда. Да хоть по праздникам. Тебе, может, как будущему родственнику Кувалдина здесь и свете чего, мне здесь делать нефиг. Такие вот дела. И куда ты пойдешь, Паш? Да хоть куда. Хоть водителям. Хоть охранникам. Там люди с соответствующей подготовкой всегда нужны. Не переживай, не пропаду. Во всяком случае, хуже уже точно не будет. Понимаешь меня, Андрей Станиславович? Понимаю, Паш. Понимаю. Спасибо, что подвез. Но давай договоримся, что это было в последний раз. Да, но... Без ну. Феликс, у нас вряд ли с тобой что-то получится. Я сейчас не могу тебе всего рассказать и... мне самой нужно разобраться. Но, может быть, потом. Позже. Слушай, я тут прочитала в интернете, что у твоего отца была первая жена. Катя Любченко, да? Это что, в пинкертон и записалась? Я поняла. Не хочешь, не говори. Да ладно, я... Правда не знаю ее фамилию. Но звали, кажется, Катя. Феликс, пожалуйста. Мне нужно с ней встретиться и поговорить. Это вряд ли получится. Она больна и находится в какой-то клинике. Я не знаю, в какой. Да и дома у нас та тема, табу. Почему? Ясно. Спасибо. Не надо. Вам помочь? Нет уж, спасибо. Не хватало, чтобы девушки за меня пакеты носили. Та, я не знаю, чем вы приворожили мою маму, но половину из этих продуктов она заказала к праздничному столу. По случаю вашего выхода на работу. Простите, я... Я не знала. Мне очень неудобно. Устала, детка? Ну что там психически? Они сильно тебя напугали. Раиса Матвеевна, ну не называйте их так. Это несчастные люди и они совсем не виноваты, что больны. Прости, Таечка, я же ничего такого не имела в виду. Туртик ешь. Я специально для тебя испекла. Спасибо большое. Мне так неудобно, вы... У вас из-за меня столько хлопот. Да перестань. Я к себе пойду. Отдохну немного, спасибо. Что-то она не в настроении, а так радовалась, когда ее туда взяли. Ну ты-то хоть кушай торт, сынок. Ну зря я что-ли возле плиты стояла. Ма, очень вкусно, правда. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Слушай. Из квартодела. Я с Зубенко говорю? Да. Из квартодела опять. Мы пересмотрели свое решение. И нашли для вас трехкомнатную квартиру. Так что передайте своему сыну, что ни по каким судам ходить не нужно. Ордер получите в ближайшее время. До свидания. Что сказали? Нашли. Для нас трешку, сынок. Тоже не верится. Коллективный иск. Великая сила. Какой коллективный иск? Не важно. Главное, все получилось. Спасибо, все было очень вкусно. На мне пора бежать. А ты не против, если я торт с собой возьму? Ну бери на здоровье. Спасибо. Не отпустилить. Еще раз. Валер. Не отпустилить. Валер. Валер. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ты всерьез думаешь, что сможешь от меня откупиться? Сколько? Ты паспорт не зову? Всегда при мне. Ты хорошо подумала? Есть еще время передумать. Не надейся. Подадим заявление и поедем смотреть варианты квартир. Я договорилась с риэлтором, это все здесь рядом. Мне на работе надо быть, Марина. Не выдумывай, за пару часов без тебя полиция не развалится. А если что, папа прикроет по-родственному. Сомневаюсь. Да и не хотел бы я такого прикрытия. А, начинается. Марина Викторовна Кувалдина. Так. И Андрей Станиславович Гордеев. Отлично. Вот. Заполните, пожалуйста. Вот там нужно написать фамилию. А вы собираетесь остаться на своей или перейдете на фамилию будущего мужа? Вы вообще обсуждали уже этот вопрос? А что тут обсуждать? Я буду Марина Гордеева. Звучит очень красиво. Ты же не против, Андрюша. Что за вопрос, Марин? Я буду счастлив. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А Наталья Сергеевна еще не вернулась с дачи? Это Тая. Тая Нарбуд. Мы с вами говорили на прошлой неделе. Я вас помню. Но Наташеньки еще нет. Оставьте свой мобильный. Она вас перенаберет обязательно. Когда вернется? Спасибо. Записывайте. Да. Привет. Привет. Вот, проблему-то тебе вернусь. Спасибо. А ты что, куда-то собираешься? С чего ты взял? Нет. Просто подружки должны зайти. Не буду же я их как лохудра встречать в халате и в тапочках. Какие подружки? Светка Станькой? Сто лет их не видел. Нет. Другие подружки. Ты их не знаешь. Ну, как бы, девичник у нас. Вот. Понял. Ну, хорошо. Я рад, что ты уже от каждого шороха под веник не прячешься. А, кстати, там мамин торт подружкам понравится. Ну, я пойду. Да. А, кстати, забыл сказать, я же адвоката нашел. Сегодня он назначил мне встречу, но, как я понимаю, ты со мной не пойдешь. Нет. Сходи сам, хорошо? Узнай, сколько он хочет. Хорошо. Тогда на связи. Да. Подружкам привет. Зайдем, возьмем. С таким репертуаром, молодой человек, вам ничего не светит. Так я другое подготовлю. Ну, вот, когда подготовите, тогда и приходите. А так мы теряем время. Ваше, а главное, мое. Можно? Я на прослушивание. Мне звонили. Фамилия? Лисицына. Валерия Лисицына. Ммм, Лисицына. Да, Диночка рекомендовала мне вас с очень хорошей стороны. И тут все поглату. Что будете исполнять? Дэн, может, она вообще не придет? Может, и не придет. У нее мама заболела. Да, бери ее. Или валим домой. Всеми родного не ждут. Ммм, интересненько. А ты себя за пятерых посчитал, я смотрю. Вадик. Дэн, может, попробуем кого-нибудь другого? У меня сеструха неплохо поет. Подучится, если что. Хочешь, я приведу? Парни, знаете, чего я хочу? Я хочу, чтобы пела Лера. Привет. Привет. Как мама? С мамой все хорошо. Чем расстроена? Мне нужно тебе кое-что рассказать. Что-то плохое? Я не знаю. А мы сейчас. Что, стряслась? Только не перебивай. Я, честно, я не знаю, откуда они взяли мой номер. Ну, мне позвонили и позвали на прослушивание. Ну, и я подумала, схожу все равно, ничего из этого не получится. Там конкурс бешеный. Ну, и я пошла. Мне уже не нравится, но ты продолжай. Я спела, ему понравилось. Кому? Ну, продюсеру. Он предложил пробный контракт на три месяца. Ну, пять в вашей программе. Типа на прогулочном лайнере. Круиз по Средиземному морю. Дэн, ты никогда не была за границей. И деньги он обещал платить хорошие. Согласилась? Да, ну, то есть пока нет. Я сказала, что мне нужно подумать. Тэн, я не знаю, как мне поступить. Конечно, поезжай. Ты что, такой шанс выпадает редко. Если нужно, я к маме твоей буду приходить и помогать. А ты поезжай. Все правильно. А это что такое? Все, капец? Кина не будет? По домам, парни. Может, объяснишь? Я сказал, по домам. Чао. Совсем крыша поехала. Можно? Да. Ужинать идете? Я не особо голодна. Тай, я не знаю, что моя мама у вас нашла, но она старалась, готовила, так что давайте вперед. У вас чудесная мама. Ей просто одиноко. Вы хоть бы в отпуске с ней пообщались. А вам не кажется, что это не ваше дело? Да, извините, как-то грубо прозвучало. Просто у меня действительно много дел. Я помню. Вы помогаете одному человеку. И как продвигается? Или это тоже не мое дело? Наверное, не ваше, но... Но раз уж спросили, то не очень. Я могу вам чем-то помочь? Ну, если у вас завалялся хороший, но недорогой адвокат, то был бы благодарен. Может быть, близкий родственник в органах? У меня есть знакомый следователь. Отзывчивый и, как мне кажется, честный. Честный следователь? Тая, да вы полны сюрпризов. Дети, ужин стынет. Так, давайте оставим этот вопрос на потом. А сейчас не будем заставлять мою чудесную маму ждать. Хорошо. Ты разве никогда у нас не была? Сто лет назад. Ну, а теперь с твоей вип-карточкой буду бывать намного чаще. Кстати, мой Зосеев сказал, что твоя протяжа не помню. Так что контракт ей считаем сбочен. Тенща же говорила, что она очень талантливая девочка. А талантам нужно помогать раскрыться. Безусловно. Прости. Важный разговор. Прости, пожалуйста. Ты пока осмотрись. Я рада вас слышать. А я как рад, царица моя. Олечка, у меня завтра свободный вечер. Как насчет поужинать? Отличная идея. Я постараюсь. А как там Кира поживает? Кирочка летает на крыльях любви. Скажу вам по секрету, ваш Феликс еще тут уберется. В каком смысле? Оставляет на шее моей дочери следы их бурной ночи. Но это же отлично, Аркадий Петрович. Наши дети молодые, полны энергии. Я жду не дождусь, когда они уже наконец решатся на этот брак. Я сейчас собираю тоже. Попробую ускорить. Думаю, получится. Ну, вы просто волшебник. До связи. До связи. Связь это то, что меня будоражит. вызвали. Садись, Коля. Слушай внимательно. Для молодой перспективной семьи нужна хорошая трехкомнатная квартира. Срочно. Что у нас там за новую эксплуатацию? Девятиэтажка на зерной? Да, Аркадий Петрович, если б чуть раньше, там уже все забито, все распределено. Так перераспредели. В чем вопрос? Ну, Аркадий Петрович, ордера уже выписаны, я не могу. Ты смоги, Коль, смоги. Иди работай. Правда, никто добавки не хочет. Спасибо, все было очень вкусно. Вы просто шеф-повар. Спасибо, Таечка. Так люблю готовить, так редко это дело. Для кого мне готовить? Правда, когда Темка приезжает, другое дело. Ладно, я со стола уберу, а вы спать идите. Нет, нет, не нужно, я сама. Я сама все уберу, а вы идите отдыхайте. Мамы, правда, иди, я помогу Тае. Спасибо. Ну так, что у вас там за друг в прокуратуре? Ну, это не то, чтобы друг, так, скорее, добрый знакомый. Андрей Гордеев. Андрей Гордеев. Как раз этого честного и отзывчивого следователя я тоже знаю. Он ведет дело, с которым я сейчас помогаю разобраться. И в чем там проблема? Проблема в том, что дело у вашего Гордеева забрали начальство. Теперь он боится, что дело просто замнут. Посоветовал нанять адвоката, потому как адвокат по закону может потребовать дело для ознакомления. Логично. Я нашел одного адвоката, и он готов помочь, но при одном условии, что будет вести дело до конца. До суда. Понятно. Вот именно. Дело может затянуться на несколько месяцев. Гонорар у него такой, что у меня даже машины нет, чтобы продать. Артем, вы сейчас снова, наверное, скажете, что это не мое дело. Но можно вопрос? Почему я Дашу помогаю? Вы очень проницательны. Я так поняла, что Даша ваша бывшая девушка. Да, бывшая. Но сейчас ей нужна помощь, а кроме меня ей помочь некому. Доброе утро. Ты что, ночевал здесь? Ну, типа того. Сочувствую. Извини, мне пора. Ты на работу? Давай я подвезу. Правда, мне не сложно. Я прекрасно доеду на автобусе. А кто это вчера с тобой у подъезда разговаривал? Сосед. Пристает? Хочешь, я разберусь. Феликс, пожалуйста, занимайся своими делами. А это мое дело. Тая, я от тебя не отстану, слышишь? Да. Кто это? Аркадий Петрович. Аркадий Петрович, здравствуйте. Доброе утро. Не разбудил? Нет, говорите. Феликс, а заскочи-ка ты ко мне в мэрию. Зачем в мэрию? Узнаешь. Я уже на работе. Давай, жду. Да, хорошо. Знаешь, дружочек, предвыборная кампания, это еще та головная боль. Поэтому и не спится мне. Вот приезжай на работу через свет. И мне как никогда нужны информационные поводы. Понимаешь, о чем я? Боюсь, что нет, Аркадий Петрович. Хорошо. Задам вопрос в лоб. Ты собираешься делать предложение моей дочери? Да. Прекрасно. Так поспеши, Феликс. Это и есть информационный повод. Наша пресса построит на этом событии много красивых и трогательных сюжетов и про помолвку, и про свадьбу, и про гостей, и про подарки, которые вы с Кирой отдадите на благотворительность. Не переживай, голыми и боссами я вас не оставлю. Не для прессы я намерен подарить вам на свадьбу с Кирочкой квартиру, хорошую квартиру. Действуй, сынок, и не тяни кота за хвост, а то оторвется. Принятый, Аркадий Петрович. Хорошего дня. Давай. Я к ней зашла, а она на полу лежит. Ей и так, и сяк. Она губы зажала, таблетку не хочет принимать. А потом драться нечала. Ей и спокойно. Мы сейчас сам дадим. Труто. Что-то случилось? Ух, Тая. Это Екатерина Алексеевна скоро его совсем догонает. Все время с ней возится. Уколы иногда сам ставит. Прикинь, из всех больных ей такая честь. Главврач сам уколы делает? Угу. Потому что она дамочка непростая, богатая, родственница какого-то перца. Какого перца? А я не помню фамилию. Он пару раз приходил к ней, такой солидный мужчина, на красивой машине. А, кто-то говорил, что он бывший автогонщик. Все, я не... Подожди. Автогонщик, Ариша? Вот этот? Да. Ты что, его знаешь? Ой, да и прости. Алло. Да. Что? Я на работе. Ну, вот ты и нашлась, Катя Люченко. Алёна. Добрый день, Фелик Станиславович. Что у нас тут, порядок? Да не совсем. Так. Опять клиентки скандалят по поводу Вадима. Он им персональные назначает и сам же на них не приходит. Хотя он где-то в клубе, я час назад его видела. Звонила, трубку не берет. А бегать его искать я не могу. Сами понимаете, надо быть на посту. Ладно, я разберусь. Фух. Давно у нас такого дурдома не было. Дурдома-то я в фигуральном смысле. Комарницкий мега-профи. Только он умеет эту даму быстро в чувство привести. Как ему это удается? А ты читала ее историю болезни? Сколько она у вас здесь? Ну, кто же дает историю болезни медсестрам читать? Это ж не библиотека. Но точно знаю, что она здесь очень давно. А где вы истории болезни храните? Вообще они хранятся в кабинетах у врачей. Ее наверняка у Комарницкого. А тебе зачем? Ну, я же в медицинский хочу поступать. На психиатрию. Вот и пользуюсь любой возможностью покопаться в разных диагнозах. Слушай, а ты случайно не знаешь, какие препараты он ей колет? Колет и колет. Комарницкий передо мной не отчитывается. И ты туда не лезь. Я помню, однажды Людка спросила. Так по шапке огребла. Тебя же предупреждали лишние вопросы не задавать. Так проще жить, согласись. Это что, заварные? Запомнила. Так, когда и пировать будем? Удалась тебе эта Катерина. Тая, очнись. Если так о каждом больном переживать, так и самой свихнуться можно. Но ты мне лучше расскажи про вчерашнего парня, который нас подвозил. Тебя с ним как? Никак. Давай лучше поройду вместе. Отличная идея. Подсластим жизнь. Вадика не видел? Нет. Кто там? Открывайте. Я же вижу, там кто-то есть. Открыли быстро. Это Гордеев. Так, я сейчас схожу за запасным ключом и открою эту дверь сам. Считаю до трех. Раз. Два. Я тут прикорнул маленько. Простите, шеф. Да значит, вдвоем прикорнули, да? Так быстро собрал свои вещи и пошел вон отсюда. Ты уволен. Феликс, да ладно тебе, проехали. Сейчас все разрулим. Я что, не ясно выразился? Да пожалуйста. Твой голимый Примаспорт не единственный клуб в городе. Так, Вадик, подожди. Мы сейчас все разрулим. Нет, это без меня, Кирюнь. Я унижаться не намерен. Чао, малыш. Он созвонит. Кира, ты что творишь? Что хочу, ты и творю. Тебя забыла спросить. Пусти. Подожди. Раз уж ты все равно сейчас здесь, у меня к тебе разговор. Нам нужно пожениться. Да, сейчас я Вадика догоню, утешу его, а после этого в ЗАГС с тобой пойду. Только если это быстро. Феликс, так предложение никто девушке не делает. Где вот этот вот миллион алых роз? Где вот это вот встать на колено? Кальцо с бриллиантом? Где колечко, Феликс? Фу, вообще неромантично. Кира, не поясничай. Ты сама прекрасно знаешь, что этот брак нужен нам обоим. По статусу. А, и ты туда же. Да, мне папочка уже всю голову этим пролюбила. Ну, это прекрасно. Поженимся, а дальше каждый сам по себе. Только тихо, а не вот это вот все. Так, кстати, многие семьи живут. Посадный брак. Ладно. Значит так. Ты в мою жизнь не лезешь. Твоя мне не колышет. Спать я с тобой не буду. Ну, сопровождать куда-нибудь, это пожалуйста. Только вот никаких этих охов и вздохов от меня не жди, ладно? Ну, и понятное дело, детей я тебе рожать не собираюсь. Ты знаешь, очень сложно родить детей без секса. А вы, кстати, предохраняйтесь. Феликс, ты сильно отстал от жизни. Наука уже давно пошла вперед. Сейчас и без секса детки наура делается. Ну, и готовь брюлики на свадьбу. Жених. Вот и слава. Сегодня не подадим заявление. Ген, на имя и совесть. Я не могу так часто отпрашиваться. Все, пока. Вы уже уходите? Не похоже на вас. Мне нужно еще паспорт забрать, так что, наверное, сегодня уже не вернусь. А вы летите отдыхать? Если бы. Покой нам только снится. Я и лечу не отдыхать, а работать на конференцию в Лондон, но это еще не завтра. Значит так, Екатерине Алексеевне укол сегодня я уже сделал, но если она начнет баянить, звоните мне в любое время, хорошо? Слушаюсь. Петр Григорьевич, можно спросить? Слушаю. Нет, ничего, извините. Ну ничего так, ничего. Хорошо, счастливо, девчонки. И вам всего доброго. До свидания. Алло, Генка, планы поменялись. Шефа сегодня не будет на месте. Если хочешь, подруливай сегодня вечером ко мне. Я вырвусь. Здравствуйте. А заявление подать можно? Молодые люди, а вы на часы смотрели? Мы уже закрываемся. Дело в том, что нам очень срочно. Если невеста беременна, нужна справка от врача. Я? Делать мне нечего. Милая женщина, мы хотим как можно скорее соединить наши судьбы, прожить долгую, счастливую жизнь и умереть в один день. Ну ладно, уж так и быть. Проходите, садитесь. Пожалуйста. Гордеев. Опять Гордеев? Да вы что, сговорились там? В смысле? Ну, второй Гордеев за день. Андрюха. Усачева, значит? Невеста, фамилию менять будете? Меня мое вполне устраивает. Мудрое решение. Согласен. Заполняйте вот, пожалуйста. Ой, мальчики, как же вы меня сегодня порадовали. Галя, неси шампанское. Есть повод. Роленька, смотрю на тебя не на любую. Ты прям рассвела. Так и не скажешь, что без пяти минут бабушка. О, нет. Бабушкой я пока становиться не готова. Может, я сама еще хочу родить. О, пап, у вас планы? Ну, а почему бы нет сына? Разве у нас плохо с мамой получается? Берите пример. Смотри, как рвет. До сто процентов первым будет. Привет. Ты посмотри, кто это? Кто? Да вот же, это сам Гордеев. Он стоит. Извините, а можно ваш автограф? Класс, спасибо. Ты здесь, а я думала, ты там? Был, пока с дистанции не слышал. Как это сам Гордеев с дистанции, Саша? Не знаю, наверное, сегодня не мой день. Ну, это как сказать. Я у врача была. Я беременна. Ты рад? Ты себе даже не представляешь, как. За вас, мои хорошие. За вашу будущую счастливую семейную жизнь. Такую, как у нас с мамой. Давайте за маму. О, а давайте. Все, подруга, я побежала, буду через час, как штык. Ну, все, беги давай уже. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Велотекущая шизофрения. Параноидальная приступообразная форма, расстройство мышления, разорванность речи, дефицит внимания. Рекомендовано. Понятно. Нейролептики 10% чем обычно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аркадий Петрович, дорогой, я как раз собиралась вас набрать. Скажите мне, как вам это удалось? Когда Феликс сказал, что они с Кирой подали заявление, я сразу поняла, что без вас не обошлось. Ну, пусть это будет моей тайной, Олечка. Главное, чтобы все получилось. Так что насчет ужина? Там мы обсудим детали предстоящего торжества. Умеете вы убеждать, господин мэр. Хорошо. Назовите время и место. Ну, милая, я не понимаю, ну, почему ты так сердишься? Мы с тобой давно мечтали, чтобы Маришенька вышла замуж. Да, и с подруги ее семьями обзавелись, детями, что почему? Ничего тут. А ей скоро 20 детей, если ты не забыл. Ты еще скажи, что Гордееве поставил шанс. Чем тебе Гордеев не угодил? Ну, вроде неплохой парень. Вот именно вроде. Ну, не будет там счастья, не будет. Ну, вот предчувствия у меня. А когда это генералы предчувствиями руководствовались, а? О, господи. Пока. Машуль, постой. Гнала за тобой от самого перекрестка. Ну, ты ходишь. С тебя бы крылья летала бы. Угадай, кого я видела? И кого? Английскую королеву. Дочку Валдина. Это точно была она. И что? А то. Знаешь, где я ее видела? Иду мимо салона свадебных платьев, представляю, какую я выберу, и вдруг оттуда выходит она со своей мамашей. Все такая... такая... Ну, явно не просто так пришли. И зачем ты мне это все рассказываешь? Для информации? Все подтверждается. Выйдет она замуж за твоего Гордеева. Никакой он не мой. Ну, теперь уже точно не твой. Ищи себе другой объект мечтаний. Этого перехватили. Хочешь, с братом познакомлю? Не хочу. Да! Разрешите? Заходи. Присаживайся. Ну что, Андрюх, тебя можно поздравить? Так и решился вступить нашу братью окольцованных. В правильном направлении смотришь, Андрюха. Я чего зашел? Хотел спросить. Вы уже посмотрели материал по делу Саенко? Я могу их забрать и передать дело в суд? Сроки поджимают. Какой же ты настырный, Гордеев. Но тебе не все равно. Тебе нечем заняться. Ну, иди вон. К свадьбе готовься. Невесту облажай. Вы просто ответьте, когда можно будет передать дело в суд? Когда я решу. Дело передано на дорассмотрение. Значит, теперь это так называется? На что ты намекаешь, Гордеев? Товарищ майор, не в моих правилах угрожать начальству, но так работать я больше не собираюсь. Или вы отдаете мне дело, я передаю его в суд. Или... Или что? Тестью пожалуешься? Так он в курсе. Или дверью хлопнешь. Один уже умник нашелся, Пашка твой. Подал рапорт на увольнение. А ты следующий? А работать кто будет, Гордеев? Это не работа. А вот ошибаешься, Гордеев. Именно это и есть работа. Псих. Мам. Посмотри. Как тебе? Ай, какая ты красавица, Маришенька. И платье очень красивое тебе идет. А давайте посмотрим еще несколько вариантов. И подумаем над образом в целом. В таком важном деле торопиться нельзя. Давайте. Музыка. 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 Это особое предложение. Кутер, я специально делала комплект с водой. Эксклюзив. Я совершенно растерялась. Мне нравится первое. И это. Это. Да. Идеальная невеста. Музыка. 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 Там такой концерт по телевизору показывают. Прелесть. Пока рекламу пустили, я прибежал тебя позвать. Пойдем, пойдем. Рыса Матвеевна, извините, не могу. Я сейчас статью читаю. Какая статья? У тебя сегодня выходной. Это правда очень важно. Простите. Ну, как знаешь. Так. Перетозировка вызывает нарушение сознания, дисфункцию нервной системы, судороги, шок, в плане такому. Регулярный прием приводит к потере ориентации во времени и пространстве. Ретроградная, антероградная и диссоциативная амнезия. Знать бы еще, что это такое. Так. Потеря личных воспоминаний при сохранении общих универсальных знаний. Это очень похоже. Екатерина Алексеевна помнит, что летом жарко, но кто она такая и откуда, без понятия. Что же вы творите, доктор Комарницкий? И главное, зачем? Ты заболел? К завтраку не вышел. Полдня лежишь. Что происходит? Может, температура дает блог потока? Нет у меня никакой температуры, мама. Тогда что? Ты меня плохо слышишь, Дэн? Дэн! Мам, Лера больше со мной не работает. Она уезжает в концертный тур. Надолго, возможно, навсегда. Теперь ты довольна. Я? Что за тон? Ты меня в чем-то обвиняешь? Нет. Знаешь, мам, как-то так странно. Все выходит именно так, как ты этого хочешь. Ну, а что поделать? Просто она сделала свой выбор. Это ее право. Вообще, знаешь, каждый человек в определенный момент своей жизни делает выбор. А при чем с я? Не принимай все близко к сердцу. И вообще, все, что нас не убивает, делает только сильнее. Да. Кто-то умный сказал. А кто? Не помню. Вы сегодня, Олечка, светитесь, как никогда. Так приятно на вас смотреть. Да. У меня сегодня прекрасное настроение. Жизнь Аркадия Петровича – это череда черных и белых полос. Так вот у меня сегодня белые. Вы намекаете на нашу встречу? Ну и это тоже. Приятного аппетита. Что-нибудь еще? Боже мой, вы меня решили откормить здесь еды на целый банкет. Ладно, иди. Если что, позову. А у меня прекрасная идея. Давайте объединим два торжества. Феликса с Кирочкой и Андрея с Мариной. У нас дома. Это событие будет иметь огромный резонанс в прессе. Думаю, что вам это тоже не повредит. Всегда восхищался вашей дальновидностью. Я не против. Можете же сказать, обеими руками зал. Отлично. Я этим займусь. Времени немного, но поверьте, все будет на высшем уровне. Я не сомневаюсь. А когда Ольчику вы уделите время лично мне? Прошлая охота не выходит мне из головы. Так хочется повторить. Вот детей поженим и повторим. Буду ждать, что у меня еще остается. А вы шафа не видели? А его еще нет. Пока. Пока, девчонка. Пока, пока. Алло. Генка, ты что, сдурел? Мы час назад с тобой только расстались. Да, на работе. Уже занята. Да мне сейчас утреннее назначение разносить. Юлька, если хочешь, я вместо тебя могу. Да? Спасибо большое. Только чтоб никто не засек. Что-что? Ты где? Екатерина Алексеевна, здравствуйте. Я Таева, меня помните? Как вы себя чувствуете? Когда меня отсюда выпустят. Я не знаю. Правда. Екатерина Алексеевна, скажите, вы помните такого Виктора Нарбута? Вы с ним учились вместе в институте. Да. А кто это? Это мой папа. А я своего не помню. Вообще мало помню. И сплю. Все время. Таблетку выпью и сплю. Устала очень. Вы учились в художественном институте. На искусствоведческом. У вас подруга была, Ольга Сорокина. Вы ее помните? Нет. Оли не было. Доктор сказал, Оли не было. Нет. Какой доктор сказал? Который мне уколы колет. Понятно. Екатерина Алексеевна, вы вышли замуж за Станислава Гордеева. Это вы помните? Помню. Это помню. У меня платье было белое. Такое красивое. Я его в шкаф повесила. Сейчас покажу. Шкафа нет. Вы брали шкаф? Тут не было шкафа. Не было шкафа? Что ты возишься так долго? Комарницкий уже подъехал. Таблетку дала? Да, да. До свидания, Екатерина Алексеевна. До свидания. Господи, ну хватит церемоний. Стопай, пико, пико. Доброе утро. Здравствуйте. Та у вас все в порядке? Да. Здравствуйте. Ну ты чего? Пойдем. Пойдем кофе пить и расскажу, что мы кинка учтим. Итак, сегодня мы с вами поговорим о трех самых распространенных ошибках женщин в отношении мужчин. Откройте свои конспекты, можете записывать. Итак, ошибка номер один. Не нужно делать из мужчины сыночка. Конечно же, забота очень важна. Но чрезмерная опека такая, как, а ты поел, а ты документы не забыл, а тебе не холодно? Понимаете, это вот злит и раздражает, да? Ну да. Мой всегда огрызается, когда начинаю его контролировать. Ошибка номер два. Не пытайтесь сделать из мужчины подружку. Открытые эмоции – это важная составляющая близких отношений. Однако женщины часто проживают чувства значительно ярче мужчин. Поэтому, если хотите делиться, не грузите мужчин. Ищите для этого такого же эмоционального великана, как и вы, особо у женского пола. Это ж надо не грузить у мужчин. Какие мы нежные. Да. И ошибка номер три. Не давите на мужчин. Вот никогда. Позвольте ему созреть, чего бы вы от него не хотели. Дайте ему время. Простой тест. Поднимите руки. Кто из вас когда-нибудь задавал своему мужчине вопрос, а когда ты на мне женишься? Отлично. А теперь скажите, кому из вас после этого вопроса сделали предложение? Кто из вас подал заявление в ЗАГС? Марина, вы подали заявление? Позавчера. Да вы что? Слушайте, я вас от всего сердца поздравляю. И, кстати, от лица присутствующих здесь девчонок, да, девчонки? Спасибо. Я желаю вам красивой свадьбы, которую вы запомните на всю свою жизнь и счастливой, долгой семейной жизни. Спасибо. Так и будет. Представляешь, купил две горящие путевки в Турцию. Со мной даже не посоветовался. Нет, я рада, конечно. Но кто меня отпустит? Свой закон отпуска я еще в марте отгуляла. Тая, ты меня слушаешь? Да, отпуск отгуляла. Вот пусть и берет свою мамочку теперь с собой. Пусть она ему там мозги компостирует. Мы даже по этому поводу погрызли с ним немного. Слушай, а если он не мамочку с собой возьмет? А Наташку? Это его соседка, еще со школы по нему сохнет. Нет, меня такой вариант совсем не устраивает. Слушай, у меня есть идея. Хочешь, я твоих пациентов возьму на себя. А ты бери за свой счет отпуска и езжай. Да ну. Комарницкий не разрешит. Он этого не любит. Ну а вдруг? Давай хотя бы попробуем. Попытка, не пытка. Пошли. Что, прям сейчас? Ну а чего? Ты на море хочешь? Да. Ну так идем. Да. Да, я визу получил. И билет получил. А тезисы по докладу я вам на прошлой неделе еще на почту скинул. Посмотрите. Хорошо. Все, договорились. На связи. Да. Здравствуйте. Что у вас, девочки? Петр Григорьевич, мне очень нужен отпуск за свой счет. Завтрашнего дня. Всего на неделю. Пожалуйста. Юль, ну с какой это стати-то? Понимаете, просто у нее... Понимаете, у меня дедушка в деревне заболел. Какой день лежит, не встает. Я хочу его навестить. Я у него единственная внучка. Нет, ну я все, конечно, понимаю, даже сочувствую. Но... Но сейчас очень не вовремя. Я сам послезавтра уезжаю на конференцию в Лондон. Вот приеду, тогда отпущу. А если я не успею? Ну и дедушка. Ну вы сами понимаете. Петр Григорьевич. Отпустите Юлю, пожалуйста. Я за двоих справлюсь. Обещаю. Она справится. О, не знаю. Таи у нас человек новый, еще неопытный и... Ну зато она ответственная. Ну это я в курсе. Вы не волнуйтесь, я у вас уже полностью расфоялась. И я вас не подведу, обещаю. Она обещает. Ну хорошо, я подумаю. Спасибо большое. Пойдем, Таи. Рыбками интересуетесь, Таи? Да, красивые, очень. Нервы успокаивает. Спасибо. До свидания. Тайка, вот это да! Получилось! Вот это подгон! Кенка будет в экстазе. Я тебе магнитик привезу. Хорошо. Алло, Бенка? Ты стоишь? Сядь! Ха! Привет. Поздравляю вас, Андрей Стамуслович. С чем, Маша? Вы сами знаете. На. Значит, что такое? Почитайте. Мое прошение о переводе в районный отдел. Из областного района? Интересно. Позвольте узнать, в чем причина. Думаете, я не понимаю, что дело Саянко замяли? С чего ты взял? Ну, может, еще не замяли, но собираются. Что ты с этой… Как ее… Это Дарья Остапенко. С этой Остапенко возишься. У тебя других дел нет. Из-за двух Саянкоу хочешь парню жизнь поломать? Понятно, товарищ генерал. Значит, пусть и дальше себя развлекается, бьет и насилует девушек, а мы будем отмазывать? Так вот, я не хочу в этом участвовать. Как угодно. Тогда подписывайте. Погоны у тебя мелковаты мне приказывать. Свободен! Ничего себе! Конспект? Все так серьезно? Увлекаетесь психотропами? Ну, что вы так испугались, товарищи? Решили наладить производство и сбыт? Нет, что вы. Я просто в институт готовлюсь и хочу специализироваться на психиатрии. Тей, да вы так не нервничайте. Я же пошутил. Хорошо, если будут какие-то вопросы, обращайтесь, не стесняйтесь. Есть вопрос, Петр Григорьевич. Какими препаратами лучше всего очистить организм от длительного отравления токсинами? Ну, в том числе и психотропными. Просто... Просто младший брат наркоман. Угадал? Нет, не совсем. Меня интересует детокс-программа и в интернете очень много разной информации, но в основном об алкоголиках. Я вам сброшу ссылку на список статей. Там все очень структурно изложено. И со всеми ссылками на фармакологические справочники. Спасибо вам огромное, Петр Григорьевич. Да не за что. Всегда рад помочь пытливому. Да, Тай, и вы, пожалуйста, к Гойде в палату зайдите. Мне он что-то не понравилось. Я утром его смотрел. Как-то очень сильно нервничал. Посмотрите его, хорошо? Да, да, конечно. Ты? Я? Зашла попрощаться. Кстати, ты кофту забыла. Забери на столе. Угу. Когда уезжаешь? Дэн... Я всю ночь не спала. Думала... О, ну понятно. Я не могу. Что? Дэн... Я никуда не поеду. Почему? Если из-за мамы, то я тебе уже говорил, я буду за ней приглядывать. Фрукты, лекарства, все, что надо, мне не в лом. Не только из-за мамы. Я не могу предать тебя, понимаешь? Если бы не ты, обо мне никто бы не узнал никогда. Так бы и носила всю жизнь грязные чашки на кухне. Повтори. Скажи еще раз, что выбрала остаться со мной. Да. Лера, ты не пошлишь. У нас все получится. Мы будем много репетировать. Грэмми. Американ мюзик и вот все будет наше. Ты мне веришь? Да. Приветик. Привет. Ну что, как одной было дежурить? Поспать хоть дали? Было тихо, но я почти не спала. Уроки учила? Молодец. Ну иди хоть сейчас поспи, пока Юлька за больным дедушкой присматривает. Да, да. Андрей Станиславович. Вызывали? Маша, у меня к вам личная просьба. Мне пока не сказали, кому нужно передать дела, поэтому и попрошу вас вот эти вот документы занести майору Вощуку. Ну, если я понадоблюсь, пусть вызовет. Я сам передам. Хорошо, конечно. А почему не вы сами? Обстоятельства. Маш, это не приказ, а просто моя личная просьба. Я Пашку погнал, но он успел уволиться. Что значит успел? Вы что, тоже? Как же так? Вы же почти дядь самого. Вот именно. Ладно, Маша, не в службу, а в дружбу. Отнеси. Вот еще опись. Тоже передай. Да, да. Андрей Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам. Как же вы не был времен. Доброе утро. Доброе утро, господи. Доброе утро, Таечка. Ты что такая замоченная? Давай я тебя покормлю. Нет, нет, спасибо большое. Кушать вообще не хочу. А вот от чая не откажусь. Сейчас налью. Обещаю хорошие дороги, ремонт в подъездах и качественное медицинское обслуживание. Угу. Так мы и поверили. В ближайшее время мы закончим строительство современного диагностического центра и заложим фундамент нового родильного дома. Это очень важно. Город должен разрастаться. Вот так вот каждый выбор. Хоть бы что новое придумали. Поделюсь маленьким семейным секретом. Моя дочь собирается замуж. Кто знает, может быть в этом новом роддоме появится на свет мой первый внук. Поздравляем. И кто ваш будущий зять, господин мэр? Или это тайна? Нет, мы этого не скрываем. Моя дочь собирается связать себя узами брака с молодым бизнесменом Феликсом Гордеевым. Вот кому повезло. Доброе утро. Не сказал бы. Что, так и не нашли денег на адвоката? Нет, да даже дозвониться не могу. Ну, может быть, она спит. Не слышит. Она с вечера трубку не берет. Ну, съездите к ней. Да, спасибо. У вас что-то случилось? Вид у вас какой-то потерянный. Да я даже не знаю, случилось или нет. Как-то это все странно. Странно. Пойду свежим воздухом подышу. Да. Феликс, ты где есть? Ну, где, ма? На работе, конечно. Послушай, найди время и обязательно загляни в салон. По мере смокинга. Я оставила твой размер, там он один. Какой салон? Какой смокинг? Зачем? Что за глупый вопрос? Ты жених? Тебе положено быть в смокинге. Мам, давай потом об этом говорим. Все, у меня люди, не могу. Давай. Девушка, здравствуйте. Вы сегодня потрясающе выглядите. Может быть, кофе или мороженое или шоколадный фондю, чтобы вас развеселить, а то какая-то грустная? Феликс, пожалуйста, хватит. Да, я же сказал, я не отстану от тебя. Сейчас только дела решу и вернусь, буду бороться за тебя основной силой. Дела решишь? Угу. Феликс, я не пойму, ты идиот? Ну, вот ты сейчас серьезно? Да, я... Я люблю тебя, понимаешь? Я не могу без тебя, да. Ну, послушай. Феликс, не трогай меня. Я не могу без тебя. Феликс, не трогай меня. Я сказала, не трогай меня. Руку убрал? Ты чего? Ты кто вообще? А, сосед, давай с Шуру и без тебя разберемся. Да, идем в машине поговорим без... Я с тобой никуда не пойду. Я прошу тебя... Я сказала, не пойду. Ты что, непонятливый, что ли? Феликс, отстань от нас. Ого! Уже от нас? Ну, давай, Герой! Давай! Феликс! Феликс, пожалуйста, не надо. Ну, ладно. Потом поговорим без свидетелей. Ничего, что я вмешался. Ты вообще кто такой? Феликс Гордеев. Будущий счастливый зять в море. Понятно. Спасибо, что вступился за меня. Ты забыла, что я люблю девушек из беды выручать? Ну, зато получился интересный повод наконец-то перейти на ты. Согласен. Слушай, если хочешь, можем вместе пойти твою Дашу искать. Да, спасибо. Я сам. Феликс, а ты что, дома по обед заехал? Галь, накрывай на стол. Феликс, подожди. Ты в салоне был? Смокинг-меринг? А это что такое? Ты что, подрался с кем? Да подожди, я посмотрю. Пожалуйста, отстань. Даш! Постой, Даш! Привет, а что случилось? Почему трубку не берешь? Почему убегаешь? Артем, все сложно. Так а кто сказал, что будет легко? И что, теперь сдаваться? В общем, у меня хорошие новости. Я договорился с адвокатом, он возьмет твое дело. И что особенно важно, он согласен на выплату гонорара частями. На первую часть у меня уже есть, а... Я взяла деньги. Не понял. Какие деньги ты взяла? Саенко предложил мне деньги. Много я их взяла. Никакого удела больше нет. Я собрала заявление. Чего ты молчишь? Скажи, что я безвольная продажная тварь. Скажи. Давай. Ты думаешь, я сама не знаю? Да я просто жить хочу, понимаешь? Нормально жить. Саенко все равно никто не посадит. Да пошел он этот Саенко! Пока! Удачи тебе, Даша! Удачи! Тюмочка! Что вы выбежали? Что с ним? Я с ним поговорю. Артем, я не знаю, что у тебя произошло, но, пожалуйста, не стреляй, я захожу без оружия. Можно? Ты уже вошла. Я присяду. Садись. Что тебе от меня надо? Ничего. Я просто пришла спросить, что у тебя случилось. Ты Дашу нашел? У него все хорошо, она теперь богатая и независимая. В каком смысле? В прямом смысле, Тай. В прямом. Этот урод заплатил ей денег, чтобы она забрала заявление. Все. Не было никакого насилия. Гражданин прокурор. Олег? Олег хороший мальчик, гражданин прокурор. А это мне все, знаете, так показалось. А то, что у меня все тело в синяках, так, знаете, оно ж до свадьбы заживет. Ну, это ее выбор. Почему? Нет. Ну, почему? Объясним. Вы всегда выбираете деньги. Ни правду, ни справедливость, ни честь, вот эти деньги, деньги, деньги. Это все подло, мерзко и противно. Артем, ты это сейчас мне говоришь? Или дальше? Уйди. Просто уйди и оставь меня в покое. Проходи, проходи. Сейчас как раз себе дам последний целый. Я вас слушаю. Значит так, назначение по этажу ты будешь получать у Солнцева по всем палатам, кроме пятой. Эту палату я веду лично, там моя больная. Каждый вечер она получает вот этот препарат. Я подумал, что в мое отсутствие она будет получать укол раз в два дня. Как раз на твоей смене. Хорошо. Я могу на тебя рассчитывать. Не подведешь? Я буду стараться делать все, что от меня зависит. Ну, хорошо. Ладно. Тогда можешь пожелать мне счастливых путей. Удачного выступления на конференции, Петр Григорьевич. Спасибо. 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 Сирена Алексеевна, я надеюсь, вам это поможет. Не трогайте меня. Поможет. Не поможет ничего. Отстаньте от меня. Пожалуйста, это совсем не больно. Дайте мне руку и расслабьте ее, пожалуйста. Доверьтесь мне. Я желаю вам только добра. Вы меня помните? Я Тая. Дочка Виктора. Витя Нарбута. Не помню. Я с вами посижу. У вас глаза красивые? У вас тоже. Я обещаю, что сделаю все, чтобы вы поправились. Аркадий Петрович, здесь как договаривались. Положите сюда. Благодарю. В ближайшее время я обязательно выделю людей, чтобы мы вместе с вами съездили на объект и помозговали, как вписать ваше здание в единый архитектурный городской ансамбль. По рукам? По рукам. Ну вот и договорились. Что-то еще? Я все хотел спросить, а почему сумма стала меньше? Я чему-то или кому-то обязан? Своей жене. В смысле? Ваша супруга очень постаралась, чтобы Усачева с Гордеевыми стали ближе друг к другу. А вы имеете в виду свадьбу наших детей? Микрофюм. 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 Оля, Олешка, это тебе. Вить, зачем? Я же тебе все объяснила. Не трать на меня время. Я был у тебя дома. Сказали, ты там больше не живешь. Вот решил тебя возле работы поймать. Ты не передумала? Ты так ничего не понял? Я встретила другого мужчину и выхожу за него замуж. Все, надрываешься за Юльку. А она тебе надо? Надо. Она такая, дашь палец, руку откусит. Неправда. Мне потом тоже понадобится. Она меня подменит. Да еще сытая. С пятой каждый день нянчишься. Не лень? Шеф сказал присмотреть за ней. Выслуживаешься перед начальством? Думаешь, зарплату поднимут? Ага, жди, жди. Девочки, я в институт хочу поступать. А это очень интересный случай. Извините. Да. Да. Тая Нарбуд. Наталья Сергеевна, спасибо, что перезвонили. Да, очень хотела. А где и когда мы можем встретиться? Да, я поняла, буду. Пока. Пока. Конечно, помню. Я очень хорошо помню вашу маму. Мы же вместе работали в хирургии, дружили. И вас помню маленькой. Она пару раз приводила вас на работу. Я даже этот кулон помню. Ваша мама к нему очень трогательно относилась. Никогда не снимала. Чудесным она была человеком. И врачом ответственным. Наталья Сергеевна, скажите, пожалуйста, а вам фамилия Любченко ни о чем не говорит? Катя Любченко. Нет. Она потом еще стала Гордеевой. Эту фамилию я помню. И мужчину по фамилии Гордеев тоже помню. Он был известным спортсменом, лежал у нас в отделении после аварии. А после какой аварии? Тогда в отделение по скорой поступил мужчина с сыном-подростком. Гордеев. Кажется, и гоночное авто перевернулось. Помню, мужчина потом очень сокрушался, что мальчик из-за него пострадал. Он потерял очень много крови и нуждался в переливании. Я почему их запомнила? У ребенка была очень редкая группа крови. Первая отрицательная. Такую всегда сложно найти. А у Гордеева четвертая. Да, и Ларочка тогда очень удивлялась. У отца с сыном не могут быть такие разные группы крови априори. А мальчика? Мальчика не Андрей случайно звали? Кажется, да. Вы его знаете? Немного. Ну вот. Ларочка долго искала для мальчика кровь и вспомнила, что у ее мужа Виктора тоже первая отрицательная. И поскольку он не отрицал, что... Как же ее звали? Татьяна? Ирина? Ольга. Да. Так вот. Виктор за Ольгой, матерью Андрея, когда-то ухаживал. И Ларочка предположила, что мальчик сын ее Нарбута. Она даже об этом с Ольгой говорила. Но та все отрицала. И она собиралась, помню, об этом говорить с самим Гордеевым, но не успела. Несчастный случай. Ах, жаль. Так жаль. Подождите. Вы хотите сказать, что Андрей Гордеев мой родной брат? Таечка. Как я рада вам, как я вас ждала. Спасибо вам огромное. Мне намного-намного лучше. У меня силы возвращаются. И я вспоминаю все. И детство, и юность, и... Я очень рада за вас, Екатерина Алексеевна. Сейчас капельницу поставим. Тая, мне нужно уйти отсюда. Вы мне поможете? Что? Что? Таечка, мне нужно домой к мужу. Мне очень нужно домой к мужу. Я, вы знаете, я кое-что вспомнила, и мне обязательно нужно ему рассказать. Это очень важно. И знаете, он меня так любит. Он так тоскует по мне. Пожалуйста, пожалуйста, выведите меня отсюда. Пожалуйста. Как это вывезти? Екатерина Алексеевна, я не знаю, я не смогу. Здесь камера и охрана... Милая моя, пожалуйста, я с ума сойду. Я здесь сдохну. Пожалуйста, мне некого больше просить. Ну, пожалуйста, я умоляю вас. Умоляю вас. Хорошо. Я подумаю. Я очень на вас надеюсь. Хорошо, давайте. Таняка! Привет! Привет. Ну вот, я на месте. Я только вещи домой закинула и сразу сюда. Отдохнула. Супер. Прикинь, Генка мне предложение сделал. Так красиво было. Повел меня в ресторан, заказал там всякого разного. Ночь, свечи, морской прибой. Ой, что это было. Я очень рада тебя. А ты чего такая? Устала, да? Замучилась с нашими? Ну, ничего, отдохни, ложись спать, если хочешь. Я за твоими гляну, сейчас быстренько вечерний разнесу. Кстати, Комарницкий твою пятую палату мне отдал. Так что до его приезда эту пациентку буду везти я. Ну, а тебе хлопот меньше. Да без проблем. Как скажешь. Все, пошла работать. Таечка. Таечка, мы с вами уже идем, я готова. Нет, Екатерина Алексеевна, уйти отсюда практически невозможно. Нас с вами поймают и будет только хуже. Но я кое-что придумала. Верьте мне. Я обещаю, надолго вы здесь не задержитесь. Но потерпите немножко, еще чуть-чуть. А пока выпейте таблетки. Екатерина Алексеевна, Екатерина Алексеевна, я снова буду спать. не буду вас обманывать. Так нужно. Но забывать, как раньше, вы уже ничего не будете. Доверьтесь мне. Здравствуйте. Я могу поговорить с Станиславом Гордеевым? К сожалению, у Станислава Андреевича сейчас нет на работе. А когда он будет, я могу его подождать. Сегодня он вряд ли появится. Если у вас что-то срочное, можете обратиться к его заместителю, Феликсу Станиславовичу. Он недавно подъехал, я сейчас его наберу. Нет, нет, мне нужно, спасибо. А вы не могли бы дать мне номер мобильного телефона? Кого? Станислава Андреевича? Нет, конечно. Это исключено. Приходите в понедельник, девушка. Наверняка его застанете. На выходных его точно не будет. Спасибо. Да, вы правы. Отличное место. Я вам плохого, по совету Станислава Андреевича. В ближайшее время жильцов отселят, площадку разровняют, перепроложат все коммуникации вперед и с песней. Решение земельной комиссии естественно берут на себя. С вас, уважаемый, проект будущего строения, такой, который впишется в архитектурную конву старой части города. Чтоб не сморделся здесь инородным термом. Как думаете, справитесь? Постараемся. Да, и пожалуйста, не затягивайте. Утверждение проектной документации займет не один день, как вы понимаете. А, понимаю. Думаю, на следующей неделе встречу со своим архитектором. Естественно, на следующей. Потому что завтра у нас с вами Станислав Андреевич. очень ответственное мероприятие. У меня товары у вас купятся, да? Вы готовы? Да это готов. Главное, чтобы дети были счастливы. Так мы им в этом поможем, на том мы и родители. Разве не так? Так. Прошу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что он здесь делает? Я же его уволил. Я тебя уволил. Да вы что? Когда? Феликс, не бесись. Вадик занимается в клубе на общих основаниях. Он купил себе абонемент. Разве тебе помешает лишний клиент? Добро пожаловать в клуб. Можно тебя на минутку? Ты что, потерпеть не могла? У нас завтра росписть. Уже завтра? Блин, как не кстати. У меня были другие планы. Смешно. Сегодня, мой дорогой, я свободная женщина. Так что не мешай мне заниматься моими личными делами. Ты хотя бы вид делай, чтобы пара. Ладно? Надеюсь, тебе не плевать на репутацию. По крайней мере, на репутацию твоего отца. Не вздумай зажиматься с Владиком при людях. Черт, и что. Привет. Не помешаю? Ты забыла, что это твой дом, я тут просто комнату снимаю. Тай, я дурак. Прости, пожалуйста. Наорал на тебя, нагрубил. В общем, я не прав был. Извини. Поехали. Тут еще кофе остался. Будешь? Я уезжаю. Я в курсе. Надолго. Я знаю. А маме позаботишься? А раньше тебя это беспокоило? Ладно, хватит. Ты уезжай с счастливой дороги. За маму не волнуйся, я ее не брошу. И насчет переезда не переживай. Мне обещали премию дай, так что и грузчиков, и машину оплатить смогу. Сами справимся. Ты злишься, что я уезжаю? Я вернусь через три месяца. Задам смену и вернусь. Поговорим через три месяца. А пока счастливой дороге, интересная погода и добрых белых медведей. Тай, да нет там никаких белых медведей. Там только ученые. В количестве из шести человек. У нас там даже медсестры нет. Это предложение? Я догадалась, что нет. Ничего, у меня здесь дела много. Поговорим через три месяца. Так, дом должен блестеть. Галь, слышишь? Конечно, Ольга Людмитриевна. Такой праздник. Сколько гостей будет? Много. Дальше. В холле все надо лишнее убрать. А зеркало перед входом протереть. Так я сегодня протирала. Ну, значит, надо еще раз протереть. Дальше. Лужайка. Вась. Обижаете, Ольга Дмитриевна. Газон подстриг. Кусты ровнехонькие. Я проверю. А садовая мебель готова? Ясное дело. Уже завезли. Завтра с утра расставлю. А почему завтра? Что, сегодня нельзя? А если ночью дождь? Ну, хорошо. А только... Только рано утром сделаем. Хорошо. И как-то, я не знаю, ну, как-то оденьтесь поприличнее. Официанты официантами, а вы мне все-таки нужны. Хотя, ладно, я сама... Сама... Сама вам одежду подберу. Так. Все должно быть на высшем уровне. Все-таки гости солидные. С положением. Пресс-телевидение. Ну, все, ну, идите, ну. Добрый вечер, Александр Ильич. Стас, милый, господи, я так переживаю. Ты не представляешь такое ощущение, что я сама замуж выхожу. Мне очень жаль, но состояние вашей жены не только не улучшается, она все больше теряет связь с реальностью. В каком смысле? Ну, например, меня она еще узнает, потому что я бываю у нее каждый день. А вот Николая Степановича, нашего профессора, уже с трудом. Из медсестер она помнит только одну. Ту, которая ей не нравится. То есть вы хотите сказать, что она и меня не узнает? Ну, вас, наверное, еще помнят. Давайте мы с вами не будем гадать. Вы хотите с ней поговорить? Конечно. Катюш, Лан. Да. Это мое имя. Мила, как ты себя чувствуешь? Хочу спать. Ну, спать страшно. Мне снятся сны. А знаете, вы тоже мне снитесь. Часто. Вам страшно во сне? Нет. Наоборот. Мне снится, что я счастлива, или что у меня красивый муж. Вот как вы. Правда, очень похожа на вас. И что у нас детки? Три мальчика. А потом я просыпаюсь здесь. Одна. Вы можете меня забрать отсюда? Вы можете меня забрать отсюда домой? Пожалуйста, я буду себя хорошо вести. Екатерина Алексеевна. Екатерина Алексеевна, вы просто встали. Нет, пожалуйста, не надо. Так, понятно. Екатерина Алексеевна. Вам просто нужно отдохнуть. Тихо, тихо, тихо. Молодец. Молодец. Стас? Стас! Ну, то, что не слышишь, я тебе говорю, я волнуюсь. Валенька, все обязательно будет хорошо. Я гордею, Андрей Станислав. Мария, ты будешь самой красивой невестой. Такая воздушная, такая нежная. Ой, боже мой. А платье очень тебе идет. Сидит как в литою. Интересно, а какое платье будет у Киры? Хотя у нее совершенно нет вкуса. Вот увидишь, напялить на себя, черти что. Марина, не думай об этом. Утром приедет визажисты, макияж, прическа. Папа, посмотри на меня, мне нужен твой презвый мужской взгляд. Я в этом не очень разбираюсь. Платье как платье. У меня работы много. Не оценила. Маришенька, не обижайся. Может быть, у него и вправду неприятности. Он просто Андрюша не любит. Инча, полюбит. Ты только дай ему время. Он привыкнет. Обязательно. Мальчики. Какие же вы. Какие вы красавцы. Ну, просто нет слов. Надеюсь, теперь ты довольна. Очень, очень темно. Отдаю вас в надежные женские руки. Мамуль, надеюсь, на этом твой постоянный контроль закончится. Или будешь регулярно приходить к нам с инспекцией? Ну, мы посмотрим по обстановке. Кстати, квартирка, которую подбрала Марина, для вас мне очень понравилась. Да. Феликса, ты переедешь к Ирочке или у нас поселитесь? Убери. Убери этот телефон. Ну, это по работе. И все-таки? Ну, Усачев обещал подогнать мою квартиру. Но пока это секрет. Все-таки меня радует. Не перестает удивлять Аркадий Петрович. Все, убираю. Ведь я правда счастлива. Нет, ну это жена, да? Это мой самый счастливый день за последние сто лет. Хотя нет, вру. Счастливых дней у меня было достаточно. Держи. Тебе такое заключение нужно? Да, отлично. Как там Катя? Твоими молитвами. Смешно пить. Спасибо. Спасибо в карман не положишь, Олечка. Рассчитаюсь. Не переживай. Я Катюшу навещала. Правда? Как они получше? Никаких положительных ствиков. Мне ее так жаль. Я так расстроилась. Всю дорогу обратно плакала. Не могла успокоиться. Да, это просто ужасно. А главная причина неизвестна. Отчего это с ней все произошло? Я не понимаю. И врач не понимает. Говорит, что психические расстройства до конца не изучены. Да, кстати, он передал тебе заключение. Для чего она мне? Ну, как? На основании этих документов Катюша признает мне идееспособной. И ты сможешь заочно с ней развестись. Развестись? Ну, да. Стас. Ты станешь свободным. И сможешь жениться на мне. Наш мальчик родится в полноценной семье, а не у матери-одиночки. Если ты, конечно, этого хочешь. Ну, конечно же, я этого хочу. Это же мой ребенок. Опа-на. Оба уже при параде. Серьезно. Жизнь, а? Я бы такое не одел. Ну, понятно. Надел. Правильно говорить, надел. И куда бы ты делся, еще наденешь. Всему свое время. Так принято в приличном обществе. Мамулечка, ну я же у тебя неприличный с головой до ног. Ой, это очень жаль. Ладно. Хотите быть пингвинами, будьте. Так и быть. Ваш младший брат спасет вас. Организую качественную музыку. А так как вы мои родственники, сделаю скидочку. Группа готова. Подожди, стоп. Что здесь готово? У тебя что, новая вокалистка? Почему новая? Старая? Ну, прежняя. Лера никуда не уезжает. Как? Подожди, ты же сам сказал. Почему? Мамулечка, твой сын может дать ей то, чего другой не может дать. Но, подожди. Я не помешаю? Да уж что теперь. Ой, какие же вы красивые. Да, кому-то пингвины. Филюша, Андрюшенька, поздравляю вас. Желаю вам только добра, а все остальное приложится. Я тут для вас подарки приготовила. Можно? Да. Связала покрывала для ваших будущих деток. Голубое и розовое. Выбирайте, кому какое нравится. Ну, я думаю, что это рано. Спасибо, Галя. Я возьму голубое. Феликс, не возражаешь? Ради бога, какое угодно. А с вашего разрешения я буду нянчить с радостью ваших деток будущих. Ну, пока есть силы. Ну, сейчас принято в няньки брать филиппинок. Говорят, они намного добросовестнее вас ждут ваши дамы. Вперед, вперед, вперед. Ну, что ты встала с ними? Идем. Ну, друзья мои, ну, давайте быстрее, а? Уже, смотрите, ну, расставляйте, расставляйте. Времени мало. Выгружайся. Приехали. Потерпеть не могу эти светские мероприятия. Да ладно тебе. Зато поешь нормально. На свадьбе дочки мэра наверняка будут креветки и омары. Тоже верно. Ой, Дмитрий, я открою. Галя, занимайся своими делами. А встречать важных гостей предоставь мне. Хорошо? Да. Здравствуйте. Телевидение. Да, Аркадий Петрович предупреждал, что вы... Ну, как-то рано, нет? Ладно, хорошо. Проходите, располагайтесь вот здесь. Молодые скоро будут. Так. 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 А можно у вас... Видите, вон, пустота. Возьмите, заполните композицию. Ольга. А? 30 лет за тобой наблюдаю, я все никак не могу рассказать. Откуда ты берешь силы? Это же все на тебе держится. Да. Да. Вот отсюда. Вот отсюда. А потом, ну, кто, если не я? Ну, то верно. Да. Ой, прости. Так. Так. Маришенька, посмотри, помаду поярче или так можно оставить? Нормально. А вообще, я предлагала, взяли бы и тебе, писсажиста. Нет уж, спасибо. Я, когда руки заняты, меньше нервничаю. Что-то меня трясет. Все. Приехала. По-моему, кажется, ты меня заразила. Я теперь тоже все трясила. Ничего. Это нормальная человеческая реакция. Так. Все будет хорошо. Улыбаемся. Витя, ну, все, давай, время, поехали. Я никуда не поеду. Что значит, никуда не поеду? Пап, ты теперь будешь всю жизнь на меня за него сердиться? Из-за Андрюши? Пожалуйста, пап. Только не сегодня. Пожалуйста. Я себя плохо чувствую. Имеет человек право заболеть. Так, возьми себя в руки. И не нужно портить дочери праздник. Маришка, прости. Нет никаких сил. Прости. Ты прекрасна. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кирочка, ну что так долго? Сейчас, пап. Сейчас было 40 минут назад. Все это время Фелик ждет тебя в гостиной. Пусть подождет, ему полезно. Кира! Да шучу, шучу, распускаюсь. Хотела Феликса чуть подразнить. Ну, пусть поволнуется. Ты знаешь, вот такие женские штучки. Ну, тебе не понять. Хитрюга. Взяв тебя. Даже не думай, прическу испортишь. Мы тебя ждем. Ой, как мы вам рады. Да ну что вы, мы не могли не прийти. Такой повод. Поздравляю. Поздравляю, дорогая. Спасибо. Счастье. Счастье вашим детям. Как трогательно. Спасибо. Спасибо. Проходите, проходите. Располагайтесь. Да, Галь, примем. Так, так. Ну, все. Внимание! Внимание! Вы где? Здесь? Лучше сюда. Да. Гости дорогие. Торжественный момент. Мы встречаем молодых. Проходите. Проходите. Вася, готовь. Галина. Молодец. Да, я молодец. Проходите, проходите, пожалуйста, сюда. Так, все. Ой, вы же мои хорошие. Какой едунер хороший. Пошел. Здравствуйте. Все. Занимайся. Уча с лицом. Улыбайся. Прелестно. Как ты выглядишь, потрясающе. Чуть-чуть, девочки. Да? Малочка. Прошу. Малочка, не важно, да? Спасибо, да? Малочка Дмитриевна, разрешайте вас лично похоронить. Да. И пептоскать набор отражают. Конечно. Я же на организме тратч, только формальности уложу и непременно. Да, ну, прими. Ну, а где эта регистраторша? Полчаса уже ждем. Все контролировать надо. Ну, отгоните машину за угол. Вы же весь проезд перекрыли. Гостям даже негде встать. Алло. А вы вообще где? Ну, мы вас давно ждем. Как так можно? Привет. А по какому поводу праздник? А у меня сыновья женятся. Сразу двое. Ух ты. Ну, поздравляю. Мам, так все-таки, чье платье лучше, мое или Киры? Дорогая моя, ну, о чем ты говоришь? Конечно, твое сравнение никакой не уйдет. А что-то я Виктора Семеновича не вижу. Вы знаете, он просил извиниться. Приболит нога. Да что вы. Ну, бывает. Передайте ему мои пожелания. Нескорежи поздравления. Непременно. Вот уж не ожидала. Какая-нибудь судьба, я позволю тебя спросить? Кстати, тебя никто не приглашал. Захочешь сорвать церемонию, знай, ничего не получится. Можешь не стараться. Я не знала, что у вас сегодня праздник. Не знала? А зачем же я приперлась, а? Поговорить. О Кате Любченко. Я видела ее. Я не знаю никакую Татю Любченко. Поэтому давай, уходи немедленно. Это неправда. Вы отлично ее знали. И отлично знали моего отца Виктора Нарбута. Даже замуж за него собрались. Вот зачем вы врать? Ой, вред ты несешь. Все сказала. А теперь давай. Бегом. Быстро, быстро, быстро. А еще я знаю, что ваш Андрей сын моего отца. Здравствуйте, Тая. Здравствуйте. Невеста скучает, а ты здесь. Иди, иди, не оставай меня там. Мамочка, пожалуйста, хватит мне командовать. Здравствуйте, Тая. Куда вы пропали? Мне жаль, что у вас с Феликсом ничего не вышло. Но раз вы пришли, предполагаю, что вы остались друзьями. Не знаю. На самом деле я пришла поговорить со Станиславом Андреевичем. Вот ты где. Да, приветики. Здравствуй. Вам срочно мой отец нужен? Да нет. То есть да, но я понимаю, что сейчас самое лучшее время. Я пойду. Только пришла, и уже уходишь. Я все пропустила, как всегда, любимая. Я вас поздравляю и желаю вам большого счастья. Спасибо. Спасибо. Тая, постойте. Мне достали номер телефона следователя, которого вы искали. Вас это еще интересует? Да, конечно. Он у меня в доме. После церемонии она вот-вот начнется. Я вам его передам. Подождете? Да, спасибо. Еще, Андрей, мне с вами тоже нужно поговорить. Что у вас за совместные таинственные дела такие? Я уже начинаю ревновать им больше. Ну, Андрей, мы с тобой, мы с тобой. Пойдемте. Петя, ты мне нужен. Срочно. Что случилось? Оль, что случилось? Оль, объясни, пожалуйста. Петечка, помоги мне. Я знаю, у тебя всегда есть. Мне нужно заткнуть одного человека. Срочно. Дай по старой дружбе. Что значит заткнуть одного человека? Ты понимаешь, что все это очень серьезно? Объясни, пожалуйста. Ну, не до объяснения, Петя. Пожалуйста. Побыстрее. Иначе будет беда. Ну, принеси быстро, ну! Какая неожиданная встреча. Ты пришла Феликса поздравить, да? Это он тебя пригласил? А почему Феликс не может пригласить свою бывшую? Вообще-то они цивилизованные, современные люди. И это характеризует его с лучшей стороны. Да, выглядишь, если честно, не очень. Ну, как-то не праздничный. Что стоим? Кого ждем? Вон там пусто. КОНЕЦ Дорогие гости! Сейчас мы начнем церемонию. Прошу молодых пройти к свадебной арте. Вы что, девчонки, волнуетесь? Да. Да, Анатолий Миньевна? А давайте выпьемся последней минутой вашего незамужества. Ну, это и присоединяйся. Спасибо, но я не буду у меня еще на работу. А я могу. Я выпью. Мне как раз нужно снять страсть. Марин, не надо. Не надо. Тебе не надо. Питя уже. Надо. Пойдем? Пойдем. Угу. Хорошо,ladım. Если все хорошо. Хорошо. Итак, начнем по старшинству, то есть с вас. Согласны ли вы, Андрею Станиславовичу, взять в законные жены Марину Викторовну, хранить и оберегать ее, лишь в ее глазах находить ответы на вопросы, и лишь в ее объятиях находить уют и покой? Она нам тоже эту хиней читать будет? Да, конечно, я согласен. А вы, Марина Викторовна, обещаете ли... Мариш, ты чего? Мариш, 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 что с тобой? Мариш, Мариш, ты чего? 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 Принесите воды! Мариш! Мариш! Страшно. Да она просто напилась и отрубилась. Молчи! Не снимать! Не снимайте! Воды! Принесет кто-нибудь? Нужно проверить пульс. Дать я. Я все-таки медик. Нетевидный. Что это значит? Вызывайте скорую! Быстро! Скорую! Да-да. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слушаю. Из кварт-отдела. Ой-ой, здравствуйте, миленькая. Я давно вашего звонка жду. Гражданка Зубенко, тут такое дело... Я слушаю, слушаю. Раиса Матвеевна, к сожалению, ваш ордер на квартиру аннулирован. Мы вынуждены были передать его другим нуждающимся. Как? Как другим? Почему? А нам с сыном что делать? Ну, не беспокойтесь, на улице вы не останетесь. Мы можем предоставить вам временное отселение. У нас есть специальный отселенческий фонд. Какой фонд? Я не понимаю. Отселенческий. Других квартир на данный момент нет. Вам придется подождать. И долго ждать? Точно вам сказать не могу. А что вы хотели, гражданка Зубенко? Вы сами отказались от двухкомнатной квартиры. Что это такое? Что с моей болью? Что с точкой? Что? Дяденька, они ничего мне не говорят. Сделай что-нибудь, пожалуйста. Почему не ведете ее в клинику? Я генерал Кувалдин. Отвечайте! Отвечайте мне, в конце концов! Давай на селки. Мне очень жаль. Подождите, как это? Делайте что-нибудь! Ну, делайте что-нибудь! Простите! Анафилактический шок, сильнейшая аллергическая реакция. Возможно, в результате отравления токсическими веществами. Смотри на тебя! Это все, что могу сказать, точнее покажет вскрытие. Пожалуйста! Мне очень жаль. Посмотри на меня. Хорошая моя! Хорошая моя! Посмотри на меня! Папа, почему? Отсюда никто не выходит. Я вызываю полицию. Позвольте, но я все-таки мэр. У меня особый правовой статус. Я сказал никто. Кто? Я знаю, кто это. Я знаю, кто отравил Мариночку. Она! Мам. Это она. Она явилась сюда без приглашения. У нее была цель. Она хотела разделаться с Кирой, чтобы вернуть Феликса. Мариночка, она стала... она случайной жертвой стала. Ты? Это неправда. Я ничего не делала. Андрей, поверьте, я ничего не делала. Убийца! Мама! Здорово. Тема, ты летишь или нет? Я тебя тут встречать собираюсь. Да лечу я, лечу. Рейс задержали. Уже два часа в аэропорту торчу. Так. Никакие прогнозы? Сонек, я не знаю. Надеюсь, в утро буду. Давай. Пока. Я из окна увидел, что скоро помощь приезжала полиция. Что-то случилось? Может, помощь нужна? Да тут уж ничем не поможешь. Марина, невеста Андрея, внезапно умерла. А причину смерти выяснили? Врачи предполагают умышленное отравление. Пока непонятно. Кого-то задержали? Ты ее не знаешь. Пойдем с нас. Мы ведем репортаж о тома хозяина сети Примаспорт Станислава Гордеева, где сегодня должна была состояться свадьба его сыновей. Но случилась непоправимая трагедия. Прямо на торжестве была отравлена молодая девушка, невеста старшего сына Гордеева. Открыто уголовное производство, и у следствия уже есть подозреваемая. Это некая Таисия Мартынова, которая, по версии следствия, и совершила это чудовищное преступление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам что, здесь ночевать? Нас в чем-то подозревают? Таков порядок, граждане. Прорабатываются все версии. Пройдите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей, скажи мне, пожалуйста, что Марина ела? Что она пила? Я не знаю. Я видела. Она вот там шампанское пила. Мы вместе пили. Спасибо. Рома, когда здесь закончишь, забери вот эти бокальчики под шампанского на столе. Официанты, со столом ничего не убираем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так это получается... Она меня хотела травить, да? Ну так твоя мама сказала. Я так не думаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот дрянь. Меня. Да за что? С виду ж такая тихоня. Девочка, ты как? Нормально. Зайди к следователю. Ответишь на его вопрос. Это недолго. И сразу поедем домой. Нагулялись уже, хватит. Где мама? Здесь я. Иди, дочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, молодой человек, мы с Аркадием Петровичем были лучшего о вас мнения. Мы даже представить себе не могли, что вы так близко знакомы с убийцей. Да. И то, что тебя с Кирой не успели расписать, это, похоже, знак свыше. Значит, ты не надо это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рома, все это срочно на экспертизу. Скажешь, я приказал. Давай. Это я виноват. В нашем доме. Прямо на свадьбе. Самое худшее, что я могу сейчас сделать, это обвинять себя. Не надо. Никто не мог знать. Я заберу это дело к нам, а ты возьмешь его себе. Это невозможно. Возможно, Андрей. Я не подписал твой рапорт. Не в этом дело. Понимаю, это против правил. Я возьму ответственность на себя. А ты, честный и порядочный следователь, найдешь убийцу. Нет. Я не смогу, Виктор Семенович. Сможешь. Сможешь, потому что должен. Потому что никому другому я это дело доверить не могу. Станислав Андреевич, вы давно знали подозреваемую Таисию Мартынову? Ну, где-то около месяца. Это правда, что Марина Кувалдина стала случайной жертвой. А на самом деле Мартынова намеревалась отравить совершенно другого человека – дочку нашего мэра. Да с чего вы взяли это? Господин мэр, как вы можете прокомментировать это трагическое событие, свидетелем которого стали лично? Без комментариев. Я уверен, что наши правоохранительные органы быстро о всем изберутся. Виновный принесет заслуженное наказание. Виновный или виновная? Без комментариев. Да не снимай ты! Станислав Андреевич, а я не ошибся? Подозреваемую зовут Таисия Мартынова. Это ее задержали? Да. А вы ее знаете? Мне сначала показалось, я опознался. Дело в том, что Таисия Мартынова работает медсестрой в моей клинике. Тая? Странно. Она говорила, что живет в другом городе. Пожалуйста, не потеряйте этот кулон. Это самое дорогое, что у меня есть. У нас ничего не пропадает, гражданка. Лицом к стене. Нет. Проходим. Девочки, принимаем пополнение. По какой статье? Что? Статью какую лепят? Я не знаю. Я не виновата. Мы тут все ни в чем не виноваты. Правоходка, что ли? Я вас не понимаю. Давай. Располагайся подруга. Какой ужас. Боже мой, какой ужас. Ну все. Завтра это будет во всех новостях. И вы накапай меня в успокоитель. Нет. Лучше виски. Виски налей. В голове не укладывается. А я ведь знала. Я ведь с самого начала чувствовала, что это та мерзавка. Никто не хотел меня слышать. Оленька, пока она только подозреваемая. Но одно могу сказать точно. Она наврала. Представляешь, она работает у Кумарницкого. Она говорила в поликлинике. Еще в какой-то другой город приплела. Что? У Кумарницкого? Ну да. Петр Григорьевич мне сам сегодня сказал. Доченька. Доченька моя золотая. Ты, доченька. За что все? Господи, за что? Ой, как же она радовалась. Как она радовалась. Как она ждала этот день. Не понял, какая она была счастливая. Витя, она была такая счастливая. Не больно. Не больше. Иди. Иди приляг. Попробуй поспать. Скажи откуда. Откуда взялась эта абортина? Я хотела ее задушить. Все это ты наберу. Витя, Витя, Витя. Ты не понимаешь. Витя, ты не понимаешь. Нам теперь нет, в чем жить. Нам не нужно теперь жить, Витя. Нам нет для кого жить. Витя. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оль, а ты вообще в своем уме? Я же запретил тебе брать эти порошки. Ты вообще понимаешь, чем это может закончиться? Петя, мы об этом с тобой потом поговорим. Не по телефону. Ты лучше мне скажи, если Мартынова и правда работает у тебя в клинике, она могла видеть Кать? Да, могла ей что-то рассказать? Нет, думаю, что нет. По крайней мере, ничего связанного. Она в полном неадеквате. Много лет. Как ты, вероятно, помнишь. Странно. Очень странно. Оль, а ты можешь мне объяснить, при чем тут дочь генерала? Она-то кому помешала? Что вообще происходит? Оль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что, не спишь? Ой, Васенька. Что, Васенька? Понимаю, случилась беда. А ты что, что-то видела? Ничего я не видела. Девочку жалко. И Андрюшеньку. Девочку. Продолжение следует... 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 Сынок, все хорошо. Я рядом. Слышишь? Я знаю, что больно, но ты... Ты у меня сильный. У тебя все получится. Держись. Да, сынок. Ты сильный. Держись. Привет. Здравствуйте, Екатерина Алексеевна. Как ваше самочувствие? Прекрасно. Да? Замечательно. Позвольте, я вас осмотрю. Если честно, я по вам даже соскучился. А где Таечка? Почему она ко мне не приходит? Я ее очень жду. Головная боль, а? По-прежнему беспокоит? Меня ничего не беспокоит. Петр Григорьевич, я домой хочу. Вы даже помните, как меня зовут? Представляете? У меня появляются силы, у меня уходит туман. Мы когда с Таей гуляли в... Вы с Таей гуляли? Да. И это было потрясающе. Это чувство счастья бесконечного. И первый раз... Скажите, а Тая делала вам уколы? Не уколы. Капельницы. Она прекрасная, очень ответственная медсестра. Пускай она ко мне зайдет. Я хочу ей кое-что рассказать. Конечно. Она обязательно к вам зайдет. Отдыхайте. И что, как стояла, так упала. Умерла, что ли? А я что, видела? Там говорят. Жуть какая. Молодая ведь совсем была. И что, вторая свадьба-то уже не состоялась? Там, типа, уже не до свадьбы было. Полиция приехала и... Ты ж понимаешь. Капец. Бедный Андрей Станиславович. И Станислав Андреевич тоже. Да. Он пришел такой мрачный. Переживают, конечно. Ясное дело. Кто б не переживал? Главное, я слышала, нашли уже виновную. Тоже говорят, молодая. А еще говорят, что она не ту невесту отравила. Она хотела Киру грохнуть, чтобы Феликс ей достался. Капец. Чистая Бразилия. Попроси, пожалуйста, администраторов, чтобы составили мне графики без накладок. У меня от данного времени три клиента записаны. Хорошо? Спасибо. Ален, если будут спрашивать, меня нет. Конечно, Станислав Андреевич. Фетор Григорьевич, вы уже вернулись. Ну и как прошла ваша конференция? На ура? А что, простите, я не раз слышал. С вами все в порядке? А вы какой-то не такой. Та я сегодня не вышла на смену. Я ей звоню, звоню, а телефон вне зоны. Ага. Я понял. Та я не знаю. Сынок, ну надо как-то собраться. Давай. Спускайся вниз. Поешь. Надо на работу сходить. Мам, пожалуйста, оставь меня в покое. Мне нужно время осознать все, что произошло. Я не могу поверить, что тайна такое способна. Ну да. никак поверить не можешь. Я вот сразу ее раскусила, если помнишь. Да послушай, тайна отшила меня. Ее новый ухажер вообще подрался со мной. Ну зачем ей травить Киру? Сынок. Ты как ребенок, честное слово. Конечно, отшила. Она хотела взять джекпот. Хорошо, она приняла бы твое ухаживание. Кто бы она была? Любовница. А так, она у тебя пожалела. Все бы у нее срослось, но неувязочка вышла. Поймали ее. Ну ничего, ничего. Эта дрянь получит по заслугам. Ты с таким знанием дела рассуждаешь, что начинаю тебя бояться. Прекрати говорить глупости. Ты что, сыночек? Давай, все, 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 все. Соберись. Ты что? Мариночку жалко. Жалко. Бедная девочка. Но Кира-то жива. Жива и здорова. И все, все будет хорошо. Вы пожените. Мам, пожалуйста, хватит, а? Оставь меня в покое. Хватит истерик. Пора учиться держать себя в руках, сынок. И запомни. Из любой ситуации можно найти выход. Из любой. Андрей Станиславович, я... не... Примите мои соболезнования. Спасибо, Маша. Спасибо. Конечно, глупый вопрос, но может, я могу чем-то помочь? Нет. Спасибо. Андрей Станиславович, день добрый. Опять вы? Забрала ваша Остапенко заявление давным-давно. Да я в курсе. Я совсем по другому вопросу. У вас есть минутка? Давайте. Что у вас? Мне сказали, что вы ведете дело Мартыновой. Вы решили защищать всех девиц в городе? Андрей Станиславович, я искренне сопереживаю вашему горе и понимаю, что вы хотите найти и наказать виновного, а не просто закрыть дело. Да, правильно понимаете? Не могла тайне кого отравить. Кем вы ей приходитесь? Родственник? Нет. Я... сосед. Я не думаю, что вы достаточно хорошо ее знаете, чтобы делать столь веские заявления. В любом случае следствие идет. И поверьте, следственные действия проводятся со всей тщательностью. Скажите, а можно с ней как-нибудь свидание организовать? На данный момент нет. Свидание может потребовать только ее адвокат. Никакой дежавю. Хорошо, адвокат, так адвокат. Спасибо, Андрей Сеслович. Всего доброго. Слышь ты, как тебя там забыла? Кая, ты что ж стоишь? Боишься нас? Зря. Мы ж не по мокрухе. Любку вон за кражу закрыли. А я свекрухи врезала. Сама напросилась, достала, зараза. пилит и пилит, пилит и пилит. Так она скорую вызвала и ментов. Заяву на меня накатала. Мол, то да сё, я ее покалечила. А я по УДО. Меня сразу закрыли. что? Осуждаешь? Если честно, мне все равно. Но бить людей, имея условно-досрочный, не самый мудрый поступок. Смелая какая. Так что ж, может, расскажешь, что тебе шьют? Вождение в пьяном виде? Старушку на переходе сбила. Посмотри на нее, куда ей старушек сбивать. Стопудово по экономической. Шеф налогов намыл и на нее все повесил. Придумаешь ли на убийство дочки генерала Кувалдина? На ее свадьбе. Да ладно, врешь? Да, всю ночь сочиняла, но заняться же тут нечем. Увожу хоть тебя. Скандальное покушение на жизнь самой завидной невесты города. Трагедия разыгралась на свадьбе дочери мэра. Кира усычева так и не стала женой Феликса Гордеева. Черт вы писать, я этим больше не о чем. Слушаю. Аркадий Петрович, как вы? Как Кирочка? А вы сами как думаете? Я бы очень хотела извиниться за это ужасное происшествие. Но вы же сами понимаете, что никто не мог такого предвидеть. Но все образуется. Эта мерзавка сядет надолго и больше не сможет препятствовать отношениям наших детей. И они обязательно будут счастливы. И мы с вами, с ними тоже. Не знаю, я в этом не уверен. Ну, Аркадий Петрович, нужно верить в лучшее. Вот я, например, надеюсь, что наши с вами договоренности остаются в силе. Так больше говорить не могу, дела. Арк... Простите, Аркадий Петрович, там все собрались, но может стоит перенести заседание земельной комиссии в связи с обстоятельствами. Люди поймут. Ничего переносить не надо. Скажите, сейчас буду. Угу. Сынок, ну, как там дела? Где там? Ты меня прекрасно понял, сынок. Меня сейчас интересует исключительно Мартынова. Я работаю, мама. Не трогай его. Я лишь прошу, чтобы не церемонились с этой убийцей. Еще какие указания будут? Мам, скажи честно, у тебя что, с этой тайной особые счеты? Не выдумывай, сынок, какие счеты? Кто она и кто я? Я просто хочу, чтобы ты побыстрее передал дело в суд. И чтобы эта тварь села в тюрьму надолго, на всю оставшуюся жизнь. Хотя бы ради Мариночки. Оль, ты прости, но мне кажется, твоя настойчивость похожа на одержимость. Я думаю, Андрей сам знает, что ему делать. Ефим Львович? Да, господин Зубенко. Да, здравствуйте. Извините, что в прошлый раз так все нелепо получилось. Поверьте, молодой человек, в моей практике такие случаи, к сожалению, не редкость. Что у вас произошло? Вашу Остапенко опять кто-то обидел. Нет, дело не в Даши. Тут проблема серьезнее. Нужна ваша помощь. Да, я весь внимание. Скажите, вы возьметесь защищать девушку, которую обвиняют в отравлении дочери генерала Кувалдина? Молодой человек, ну это очень громкое дело. То есть с профессиональной точки зрения, конечно же, мне было бы это интересно, но вы уж меня простите, я в данном случае хотел бы сразу получить аванс. Я понимаю. Вы помните сумму его гонорара? Ефим Львович, такое трудно забыть. Ну, тогда умножьте это на дво, и мы с вами продолжим разговор. Если сумма вас не пугает, завтра в 10 жду у себя. Молодой человек, вы еще здесь? Да, да, здесь. Хорошо, в 10 буду. что там сынок? Что он сказал? Мама, у тебя есть деньги? Занач какая-нибудь? Того, что я собрал на защиту Даши, хватит максимум. На задаток. Есть. Я на переезд копила. Спасибо, мама. Только ты не думай, я все отдам. Глупости не говори. Я тоже хочу Таечке помочь. Сейчас принесу. Витя, за что? За что с нами такое, где наша девочка? За чем? Витя! Люба, почему с нами такой? Витя, Витя, я тебе целеную, что убийца нашей дочери будет занаден и наказан. Ты же докопаешься, да правда? Докопаюсь. Чего бы мне это не стуло. Как я не стула, моя рада. Смей, моя зона же. Марина, блин, скрывайся, как плохо. Никогда не садись. Ой, Марина, я сам хорошая. Девушку зовут Таисия Мартынова Ну, это мне уже известно Скажите, а что вы можете сообщить мне Помимо того, что уже разнюхала пресса? Это, наверное, лучше Усумай-Таи узнать Вы сможете с ней встретиться? Разумеется Скажите, а подозреваемая ранее привлекалась? Я точно не могу сказать, но думаю, нет Ладно Это мы пробьем по базе Ну, и Меняю вопрос А, простите Ну вот Ладненько Хорошо буду держать вас в курсе Простите, мама Мама – это святое Да, мамуль, привет Чего? Понял, ладно, пока У Таи в комнате обыск был Молодой человек Чему удивляетесь Работа у них такая Журнал дежурств Помада Расческа И какие-то препараты Это берем на экспертизу Оформляйте Хорошо Скажите, Юлия Каким лекарственным препаратом Вы с Таисией Мартыновой Имели доступ И где они хранятся? Только к тем, что врачи назначали А хранятся они Основная часть На складе Это отдельная комната Там же лекарства Строгой отчетности А то, что в ежедневных назначениях Вот в этом шкафу Понятно Почему тогда у Мартыновой В личной тумбочке Были найдены эти препараты? Я не знаю Я в отпуске была У нее там еще какие-то ампулы лежали Их Петр Григорьевич собрал Андрей Станиславович Пройдемте, пожалуйста, ко мне в кабинет Поверьте мне Это в интересах следствия Работайте Андрей Станиславович Вот это Я нашел В рабочем столе Мартыновой Еще до всего случившегося Мне кажется, что это важно И что здесь? В нашей клинике Никогда не применялся этот препарат Это сильнейший нейролептик Откуда он взялся у Мартыновой Я понятия не имею И для чего он ей Я тоже не знаю Этим можно отравить? Ну, от этого препарата Человек может умереть? Ну, знаете, это все зависит от дозировки Как говорил Парацельс Одна доза может превратить лекарство в яд И яд в лекарство Я сейчас не буду вас грузить Медицинскими терминами Скажу просто Малейшая передозировка данного препарата Может вызвать амфилактический шок Мне нужно будет изъять у вас эти ампулы Ну, конечно, я понимаю А где она могла их взять? Они продаются в аптеке? Данный препарат Продается исключительно по рецепту Причем со специальной печатью На бланке строгой отчетности И, конечно, далеко не в каждой аптеке Спасибо Вы мне очень помогли, Петр Григорьевич У меня последний вопрос Он может показаться вам неожиданным Но все же Скажите Вы не замечали за самой Мартыновой Каких-либо психических отклонений? В каком смысле? Просто на допросе Она пыталась убедить меня в том Во что разумному человеку сложно поверить Короче, несла какой-то бред Бред или уход от реальности Может быть вызван сильнейшим стрессом Очевидно, что Мартынова очень Остро переживала произошедшее Андрей Станиславович Я еще раз хочу вам Выразить свои самые глубочайшие Соболезнования Спасибо Аркадий Петрович А я к вам Зачем? А, ну как Мы же не договорили И потом я скучаю Никак не могу забыть Тот день, когда мы были вместе Знаете, Ольга Дмитриевна А я забыл Стер из памяти начисто Жаль Может быть По ушами Вместе Знаете, я не перестаю удивляться Вашей женской прагматичности Ну зачем вы так? Мне просто приятно Ваше общество Если вас интересует вопрос По земле для примаспорта То она уже ушла в другие руки Как? А как же договоренности? Так решил земельный комитет А подождите Земельный комитет Ведь можно переиграть Решение земельного комитета Правда, Аркадий Петрович? С вашим-то влиянием Ничем не могу помочь А с нашим благотворительным взносом Как с ним быть? Не понимаю, о чем вы А... Да и кстати Ольга Дмитриевна Не звоните И не приходите ко мне Больше после всего случившего Я не хочу с Гордеевой И иметь ничего общего Не трогайте меня Отпустите Я не хочу ваши уколы Я не хочу Нет Я буду кричать Тая 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 Сюда больше не придет Почему? Почему? Потому что она уволилась Я не хочу укол Нет Руку Я сказал руку А я к тебе, Андрюха Вот лично Все действия Лично принес Результаты По твоим ампулам Ага Действующее вещество Не совпадает с тем Что было обнаружено Пока С Мартыновой что собираешься делать? Я так понимаю Что Прямых улик нет? Да Кроме ее отпечатков На бокале Идентифицированы Отпечатки Марины И еще Чьи-то Третьи Вот Чьи Пока непонятно Так что Буду думать Ага Официант Вся обслуга Была в перчатках Форма у них такая Фраки Бабочки Перчатки Понятно Понятно Ну хорошо Нужна будет помощь Говори Спасибо Да-да Андрей Станиславич Можно? Заходи Я подумала Что вы долго сидите И кофе вам не помешает Спасибо, Маша А я вчера экзамен Последний сдала Да Теперь я дипломированный Специалист По защите информации Поздравляю Значит Теперь Никого в свой архив Не пустишь Будешь его защищать Если честно Мне Мне уже не интересно Механическая работа Рутина Я Я бы хотела Перейти В следственную группу Ну Ну Хочешь Садись Дипломированный Дипломированный Специалист Будем вместе Смотреть И думать Знаешь Она мне снилась Кто Марина Сначала живая Сначала живая А потом секунды И не дышит Дэн Жизнь такая Хрупкая Я у мамы в больнице Всякого Насмотрелась Столько боли Кстати Маму мою Завтра Из больницы Выписывают Серьезно? Угу Слушай Я очень рад Пойдешь Пойдешь Со мной Я хочу Тебя с мамой Познакомить Чтобы она Увидела Какой ты Хороший А я Хороший? Ну Конечно Пойду Смотри С момента Появления Во дворе Мартынова Все время Находилась На виду Все время В кадре Вплоть до Момента Когда Марина Потеряла Сознание И Что это значит? Это значит Что Мартынова Не могла Ничего Подмешать В бокал А Кто мог? М В том-то и вопрос Кто? Давай Смотрите Еще раз Да Подожди Меня здесь А Слушай Может я вызову такси Как раз Доедет Зачем такси? Тут идти два шага Доктор сказал маме Гулять полезно Как скажешь Ты волнуешься? Разве что Чуть-чуть Она у меня классная Она тебе понравится Алло Да мам Ты уже в холле? Ага Мамочка Это Дэн Про которого я тебе говорила Здравствуйте Очень рад Что вы уже поправились Ма Что с тобой? Это Степка Это же Степка Уходи Умоляю тебя Уходи Умоляю Тай, постойте Я могу вас подвезти Андрей Я вас не обманывала Вы хотите Чтобы я просил У вас прощения? Нет Я просто хочу Чтобы вы знали Что я всегда говорю правду Вы едете? Спасибо Я пройдусь Алло Что такое, Андрей? Почему ты отпустил подозреваемую? Что ты творишь, мать твою? Время, товарищ генерал По закону я должен был сегодня или отпустить ее Или предъявить обвинение Должен был, е-мое Так что же не предъявил? В результате оперативно-следственных действий Было установлено, что гражданка Мартынова Марину не травила Это точно? Совершенно точно Интересно Значит, не она А кто? У тебя есть другие версии Другие подозреваемые? Пока нет Но я работаю, Виктор Семенович Верьте мне Ладно Ты это Извини, что я вспылил Но сам понимаешь Я Надеюсь на тебя, Андрей Станиславович Очень надеюсь Не подведи меня Товарищ генерал Виктор Семенович Для меня это тоже личное дело Надеюсь, вы понимаете Понимаю Ладно Все, давай Работай Доброй Виктор Виктор Ма, что это вчера было? Ты так напугала Дэна, да и меня, если честно, тоже. Ма, я не понимаю. Ты говоришь, что Дэн на папу похож. Ну, и что с того? Говорят, что девочки часто выбирают себе парней, похожих на отцов. Похоже, говоришь? Ты папу, конечно, плохо помнишь. Маленькая была, когда он умер. Вот, полюбуйся отец твой, Степан. Капец. Очень похож. Да не просто похож, а одно лицо, вылитый твой Дэн. Это знак какой-то. Я сердцем чувствую. Ну, какой знак, мам? Я не знаю. Может, мне Степан что-то сказать хочет, а я не могу разобрать, за что мне это все. Мам, перестань, пожалуйста, и успокойся. Никакой это не знак. Ну, просто так бывает, что люди похожи друг на друга. Ну, вот совпадение такое. Ой, не знаю, не знаю. Что-то мне не по себе. Зато я знаю, что тебе нельзя нервничать. Помнишь, что доктор говорил? Если ты сама о себе не будешь заботиться, значит, буду я. Все, пойдем, я тебя покормлю. Идем. Ефим Львович, как ими с судьбами? Приветствую. Да вот, взялся за одно дельце. Как раз оно в вашем ведомстве. И ведет его некий старший следователь Гордея. Знаешь такого? Ну, как не знать? Что же за человечек? Ну, контактный. В смысле, договориться можно? Как сказать? Ну, вы попробуйте. Мне даже самого интересно. Интригующе. Пока. Здрасте. Простите, вы кто? Будем знакомиться. Нам не приходилось с вами встречаться по работе, но я надеюсь, что мы найдем с вами общий язык и даже подружимся. Член коллегии адвокатов Губский Ефим Львович. А я про вас слышал. В основном, хорошее. Так, меня пригласили защищать подозреваемую Мартынову Таисию Викторовну. А посему я хотел бы немедленно ознакомиться с материалами дела. Так вы опоздали, уважаемый Ефим Львович. В смысле? Что, опять? Нет. Нет. Если вы сейчас мне скажете, что Кувалдины забрали заявление, я просто поверю в нечистую силу. Мартынова Таисия Викторовна сегодня утром была выпущена из изолятора временного содержания. Ее непричастность документально доказана следствием. Все по закону, никакой метафизики. Нет. Молодой человек, с одной стороны, вы лишаете меня большой доли моего гонорара, но с другой стороны, добрый вам признаться, еще ни одно дело я не выигрывал так стремительно. Что ж, всего хорошего. Рад был познакомиться. Думаю, не последний раз. До свидания. Таечка, детка, ты вернулась. Ну, проходи, проходи. Мы же извелись тут. Тебя совсем отпустили? Навсегда? Да. Тая? Я думала, ты уехал. Я уехал, а потом вернулся. У тебя все в порядке? Да. Никогда бы не поверил, что адвокаты могут творить такие чудеса. Адвокаты? Какие адвокаты? Темочка нанял тебе хорошего адвоката. Самого лучшего. Спасибо, конечно, но я не видела никакого адвоката. Меня отпустили по результатам следственных действий. Кажется, это как-то так называется. И много ты заплатил? Да, слушай, какая разница? Главное, ты на свободе. Спасибо тебе. Ты же голодная, Непусь. Пойдем, пойдем. Не знаю, как там в тюрьме кормят, но не думаю, чтоб досыта. Я правда очень голодная, но можно я сначала в душ? Да, конечно. Губский, я вижу, уже удалился? Да. Давно. А что ему здесь делать? Адвокат Мартыновой так и не понадобился. Я что хотел-то? Тебе в группу просится один сотрудник младшим следователем. Ну, Пашка-то твой уволился. Помощник тебе как? Нужен? Не помешает. Кто-то из своих? Да, есть тут один. Симпатичный. Андрей Станиславович, возьмите меня, пожалуйста. Я буду очень стараться, и я вас не подведу. Действительно, симпатичный. Лиза, зайди. Лиза, узнай, когда состоится суд над Мартыновой. Хочу присутствовать, чтобы лично взглянуть в глаза человеку, который хотел убить мою единственную дочь. И журналистов туда тоже подгони. Так это, Аркадий Петрович, ее же отпустили. Вы разве не в курсе? В новостях передавали отсутствие состава преступления. Отпустили как? Подожди, как они могли-то? Слушаю. Виктор Семенович, Усачев, слушай, что у тебя там происходит, черт побери? Кто посмел отпустить Мартынова из-под стражи? Почему убийца разгуливает на свободе? Я бы попросил вас, Аркадий Петрович, подбирать слова. Убийцей человека может назвать только суд. Мартынова выпущена за полным отсутствием доказательств. Так мне доложил следователь. Гони к чертям собачьим такого следователя. Тут же все очевидно. Ну, все произошло на наших глазах. Следователь ему доложил, видите ли? Именно этому следователю я доверяю полностью. можно? Давай, только быстро, что там у тебя? А, может, я не вовремя, но у меня хорошая новость, Аркадий Петрович. Квартирка выделена, трехкомнатная, видовая, все как надо. Еще раз. На кого, спрашиваю, оформляем ордер? Какой ордер? Ах, забудь. Не нужна мне уже эта квартира. Как это? Вы же сами просили, я людей напряг, переиграли, все. Дверь, сказал, закрой с той стороны. Не до тебя. Рейси Матвеевна, спасибо большое, мне на работу нужно. Таня, какая работа? Успеешь ты на свою работу? Меня там один человек очень ждет. А что за человек? Кто-то важный? Просто хороший человек, которому кроме меня сейчас никто не может помочь. Ну да, получается, ты о других думаешь, а себя только хуже делаешь. Артем, не переживай, я справлюсь. Спасибо большое. А я тебе говорила, Артем, какая хорошая девочка. Тайка. Тайка, ты? Ой, тут у нас такое было. Ты себе не представляешь. Полиция, обыск, Амарницкий весь белый ходил. Она так перепугалась. Тайка, ты во что влипла? Юль, давай все потом. Лучше скажи, как там пациентка из пятой палаты. Мартынова? Здравствуйте. Неожиданно. Так, зайдите ко мне в кабинет. Тебя уволят точно. На этом еще посмотрим. Я уже слышал, что вас отпустили, и я, признаться, этому очень рад. Рад, что вы оказались непричастны к этому жуткому преступлению. Спасибо. Но, с другой стороны, испытательный срок вы провалили. Не выполнили элементарных назначений, которые вам поручались. Подвергли больного человека серьезнейшей опасности. Петр Григорьевич, если вы имеете в виду Екатерину Алексеевну, то да. Вы правы, я действительно сама приняла решение больше не колоть ей препарат, который вы лично для нее оставляли. А наоборот, намеренно очищала ее организм от его воздействия. И мне удалось за короткий промежуток времени вывести ее из состояния длительного психического расстройства. Согласитесь, мое лечение оказалось более эффективным, чем ваше. Это просто смешно. Младший медицинский работник учит главврача, как... Если бы меня не заботила репутация нашей клиники, я бы не моргнул в глазах сию же секунду вас уволил. Но поскольку лишняя шумиха вокруг пациентов нам не нужна, давайте договоримся, что это был первый и последний раз. Кого и чем здесь лечить, решение принимаю только я. Но разве хороший врач не меняет схему лечения, когда понимает, что его предыдущее назначение было ошибочным? Петр Григорьевич, я не хочу вас обвинять в умышленном причинении вреда здоровью Екатерины Алексеевны. Спасибо. Этого еще не хватало. Но если вы будете продолжать колоть ей этот препарат, мне не останется ничего другого, кроме как принять меры. Принять меры? Это вы мне сейчас угрожаете? Ни в коем случае. Но существует независимая экспертиза. И мы можем пригласить ведущих коллег-специалистов, психиатров, токсикологов и выслушать их мнение. И еще, мне как будущему врачу очень интересен этот случай. Поэтому, если вы не возражаете, я буду и дальше наблюдать за Катериной Алексеевной. А я смотрю, вы совсем не та, за кого раньше пытались себе выдавать. Мартынова. Знаете, как говорят, Петр Григорьевич, тюрьма людей меняет. Я могу идти работать? Идите. Благодарю. Вы даже представить себе не можете, в какой вы гадюшник всунулись, Таечка. здравствуйте, Екатерина Алексеевна. Как вы себя чувствуете? Я не знаю. Голова болит. Понятно. Вы узнали меня? Мы с вами гулять хотели в прошлом году. Нет, вчера. Я не помню. Екатерина Алексеевна, вы сказали, что вы вспомнили что-то, о чем хотели рассказать своему мужу. Что это было? Я не знаю. Все снова как в тумане. постарайтесь вспомнить. Это очень важно. Я думаю, это поможет вам выбраться отсюда. Что там? Не может этого быть. Покажи. Спермограмма, анализ эякулята, отсутствие доставленной жидкости сперматозоидов и клеток сперматогенеза. Стас, он бесплодит. Катенька, успокойся, не плачь. Это может быть ошибка. Я не знаю. Я не знаю, Олечка. Это будет для него таким ударом. Ведь он мечтает о сыновьях. Не надо. Пока не нужно ему ничего говорить. Ты меня поняла? Все. Все. Я, кажется, вспомнила. Никому об этом не говорите пока. Даже мне. Сейчас все думают, что вы ничего не помните и плохо соображаете. Так вы без опасности. Мне что-то угрожает. Не беспокойтесь. Я не дам вас в обиду, чего бы мне это не стоило. Но вы должны мне помочь. Вам нужно вести себя как раньше. Понимаете? Как сумасшедшая я понимаю. Отлично. Мы еще с вами поборемся, Екатерина Алексеевна. Андрей? Я весь день звоню тебе. Почему ты трубку не берешь? Как ты мог, сынок? Почему? Я не понимаю, о чем ты? Та? Ты же отпустил ее. Или это не ты? Кто это сделал? Я. Она невиновна. Как это может быть? Неужели ты не понимаешь, что кроме нее никто этого сделать не мог? Ну кто? Наши гости? Это все солидные люди с именем, с положением. Кто? Может ты кого-то с телевидения подозреваешь? Или Кэтеринга? Ну что ты машешь? В моем доме произошел кошмар. Я имею право знать. Мама, придет время, и ты обо всем узнаешь. Кто из наших дома? Феликс, Дэн? Да. Мальчики, у себя отец скоро будет. А что? Отлично. Давайте через полчаса соберемся в гостиной. И Галя с Василием тоже. Что ты задумал? Если б мне нужно было, я б не спрашивал. Да. Я хотел сказать, что не могу больше держать Катю в таком состоянии. Это становится опасным. Опасным? Что значит опасным? Объясни. Мартына вернулся на работу. Гадина. Что что ты ее не уволишь что в конце концов? Не могу. Если я ее уволю, она неизвестно, что она творит. Она же настырная. Я даже не ожидал. Пронюхала. Сама знаешь про что. Вот дрянь сюда влезла. Песечка, а ты значит испугался какой-то девки, да? Ты же известный врач с мировым именем. Ну вот именно. Все Оля, я ухожу из игры, дальше выкручиваюсь сама. Подожди, что значит выхожу так нельзя? Я ведь столько лет. Все. Это все. Пока. Степан, ну что ты мне за ребусы загадываешь? А? Я уже себе голову сломала, пытаясь понять. Чего только не передумала. Мам, ты опять мамуль, перестань себя изводить. Ты таблетки пила? Ой, Степа, если бы ты знал, какой красавицы у тебя дочи вырастет. Может, меньше бы пил, может, жизнь сложилась по-другому. как будто вчера все было. Вот совсем. Вот такие стульчики, давай. Аккуратно. Ой, как ножом режут. Люди! Люди! Есть кто? Помощь, пожалуйста. Доктор. Доктор, я же рожаю, наверное. Но я точно не уверена. Что же вы до последнего дома сидели? Перворотка? Да. Простите, выпил немного, переживаю. Срок у вас какой? Я знаю. Как так? Женщина, у вас карта обменная есть? Вы на учете стояли? Есть карта, и на учете стояла. Я же не бомжиха какая-то. Вот. Карта? Ага. Паспорт. УЗИ делали? Не делай я УЗИ. Я слышал, это для ребенка вредно. Доктор, пожалуйста, давайте рожать. Уже сил просто больше нет. Куда идти? Ох, живот у вас большой. Двойня, что ли? Хоть и тройня. Все мои. Ира! Валюша, я тебя тут подожду или в гастроном быстро сбегают. Так, Степа, домой иди. И раньше времени не отмечай. Тройня. Тройня. Проснулась, мамочка. Вот и хорошо. А где я? Ну, ты даешь. В роддоме. Где же еще? Прокисорили мы тебя, Лисицына. Сама никак разродиться не могла. Всю ночь промочилась, бедная. Ребенок где? Куда встаешь? Тебе лежать положено. Ишь острая какая. А сколько детей у меня? А сколько тебе нужно? Где уж она? Ну, а сколько Бог дал, всех заберу. Один ребеночек у тебя. Три четыреста. Лежи, отдыхай. А то ж вы разойдутся. Один. Принесите, я посмотреть хочу. Поспишь, потом принесут. Пока кормить нельзя. Скажите, хоть кто у меня, мальчик или девочка? Девочка. 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 Я все поняла. Как же это я раньше? Значит, я родила тогда двоих. А одного у меня украли. Мам. Мам, что ты такое говоришь? Как это возможно? За деньги все возможно. Я хорошо помню, как та врач говорила, что у меня большой живот. А иначе как объяснить, что твой Дэн так похож на Степана? Мам, ты хочешь сказать, что я и Дэн родные брат и сестра? Спасибо, что все пришли. Я с каждым из вас уже говорил о том дне, когда... Ну, может быть, кто-то из вас вспомнил какую-то деталь, какую-то мелочь, которая, на первый взгляд, покажется вам незначительной, но поможет мне разобраться и понять. Кто-то из присутствующих на свадьбе подсыпал сильнодействующий препарат в бокал, из которого выпила Марина. Но для кого он был предназначен? Убивать Марину просто незачем, это абсурд. Должен быть мотив. Вот именно этот вопрос не дает мне покоя. Пап... Сынок, я рассказал все, что видел. Не знаю, что еще добавить. А Тая, ты точно знаешь, что она не виновата? Вот именно. Так в этом уверен? Слушай, братик, я точно пас. Я находился слишком далеко, чтобы что-то заметить. Ну, по поводу Марины я с тобой полностью согласен, а так, по сути, добавить нечего. Спасибо. Андрюша, а может, покушались на Станислава Андреевича? Ну, кто-то хотел его деньги прикарманить. Или на Ольгу Дмитриевну. Ну, не на нас же с Галей. Честность взять, да и кто мы такие? Я видела. Что? Вернее, я сама не видела. Там же было телевидение. Они почти все снимали. Их оператор так туда-сюда бегал, что чуть не опрокинул стол. Возможно, он заснял что-то такое, что другие не заметили. Спасибо, Галя. Это хорошая мысль, но мы с этого начали. Ничего важного или необычного. Мам, а ты что скажешь? Ты же все время во дворе была. Все контролировала. Тебе вообще невозможно что-то скрыть. На видео четко видно, как ты стояла рядом с Мариной, Кирой и Таей. Тебе точно нечего добавить к тому, что уже было сказано? не поняла? Ты собираешься допрашивать собственную мать? ну тогда можешь устроить обыск в нашем доме. Потрясающе. Я с ног сбилась, чтобы устроить вам этот праздник. я ночи не сплю. Корю себя за то, что не смогла предотвратить это горе, а ты мать. мать. Бессовестные. Ой, ну... мать. Мам, миллион людей двадцать пять. Но это же не означает, что они все мои братья и сестры. А какой Вячеслав у него день рождения? Я не знаю. Как же так? Вы же дружите. Ну, мы просто играем в одной группе. У него своя жизнь, свой круг. Верочка, а ты позвони ему прямо сейчас и узнай. полдвенадцатого вообще-то. Да и как-то это странно будет звучать, мам. Ну и что? Это очень важно. Я не усну. Звони. Да? Дэн, привет. Прости, что поздно. Слушай, у меня тут дурацкий вопрос. А когда у тебя день рождения? Ого. А тебе зачем? Подарок готовишь? Да нет, просто интересно. Гороскоп один читаю. А, ну раз такое дело, 3 октября и скажу, что там звезды мне напророчили счастье. Намечается? Да, намечается. Спасибо, Дэн. Доброй ночи. Давай. Ну? 3 октября. Да, мам, ну этого не может быть. Ну, мам, ну как такое возможно? Ну почему? Я чувствовала. почему ты не дал трубку? я все утром звонила. Так сложно было ответить. А я тебе уже все сказал. Мне больше нечего добавить. Ну, ты не можешь так поступить со мной. Петя, ты забыл? мы с тобой в одной лодке. не нужны деньги? Я буду платить больше. Я буду платить больше. Причем такого, о котором я и мечтать-то не мог. Но вот одна беда. Я по-прежнему несчастлив. Оля. Витечка, не надо вешать на меня свои проблемы. Ну ты же на меня свои вешаешь. А что касаемо однолодки, ну я думаю, ты прекрасно понимаешь, что я знаю твоих тайн гораздо больше, чем ты моих. И что? Я ничего. Скажи, если ты не будешь лечить Любченко так же, как раньше, у нее есть шанс стать адекватной? Ну она уже на пути. Твоя тая приложила к этому руку. А я так понимаю, этот бокал предназначался для нее? Ты не должен допустить, чтобы Катя вернула, слышишь? Успокойся, я тебя прошу, пожалуйста. Успокойся. А может бросить все к чертям собачьим, ну, и уехать нам с тобой вдвоем за границу? А, что скажешь, мне тут предложили одну работу в Англии, представляешь, купим с тобой два зонтика и начнем новую жизнь. Там когда-то было с тобой хорошо. Помнишь? Помнишь? Спустись с небес. Никуда я с тобой не поеду, слышишь? Я была есть, я останусь в гордии. Я тебя прошу. Я тебя прошу. Ну, дай ты ей препарат, чтобы она заткнулась навсегда. Петя! Нет, Толечка, в этом я тебе не помощник. Неужели ты за Мартыновой? Отчасти. А ты понимаешь, Петя, что это предательство? Каждый выбирает по себе. Знаешь такие стихи? Да. Значит так, да? Да. Ну, тогда я справлюсь без тебя, Петечка. Подумай. Осечка может случиться у каждого. Только не у меня. Ты не смей совать нос, куда тебя не просят. Ты пожалеешь. Я так не думаю. Я вас не боюсь, Ольга Дмитриевна. Это вы меня боитесь. Даже отравить пытались. Но не судьба. Я права? Смешно. Похоже, попала в самую точку. Но ничего. Рано или поздно все тайное становится явным. И этот кулон ни в какой комиссионке вы не покупали. Вы украли его. Моей мамы. Да ты ненормальная. Твое место в одной из этих палат. Всего доброго. Ольга Дмитриевна. Сука. Вот еще докажи. Лер, ты реально в это веришь? Да нет, конечно. Но то, что ты очень похож на моего отца, это факт. Я раньше этого вообще не замечала. А мама сразу увидела. Ну и что теперь? Я не хочу быть твоим братом. Да я, если честно, тоже. Совсем не хочу оказаться твоей сестрой. Слушай, Дэн. Нужно сделать тест. Генетический тест, чтобы расставить все точки над И. Пожалуйста. Ты же не против? Только в одном случае. Если он покажет, что ты мне, не сестры. Интересно, сколько стоит этот тест? Тест ДНК. Ого. Нехило так. Успокойся. Я достану. Ты думаешь, я не соскучилась, Вадичек? Они меня из дома не выпускают, блин, прикинь? Я в шоке. Ты задолбалась уже. Хоть бери и из окна вылезай. По простыням, как в кино. Ну, придумай что-нибудь, Кирюнь. Ты же умненькая девочка. Я так тебя жду. И очень тоскую. Ладно, придумаю. Только ты жди и тоскуй. Папа, выпусти меня. Мне в универ надо. Мне экзамены скоро. Я не сдам. Нет, дома сиди с ректорами. Я договорился. Кира, стоит перестраховаться. Ты что, не знаешь, что Мартынову выпустили? Да мне пофиг. А мне не пофиг. Это опасно, доченька. На тебя было совершено покушение. Я не исключаю, что попытка может повториться. Жесть. Кто меня уговаривал выйти за Гордеева? Не ты ли, папочка? Кто мне говорил? Феликс то, Феликс все. Такой он молодой, перспективный. Такая у них семья. Кирюнь, ну я же не думал. Ну, пап, все будет долго. Выпусти меня, пожалуйста. Мне очень надо. Меня там девочки ждут. Они мне конспекты обещали дать. Я вот что решил. Тебя нужно отправить учиться за границу. В ближайшее время займусь твоим переводом. А пока будь, пожалуйста, дома. Пап, пап. Я не хочу за границу. Мне здесь хорошо. У тебя, я вижу, мания преследования появилась. Сходи к врачу. Или, может, попроси у мамы таблеточку. У мамы есть таблеточки на все случаи жизни. Кира, прекрати. Это не шутки. Я все сказал. Да, перспективка у меня. Зашипись. Виктор Семенович. Что тут у вас? Новости есть? Слушай, ты хоть бы раз в день докладывал, Андрей. Так точно, Виктор Семенович, буду. Но пока не о чем докладывать. Маша, сходи за кофе, а? У меня двойной. Будете, а? Нет, спасибо. Сердце не к черту. Надо поймать эту сволочь. Может, это и сердце болеть перестанет. Слушай, ты точно справляешься. Может, тебе помощь нужна, подключить кого-нибудь. Нет, нет. Скажи, ты веришь, что мы его найдем? Я не верю. Я знаю. Хорошо. Разрешите задать вам один вопрос, Виктор Семенович? Я у вас в доме случайно увидел старое дело по ДТП неких нарбутов. Вы его изъяли из архива. Зачем? Какое ДТП? Я не помню. А! Так это твоя мать попросила. Мама? Ну да. Понятно. А где сейчас это дело? Я могу на него взглянуть? Ну, добро. Если надо, я завтра принесу. Кстати, давно пора в архив сдать. Работай. Так точно. Екатерина Алексеевна, вам понемногу нужно увеличивать нагрузки. Можно даже легкую физкультуру делать. Потом организму будет легче прийти в форму. Да, я понимаю. Таечка. А как я выгляжу? Я очень старая. Ну что вы, Екатерина Алексеевна. Женщина выглядит настолько, насколько она себя ощущает. Ага. Ну тогда мне 18. Ну вот, прекрасно. Вся жизнь впереди. Вы не представляете, как я хочу обнять мужа. Он у меня такой чудесный. Если бы вы его только увидели, вы бы все поняли сразу. Черт! Я просила это убрать. Где? Где Василий? Я не могу его нигде найти. Ни во дворе, ни в гараже. Где он? Он за продуктами поехал. Потом в чистку. Но вы же с Арией. Да. Как появится, сразу ко мне. Я буду там, в беседке. Конечно, Ольга Дмитриевна. Привет, мам. Виделись. Ты чего, не в духе? В духе. Что ты хотел? Да. Дай денег. А позволь тебя спросить, зачем? Я мамулечка подумал и решил воспользоваться твоим советом. Каким из них? Хочу поменять вокалистку. Вот на прослушание не нужно. А что, с Лерой все? Да. Хорошо. Для такого дела не жалко. Хватит? Спасибо. А вы что, с Лерой поссорились? Навеки вечно. Гран-мерси. Ну, хоть тут. Без засечки. Хорошо. Допустим, если я соглашусь, на какие условия я могу рассчитывать? Оклад, страховка, жилье? В ближайшее время всю информацию сброшу вам на почту. Будем обсуждать, господин Комарницкий. Но, надеюсь, наши условия вас не разочаруют. Ну, я тоже надеюсь. Отлично. Все, хорошо, на связи. Да, всего доброго. Да. Ну, что опять Мартынова? Я хотела узнать. Я сегодня утром видела в клинике Ольгу Гордееву. Ну, что, видели и что. Я тоже ее видел. Но она же не просто так сюда приехала. Вы... Вы с ней заодно? Девушка, а вам не кажется, что ваши вопросы несколько не тактичны? Петр Григорьевич, мне кажется, вы сами прекрасно понимаете, что пришло время сообщить Гордееву, что его жена идет на поправку. Я не думаю, что Ольга Дмитриевна поспешит сообщить ему эту новость. Вы позвоните ему. Я сам решу, что мне делать. Хорошо. Но если вы не позвоните Гордееву, это сделаю я. Но в таком случае мне придется сообщить ему все, что я знаю. И даже то, чего не знаю, но о чем догадываюсь. Это сейчас прозвучало какой темат. Думайте, как хотите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 СТУК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я спросить хотел. Феликс, ты знаешь, что я лучше меня? Скажи, она когда-нибудь тебе лгала? А что такое? Выпустила, теперь хочешь обратно посадить? Нет. К смерти Марины она не причастна, это доказано. Просто... Что просто? Она скрывала свою настоящую фамилию. Говорила, что из другого города, работает в поликлинике. Теперь оказывается, что она живет в Яловске, работает в частной больнице. Получается, врала? Андрюха, я понимаю, у тебя работа такая, всех подозревать. Я правда познакомился с Таевой Артемьевской. И она действительно работала в поликлинике, он перевязки мне делал. А еще рассказывала, что после смерти родителей бабушка ее к себе забрала. Дала свою фамилию. Так что никакого вранья. И как это связано с нашей семьей? Думаешь, вы случайно познакомились? Андрюха, ты параноик. Хватит Таи во всем подозревать. Она лучшая девушка, которую я встречал. И самая достойная. Вот я дурак. Повелся на маминой россказни. При чем тут мама? Она купить меня хотела. Она обещала мне все. А я идиот. Ну знаешь, ведь еще не поздно все исправить, да? Давай, Андрюха. Феликс, погоди, объясни, при чем здесь мать? Да. Дмитриевна. Что, уже? Какой уже? Быстро я бы, Дмитриевна. Я на месте. А она точно выйдет? А я откуда знаю? Жди. Когда-то же она с работы уходит. Может, она уже ушла? Мне бы знать ее точный график. Знаешь что? Работай. Эй! Ты куда рванула? Ну, похоже, она. Генка мой вот-вот подъедет, подвезет тебя. Чего ты будешь в автобусе трястись? Заодно познакомитесь. Ну, вот и Генка. Не выдумывай. Давай. Твое меня подвозило, и мы тебя подвезем. Садись, садись. Познакомься. Это Тая. Ой, привет. Привет. Ну что, поехали? Поехали. А, привет. Сосед, значит. Тая, позови, пожалуйста. Тая, нет дома. А если и была, бы не позвал. Даже так? Когда будет? Для тебя никогда. Давай, вали отсюда. Слушай, сосед, ты бы не лез в наши с твоей отношения. Пусть она сама решает без твоих подсказок. Тёмочка, а кто это был? Так, ну, не важно. Тут нормально? Да, отлично. Спасибо большое. Пока, ребят. Ген, было приятно познакомиться. Всё, хорошего вам вечера. Пока. Пока. Ты как? Что ты здесь делаешь? Ты можно? Ты прости меня. Поверь, у меня правда ничего нет с Кирой. Феликс, тебя только здесь не хватало. Пусти. С Кирой ничего не связано. Я скучаю по тебе. Ты нужна мне, я люблю тебя. Феликс, хватит. Ты что, с первого раза не понимаешь, я тебе сказала, Саня от неё? Артём, хватит. Уходи. Ребеню маме твоей позвонить. У нас с тобой церемониться не будет, мало не покажется. А теперь пошёл вон. И чтобы я тебя больше здесь не видела никогда. Ты меня понял? Ты куда-нибудь? Ты знаешь, я тебя верю. Ты что-то вон. Я знаю. Ты куда? Ты как дела. Ты куда-нибудь уходи. Ты куда-нибудь уходи. Уходи. Ты куда-нибудь уходи. Ты куда? Ты куда-нибудь уходи. Подожди. А ты куда? Пойдем со мной. Я это дерево с детства помню. Оно меня всегда успокаивало. Так подойдешь к нему, прислонишься, погладишь его шершавую кору и так спокойно становится. Будто бы все плохое куда-то исчезает. Я когда отсюда уехала, очень часто вспоминала это дерево. Не знаю. Дерево как дерево. Обычное. Нет. Оно особенное. Я ему все Тане доверяла. И много у тебя тайн было? Целая куча. Правда, я тогда не знала, что у взрослых все сложнее. И деревья не помогают. Не помогают. Можешь прогуляемся. Может прогуляемся? Давай. Куда пойдем? Я не знаю. Куда-нибудь. Я не знаю. Куда-нибудь. Пил? Два глотка сделал. Ну, для храбрости. Вася, смотри и попадешься. Язык не распускай. Если меня менты повяжут, они мне вопросов задавать не будут. Отберут права и отправят на штрафплощадку. Ну, или денег потребуют много. Кстати, столько у меня с собой нет. Правда? А это уже твои проблемы. Я тебя пить не заставляла. Лучше бы ты меня пить заставляла, змея. Мам, ты Таечку в садик отведи. У них там сегодня репетиция к утреннику. Ты обязательно расспроси, что нужно подготовить, хорошо? Чтобы не шить костюм принцессы из моего свадебного платья за одну ночь. Расспрошу, расспрошу. Не волнуйся. Вечером забрать? Не надо. Мы на обратном пути заберем. Да не волнуйтесь. Все будет хорошо. Отдыхайте. Желаю вам хорошо отметить годовщину. Спасибо, мамочка. Слушайся бабушку. Мы вечером будем. Только я вас очень прошу, не гоните. Витя, слышишь? Слушаюсь, мам. Спокойненько. Аккуратненько. Мам, ну ты что не знаешь Витю? Это самый аккуратный водитель на свете. Я знаю. Все, пока. Это ты заставила меня расстаться с Таей, а я ее люблю. Люблю. Любовь к твоему сведению – психическое отклонение. А у вас с отцом тоже психическое отклонение или ты просто его не любишь? Замолчи. Я тебе предложила выбор, ты его сделал. И ошибся. Ошибся, так бывает. Или ты никогда не ошибаешься? Прекрати ныть. Посмотри, на кого ты похож. Слабак. Нес папочку. Что? Ничего. Хорошо, давай завтра пойдем к нотариусу, я перепишу на тебя все, что обещала. Перепишешь? Ой, как интересно. А там ведь было еще одно условие про Киру. А что-то мне подсказывает, что теперь я не смогу его выполнить. Ну, знаешь что, мам? Мне от тебя ничего не нужно. Ну, мое дело предложить. Ничего, сынок. Утро вечера мудренее. А что это, вы тут раскричались? Ничего. Просто возникла дискуссия. И ты не спишь, сынок? Да, мыслей разных много. Мам. А ты помнишь такого Виктора Нарбута? Это имя тебе что-нибудь говорит? Нет. Погоди, Нарбут. Вы же учились вместе. Он еще ухаживал за тобой. Как ты не помнишь? Даже я помню. Вот видишь, ты помнишь, а я нет. Ты помнишь всех моих ухажеров, а я нет. Зачем? У тебя еще есть вопросы? Нет. Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Ольга Дмитриевна, простите. Что? Что Галя? Что Галя? Вася до сих пор нет. И трубку не берет. Но где он может быть? Действительно. Где он может быть? А у кого еще спросить, если не у меня? Правда? Откуда я знаю, где твой Вася? Явится. А вообще о том, что у человека должно быть какое-то свое личное пространство. Это ты об этом слышала когда-нибудь? Но вы же сами отправили его куда-то. Кто? Я? Галь, ты в своем уме? Я отправила его днем в сервис. И он должен был вернуться еще три часа назад. А где он шляется ночью, я не знаю. И вообще, пожалуйста, ну хоть в этом разбирайтесь сами. Извините. Оленька, хорошая моя, ну зачем ты с ней так резко? Она волнуется за мужа, это понятно? Понятно. А то, что не надо перекладывать с больной головы на здоровье, это тебе тоже понятно? У меня что, других проблем не хватает, что ли? Что ты держишь? Я не хочу это. Да, она всем досталась в последнее время. И всем нам надо немного отдохнуть. Оленька, а давай слетаем куда-нибудь? Сменим постановку? Обстановку мы сменим. А как с остальным? Мам, у меня уже сердце болит, понимаешь? Стас. Прогуляться перед сном самое то. Артем, можно спросить? Давай. Почему ты вернулся? Не знаю. Я когда по телевизору увидел, как тебя в наручниках ведут, меня накрыло и я вещь схватил назад. Меня спасать? Ну да. Ты ж помнишь, спасение девиц за беде – мое любимое занятие? Ну а если серьезно, я просто не мог иначе поступить. Да и знаешь, я не очень красноречивый. Комплименты девушкам говорить не умею, но я попробую. Ты добрая, умная и очень красивая. Я таких, как ты, еще не встречал. И я хочу всегда вот так держать тебя за руки и никогда не отпускать. Зеленый. Субтитры сделал DimaTorzok Что? Я вопрос задала Кретин Васенька Ты где был? Васенька Скажи, тебе легче станет? Спи Приятного пить! Спасибо, Галина, очень вкусно Ну что, нашелся твой Василь А где был, не сказал Почему сказал? Приятеля Старова встретил Засиделись А телефон разрядился Бывает Видишь, что ты волновалась Все хорошо Я сегодня В мэрию съезжу До вчера звонил Целый день Усачеву То нет его, то занят То и не отвечает А у меня уж И наброски проекта готовы Оль Ты слышишь меня? Что? Прости Я задумалась Да ничего Не обращай внимания У тебя так Дело полно А что, мальчики, почему Не спускаются? Может, их разбудить? А может, хватит с ними нянчиться? А то выросли Взрослые, умные Вопросы разные задают Какие, например? Откуда берутся дети? Почти угадал Ладно Я то скажу Василию Пусть траву Со стороны улицы пострижет А то забывает все время Получилось? Нет Почему? Не дождался Дождался Какого хрена? Васенька Иди поешь Завтра кстань Тварь Малахольная Все слабаки Ни на кого положиться нельзя Доброе утро, мамуль Доброе утро, сына А ты чего так рано поднялся? Что, опять уезжать собрался? Нет, я пока задержусь Со своими договорился Ты присаживайся Я тебя сейчас своей фирменной яичницей С луком угощу Надо же Дождалась Чтобы не я за детьми Они за мной ухаживали А третье? Кому? Ну как кому? Тай Тай Да она еще в шесть утра на работу убежала Опять все проспал Ничего, сынок На верстач Мартынова А разве все не ваша смена? Я поменялась за Рицкой Согласована с доктором Сонцевым Так, а меня уже в известность можно не ставить? Я вообще-то главврач Ставить вас в известность входит в обязанности врача Который составляет или меняет график дежурства У меня другие обязанности, Петр Григорьевич Вы, где его позвонили? Ну, допустим Мне весь разговор пересказать? Или так поверить? Спасибо Девушка, у вас анализы точные? Ошибки не будет? Молодой человек, мы тут не гороскопы составляем вообще-то Но если вы не доверяете нашей лаборатории Вы можете обратиться в другую Нет-нет, мы доверяем Кроме этого анализа нужен еще один, пожалуйста Здесь волос моей мамы По нему же тоже можно проверить ДНК? Только если волос с корнем Это как? Вы волос где взяли? Но если срезали, то вряд ли подойдет А вот если с расчески, то что нужно? Это с расчески Просто нам нужно точно знать, есть ли совпадение по ДНК с нашими показателями То есть биологическое родство Кажется, это так называется? Да Хорошо, тогда вам нужно будет заполнить еще эту форму А еще вопрос, результаты когда будут? В понедельник Но если вам срочно, то там другой прайс Супер, нам срочно Добрый день, я Гордеев Я знаю Аркадий Петрович на месте? К сожалению, Аркадия Петровича нет на месте А когда будет? У меня нет такой информации, я не могу знать С ним все в порядке? На звонки не отвечает, на сообщения тоже Ясно, спасибо Кофе мне принеси и воды запить таблетку Аркадий Петрович Что это происходит? Вы от меня пречетесь? Мы же сами о чем-то договаривались Станислав Андреевич, мы все вопросы уже обсудили с вашей супругой Странно, Ольга мне ничего не говорила Вот с ней разбирайтесь, а меня нет Разве секретарша вам не сказала? Погодите, ну вы же сказали, не затягивать Я подготовил вам наброски архитектурного плана Вот, смотрите Я ничего смотреть не собираюсь Наши с вами договоренности аннулированы по известным вам причинам Моя дочь, находясь в вашем доме, только чудом осталась жива А ваш сын прямо или косвенно оказался замешан Ну все, я не хочу больше Вы как отец должны меня понять Все, на этом все, Станислав Андреевич Благодарю Вам что-то не ясно? А как же... Ладно, я понял Да, слушаю вас Станислав Андреевич, а вы не могли бы сегодня в клинику подъехать? Что-то случилось с Катей? Ей стало хуже? Да нет, наоборот Наметилось явное улучшение, но вы сами все увидите Спасибо за хорошие новости Я старался А вы замечательный специалист, Петр Григорьевич Я всегда в вас верил Еще раз спасибо Скоро буду Ты это дело имел в виду? Да, оно Спасибо, Петр Григорьевич Новости есть? Да нет, я не тороплю Работы, работаем Сегодня девять дней Задеркну? Да, конечно Ну ладно Ждем тебя вечером Сейчас прическу поправим И вообще будет класс А у нас сегодня какой-то праздник? Конечно У нас каждый день праздник Небо голубое, солнце светит Люди улыбаются Значит, праздник Жизнь продолжается Вы сегодня светитесь, Таечка Это что-то значит? Просто сегодня день хороший А еще вчера один замечательный человек Нагаврил мне кучу комплиментов Не вертитесь, пожалуйста Ну это же здорово, Тай Я уверяю вас Вы достойны самых лучших комплиментов Вы тоже Подождите минутку Так А ну-ка Посмотрите на меня Ну все Сейчас Смотрите Это кто? Это я? Ну конечно вы Вы очень-очень красивые Я себя другой помню Я себя другой помню Как будто заснула в двадцать И проснулась в пятьдесят Екатерина Алексеевна Вы знаете, это только в сказках Принцессы красивыми через сто лет просыпаются Экспертиза показала, что в автомобиле УАЗ-2106 Произошла утечка тормозной жидкости В результате механического повреждения шланга Причина повреждения не установлена Понятно Ну конечно Следствие проводилось десять дней Судя по датам Рекордные сроки И быстрый вывод Несчастный случай Никто не хотел особо заморачиваться Вот так-то, Маш Андрей Станиславович А эти люди, что погибли Они кто? Ваши родственники? Да вот не знаю Гордеев Андрей Станиславович Вам звонит Мартынова Будете говорить? Переключать? Мартынова? Давай Интересно Андрей, здравствуйте Извините, если отвлекаю Но вы когда-то обещали мне дать телефон следователя Который вел дело моих родителей Не могли бы вы? Мог бы Подходите сегодня ко мне до семи часов вечера Я вам пропуск выпишу Вместе и наберем Меня это тоже интересует Хорошо, буду Жду Ты пришел Я так рада, что ты пришел Наконец Я столько хочу тебе рассказать Я скучала по тебе Я знаю, я болела Сильно, но Мне уже намного лучше Я думаю, что Что все будет по-другому Да? Конечно, Катюш Конечно, Мила Ты сегодня выглядишь Гораздо бодрее, чем в прошлый раз Знаешь У тебя в глазах появился Тот самый огонек В который я когда-то влюбился А ты помнишь Нашу первую встречу? Как ты меня на танец пригласил Помнишь? Конечно, помню И встречу помню И свадьбу нашу помню И платье твое помню Платье Потому что платье я искала Оно дома, наверное, да? Дома Стас Запери меня отсюда, пожалуйста Пожалуйста Я все буду делать Я уже сильная Я могу готовить Я могу ухаживать за тобой Но я даже не представляю Как ты там один Ты же не разлюбил меня За эти годы О, нет Нет, Катюш, нет, конечно Просто понимаешь Это очень ответственное решение Не надо торопиться Надо все взвесить Посоветоваться с врачом Да, да Ты посоветуйся с врачом Пожалуйста Супери меня Я так домой хочу Вася понимаешь, что задание непростое Но это нужно сделать Вчера не получилось Поезжай сегодня Завтра Я денег добавлю Она в том же доме живет Что и те Вы поняли Я про тех забыла И ты забудь Как просто у вас все Ольга Дмитриевна А так не бывает Они у меня до сих пор перед глазами стоят Как живые Особенно та женщина С кулоном Ольга Да Здравствуйте Меня зовут Лариса Нарбуд Мы с вами встречались Нас знакомил Виктор, мой муж А, помню Значит, вы здесь работаете А я Андрюшеньку навещала Он после аварии на треке Я так перенервничала Да, состояние было тяжелое Я как раз дежурила в тот день У меня к вам неожиданный вопрос Скажите, Ольга Андрей сын Вити? Что за чушь? С чего вы так решили? Группа крови У Станислава Андреевича И Андрюши Группа крови Которые априори Не могут быть у отца с сыном Андрей Сын Гордеева Всего хорошего Мы с мужем хотим знать правду И мы ее узнаем Заткнись Свет Вот ты мужик А ты тряпка Хватит Сделай то, о чем я тебя прошу Мне больше некого просить Да, Стас Оленька, я у Кати в клинике Где? Опять? А зачем ты туда поехал? Меня Комарнинский срочно вызвал Кате намного лучше Она идет на поправку Я сам понял Передо мной совсем другая Кать Вы говорили с ней? Да, с ней С Петром Григорьевичем Он говорит, что ее можно забирать отсюда Что? Как забирать? Куда? Оленька Мне надо с тобой посоветоваться Как думаешь Стоит сказать, Катюш Что у нас с тобой давно семья Мальчики Или пока промолчать? Может, снимем ей квартиру? Хотя, наверное, она пока не сможет жить одна Давай сберем ее к нам домой Интересно, в каком качестве? Я, конечно, очень рада, что Катя стала Легче, ну давай не будем торопиться, хорошо? Господи, я скоро сама в дурку попаду Оленька, ну зачем ты так? Прости, прости меня, прости, пожалуйста Я вчера была в ужасном состоянии Сегодня еще хуже Стас, ну ты же видел, пожалуйста Приезжай домой Оленька, ну вызови врача Или хочешь, я Комарницкому скажу? Нет, я не хочу Я просто хочу, чтобы ты приехал домой Я умоляю тебя, я жду Ольга Дмитриевна Выйди вон! Антон? Антон, это Ольга Гордеева Мы с мужем в прошлом году брали у вас тур на Мальдивы, помните? Да, здравствуйте Мне нужна ваша помощь Нет ли у вас случайно горящей путевки на двоих к морю? Правда? Ну все, тогда я жду варианты Стас, мы можем ехать? Не сегодня, Мира Тут хорошие специалисты Тебе надо наблюдать какое-то время Не сегодня? А когда? Посмотри на нас Посмотри на нас Ты постарел, я знаю, я постарела У меня в этих стенах жизнь без тебя прошла Ну зачем мне такая? Катюш Я буду приезжать к тебе каждый день Пока ты окончательно не поправишься Ты скажи на меня Да, Маш, мотива у нас с тобой как не было, так и нет Да, да Здравствуйте Здравствуйте, Тая Как ваши дела? По-разному Вы хотели позвонить следователю по поводу родителей? Да Я пойду, Андрей Станиславович? Да, конечно, до завтра Присаживайтесь Вот дело По ДТП ваших родителей Но оно вам ничего не скажет Я его изучил, там одни отписки Так бывает Кто будет говорить? Вы или я? Давайте лучше вы Я слушаю Здравствуйте Следователь Гордеев Я могу поговорить с Сергеем Лучниковым? Он когда-то у нас работал Мой муж два года назад умер от инфаркта Простите, я не знал До свидания Значит, так тому и быть Моих родителей все равно уже не вернуть Тая, подождите То, что вы мне тогда сказали Про то, что я... Это предположение Андрей, я не хочу вас ни в чем убеждать До стани Подождите, Тая У вас в шкафчике, в клинике Были найдены ампулы Где вы их взяли? И зачем они вам? Их дал мне Комарницкий Он хотел, чтобы этот препарат Я колола одной пациентке Странно Мне он сказал другое Андрей А вы не думали, что на свадьбе Хотели отравить именно меня? Вас? Зачем? И кто? Андрей, я не хочу называть имя человека, которого я подозреваю Потому что Это сделает вам очень больно Это моя мать? Вы сами об этом сказали Подождите, Тая, но мотив Я задаю слишком много вопросов, на которые никто не хочет отвечать До свидания, Андрей Пуленька, ну как ты? Плохо, да? Милая моя хорошая Как тебе помочь? Я звонила своему лечащему врачу Он настоятельно рекомендовал уехать куда-нибудь на пару недель отдохнуть Ты был прав Мне действительно нужно сменить обстановку Я уже забронировала отель в Испании Так что мы завтра с тобой уезжаем Завтра Как-то это неожиданно Не вовремя Заболела не вовремя? Нет Я имею в виду Мы столько лет ждали Когда Катя станет лучше Вот именно мы столько лет ждали Пара недель ничего не решат Не знаю С другой стороны, я Тоже чувствую себя Совершенно разбитым после всего этого Да еще и сегодняшний разговор с Сусачевым О, почему ты мне ничего не сказала? Ну вот поэтому и не сказала Знала, что ты расстроишься Прости, я просто не смогла решиться Я понимаю Не переживай Мы с тобой справимся Мы с тобой вместе все переживем Давайте Помянем нашу Маришку Говорят, на девятый день Душа умершего встречается с Богом Начинается очищение Уверена, что наша девочка попадет в рай Она это заслужила Андрей, ты плачь Плачь, не стесняйся Это у меня уже слез нет Я все выплакала Это же осталось только боль и ненависть Ты только найди его, Андрюша Обещай нам с Любой Обещаю Да, дело Ты считаешь, что эта женщина Ольга Гордеева на такое способна? Я не знаю Но почему-то же она мне брала Этому должно быть какое-то объяснение Мне кажется, я половину всего не знаю Если хочешь, мы вместе распутаем этот клубок Ну, что за вопрос? Ну, конечно, хочу Просто Есть вещи, о которых лучше не знать Это не обо мне Василий где? Не знаю Мы со Станиславом Андреевичем уезжаем Утром получишь список поручений Которые нужно выполнить за время нашего отсутствия Что же он так долго? Абонент не может принять ваш звонок Зателефонуйте позже Або залиште поведомление после звукового сигнала Вася, я очень надеюсь, что ты в процессе Потому что у меня для тебя есть еще одно очень срочное дело Васенька, где ты? Я всю ночь не спала Ответь, пожалуйста С тобой все в порядке Хух, черт Да, и слабая авария Триндец Свидетель Ну, да Еду Вижу машина, что впереди вдруг рулем вывернула И во враг улетела Но я тормознул Думал, может, помощь кому нужна Но нет Как рванет Там мужик и баба, кажется Вот беда Никуда не уезжай Протокол будем составлять Подпишешь Я много брать не буду Только самое необходимое Знаю, это необходимо Тебе хоть что-то на му чемодана хватит Ну как тебе не стыдно? Тебе разве не хочется, чтобы твоя жена на курорте была лучше всех? Я для тебя все-таки стараюсь Слушай, Оль Может, все-таки перенесем поездку? Нет Я уже деньги перевела Ну что ты, милый Ну Больше оптимизма Море, солнце Я в агентство смотаюсь Ты ведь дома? Нет, мне тоже В клуб надо заехать Указания раздать Феликса Побольше подключай А то он раскис совсем Может, работа его в чувства переведет Да? Подключу Так Нищенок белой шорты и футбол Ладно, пойду я Абонент не может принят и ваш дзвенок Зателефонуйте пизднейше Або залышьте поведомлень Что же такое? Что же за бред-то такой? Где же себя носит, Вася? Вставайте, граф Вас ждут великие дела Пожалуйста Можно потише? Какие еще дела? Великие Мы с мамой уезжаем в отпуск Две недели клуб на тебе Супер Хороший путь и вам Поздравляю Спасибо Я вернусь к открытию филиала С подрядчиками уже поговорил Обещаю закончить срок А если это была твоя зона ответственности Хорошо Если на данный момент Больше указаний нет То я зашел позвонить И еще пять минуточек посплю Феликс Хватит спать И хватит пить Так всю жизнь Спишь Давай, сынок Я все верю Феликс Прави ты тут Находиться же невозможно Екатерина Алексеевна Да Анечка Ну как вы сегодня? Стою Стаса ждут Он был вчера у меня И сказал, что будет приходить каждый день Представляете? Ну если пообещал, значит обязательно придет Но я, если честно, думала, что вас уже будут готовить к выписке Продолжать поддерживающую терапию можно и в домашних условиях Стаса сказал, что он не может стать хуже дома И предложил подождать Понятно Екатерина Алексеевна, скажите А к вам сегодня заходил Петр Григорьевич? Да А укол он вам делал? Нет Не помню Таечка У вас есть губная помада? Ну конечно есть Вы мне ее одолжите? Екатерина Алексеевна, я вам ее подарю Я теперь вижу, что у вас появилось желание жить И это прекрасно Угу Спасибо, Галя Петр Григорьевна Просто очень вкусно Станислав Андреевич Василий снова пропал Телефон внизу, но я не знаю, что делать Может в полицию позвонить? Какая полиция, Галя? Ну что, больше делок нечего? О чем ты? Встретил какого-нибудь очередного приятеля Выпили лишнего Спит где-нибудь твой Василий Подождем Да, подождем Если что, потом Андрея подключим У него все-таки связи Галь, все будет хорошо, не переживай Так, побегу я Перед отъездом нужно немного все успеть Доброе утро Доброе утро, сынок Доброе, но я тоже пойду Мам, ты обещала со мной поговорить Ладно Только быстро, у меня мало времени Мам, скажи, а почему ты не хотела, чтобы Тая Мартынова увидела документы по ДТП ее родителей? Это же ты просила Кувалдина изъять дело из архива Я? А что в этом странного? Я о ней заботилась Я не хотела, чтобы девушка Травмировала себе психику Там наверняка ведь остались Страшные фото после аварии Зачем ей нужно было на это смотреть? Это все, что ты хотела мне спросить? Нет Ты при всех обвинила Таю в убийстве На почве ревности Почему? Ты же знала, что они с Феликсом расстались из-за тебя Разве нет? Потому что я считаю, что эта девушка опасна Я это чувствую Это мое мнение Я его не скрывала и не скрываю Все? Нет Мам Скажи, кто мой отец? В смысле? Это шутка? Нет Я серьезно Хорошо Твой отец Порядочный человек Очень успешный бизнесмен Мама Ты прекрасно поняла, о чем я спрашиваю Прекрасно поняла А ты понял, что обидел меня этим вопросом? А заодно и папу в моем лице Я очень надеюсь, что ты подобные вопросы не будешь задавать ему Таечка Екатерина Алексеевна, вот возьмите Ух ты А хотите, мы прямо сейчас позвоним вашему мужу? Хочу Можно? Можно У вас есть его номер? Нет, но есть номер Прима Спорта Вдруг он уже на работе? А что это такое? Это сотовый новый? Он же, наверное, бешеных денег стоит Екатерина Алексеевна, вы не поверите, но сейчас мобильные телефоны есть даже у детей Добрый день Переключите, пожалуйста, на Станислава Андреевича Кто его спрашивает? Екатерина Любченко Минуту Станислав Андреевич, вам звонит Екатерина Любченко Будете говорить? Кто? Екатерина Любченко Сказать, что вы заняты? Нет, нет, соединяй Алло, Стас? Привет, Катюша Какой сюрприз Рад слышать Скажи, а ты приедешь сегодня? А сегодня? Ну, ты же вчера сказал, что будешь приходить каждый день Я запомнила Да, да, конечно, приеду Я тебя очень жду До встречи, милая Сказал, приедет Да, и вы волшебница Пойдем мне взять такой телефон Всему свое время, Екатерина Алексеевна Спасибо Вот смотри Видишь, женщина стоит Так Затем она выходит со двора Проматываем Через семь минут она возвращается Видишь? Очень мелко, лица не разглядеть Это моя мама Андрей Станиславович, вы что? Вы подозреваете свою мать? Я просто анализирую увиденное Куда она выходила и зачем? Ну, мало ли Гостей встречать, например Может такое быть? К задней калитке? А ну, погоди Алло Петр Григорьевич Гордеев беспокоит У меня к вам пара вопросов Не могли бы вы подъехать ко мне в отделение Скажем, к трем часам? Хорошо А что случилось? Я же говорю Пара вопросов Не по телефону Хорошо Жду Комарницкий Петр Григорьевич Главврач частной психиатрической клиники И по случайному совпадению Наш сосед Может, мама к нему заходила? Здравствуйте Меня зовут Комарницкий Петр Григорьевич Я хотел бы закрыть депозит И забрать деньги Да-да, я знаю, что потеряю процент Пускай Да Я скоро приеду Петр Григорьевич Приветствую Я Катюша Она мне звонила Звонила? Каким образом? Я не знаю, но звонила Можно к ней? Ну, хорошо, давайте Я тебя воспровожу Спасибо Катюш, это я Я приехал Катя, ты милая Прекрасно выгляжешь Ой, я тебя так ждала Спасибо вам за Катюшу, доктор Я хочу погулять с тобой на улице Там солнышко, там так хорошо Мне же можно уже гулять, доктор? Можно А еще давай на машине покатаемся Я лет 100 не каталась Ты на машине приехала Да Вот Только недолго, хорошо? И под вашу личную ответственность Я охрану сейчас предупрежу Идюш, я так рад, что ты пошла на поправку Я так долго этого ждал А я как этого ждала Ты знаешь, я Я теперь тебя каждую секунду Жду Вот что бы я ни делала Алло Алло, здравствуйте, это доктор Комарницкий Да, здравствуйте Я изучил ваши условия И в общем-то склонен согласиться Отлично Рад это слышать Когда я могу приступить к работе? Я сегодня же вышлю вам контракт И мы будем вас ждать Недели вам хватит, чтобы завершить ваши дела дома Да я думаю, быстрее справлюсь Ну, замечательно Все, спасибо До встречи Да, всего доброго, ждем вас Надо же, как все изменилось Я ничего не узнаю Это вообще наш город Наш, Катюш Здания такие А здесь же парт был, правильно? Я не ошибаюсь Да Теперь развлекательный центр Ага Катюш Ты не устала кататься? Может, ты хочешь перекусить? Ну, кофе Пирожные Сок Мороженое Хочу перекусить, а можно? Да, конечно, можно Только вначале Заедем, купим тебе Самое красивое платье Согласна? Сразу что-нибудь закажете? Капучино? Может, капу оранж для дамы? Дайте нам пару минут Хорошо Я даже названий таких не знаю Все пропустила Слушай, я как будто в другую жизнь попала Все так это интересно Закажи мне что-нибудь Чего я еще не пробовала Из вот этих необычных названий Ага Можно? Да, да Так, дайте-ка нам Карамельное латте И тирамису Хорошо А мне двойной эсперасо Спасибо Конечно Карамельное латте Как же прекрасно Руки твои Ты приедешь завтра Буду очень ждать Катюша, тут такое дело Мне надо уехать Ненадолго, буквально на пару недель Уехать А зачем? А зачем? Ну, понимаешь А пока болела Очень многое изменилось И в моей жизни тоже Даже не знаю, как сказать Тридцать лет прошло, Катя Тридцать лет прошло У меня семья И недавно В семье случилось большое горе Жена очень переживает Ей надо переключиться Мы решили уехать на пару недель Сменить обстановку Подожди Жена Разве не я твоя жена? Катя, мы развелись Мы развелись И у тебя другая жена Идите Все сложно Ты просто Отпусти меня сейчас На это время Я обещаю Я вернусь И снова к тебе приеду Подожди У тебя дети Ну, ну, как же ты Катюша Я понимаю тебя Это очень сложно принять Что у меня есть Другая женщина Которая смогла подарить мне Прекрасных сыновей У нас их трое Я ей безумно за это благодарю Это твои дети? Да Мои Трое Подожди, я сейчас Катюш Катюш Ваше тирамисо И кофе Можно? По вам можно часы сверять Петр Григорьевич Терпеть не могу Опаздывать Прошу Ну Чем обязан? Хорошо Если предпочитаете Сразу к делу Спрошу без обиняков Зачем моя мать Заходила к вам За За 32 минуты До смерти Марины Да Я припоминаю Что Ольга Дмитриевна В тот день Зашла Ко мне Чтобы пригласить На ваше семейное торжество Но я приехал Из командировки Очень устал И я, конечно, поблагодарил ее Но отказался А вы меня В чем-то Подозреваете? Нет Нет, ну что вы Пока Нет Но Именно этот визит Интересует меня Во всех подробностях Значит Моя мать Заходила к вам Якобы для того Чтобы пригласить На свадьбу Что значит Якобы? Вы разговаривали с ней В доме Или во дворе Вы давали ей Какие-либо препараты? Андрей Станиславович Вы к чему клоните? Я ей ничего не давал Пожалуйста Побыстрее Иначе будет в беде Ну принеси быстро Ну Что? Что тут у тебя Самодействует? Так-так-так-так Это даже не трогай Тут нужна точная дозировка Вот Вот таблетки Вырубают Ненадолго Но быстро Так я сейчас отвечу Черт Петр Григорьевич Вы здесь? А? О чем задумались? Простите Устал Я могу быть свободен? Да Да А Петр Григорьевич Простите Еще одно Те ампулы Которые вы мне предоставили Для экспертизы Принадлежали Мартыновой? Или вам? Просто Мартынова Утверждает Что получила их Именно от вас Ну а вы Такому из нас верите? Андрей Станиславович Я уже говорил вам Что Этот препарат В нашей клинике Не используется Он не ходит В международный протокол Лечения пациентов С такими заболеваниями Как у наших больных Вы это можете проверить А я строго Следую протоколам Это мой Принцип Катя Простите вы Женщину не видели В таком платье Длинном Простите Вы женщину не видели Благодарю До свидания Петечка А я знала Что ты позвонишь Передумал Оль Меня твой Андрей Узывал на допрос Не поняла А ты соображай быстрее Он спрашивал Зачем ты приходила Ко мне В тот самый день А откуда он узнал Оль Не тупи Даже я знаю Что у вас по всей территории камера И что ты ему ответил Что я ответил Я ответил Что ты приходила Чтобы пригласить Мне на свадьбу детей И пока эта версия прокатила Спасибо, Петь Но твой Андрей Датошный Ему есть в кого Поэтому я не исключаю Что рано или поздно Он докопается До истины Если правда откроется Оля, я не при делах Эти порошки Ты у меня украла Я их тебе не давал Не волнуйся Не докопается Давай уедем Вдвоем Пока не поздно Петечка Ты же знаешь меня Я не привыкла сдаваться Спасибо, конечно, еще раз За твое предложение Но нет Мне есть куда ехать и с кем Пока Простите, пожалуйста А вы мне не поможете? Что случилось? Мне нужно человека найти Та и медсестра Мне бы по телефону позвонить А то я... Хорошо Диктуйте номер Я не знаю номер Но у нее такой же телефон Как у вас Послушайте, женщина Эй У вас все хорошо? Вы нормально себя чувствуете? Нет Я не знаю, куда мне идти Может, вы знаете, где она живет Где работает Работает в больнице За городом Там лес, озеро Я не знаю Озеро Так, так, так Смотрите Здесь останавливается автобус Который едет за город Выйдите на конечный Там и больница, и лес, и озеро Спасибо Женщина У вас есть на проезд деньги? Нет Нет Возьмите, пожалуйста Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Петр Георгиевич Катя вернулась В каком смысле? Ну, она здесь, в клинике Так это вас надо спросить Вы же с ней вместе уехали Мы зашли в кафе Он так радовался, ему как ребенок Поговорили о жизни Она отлучилась Я думал, ну, на минутку И не вернулась Я там все обыскал Ее нет нигде Понятно Охрана Гордеева из пятой палаты не возвращалась? Ясно, спасибо Ну что? Станислав Андреевич, ну как же так? Я же вас предупреждал Я понимаю Я... Станислав Андреевич, добрый день Здравствуйте Петр Григорьевич, а где Екатерина Алексеевна? Я хотела поставить ей капельницу А ее нет в палате А это не ко мне вопрос Станислав Андреевич с моего разрешения Поехал с Екатериной Алексеевной в кафе И каким-то образом умудрился ее потерять Потерять В кафе Вы хоть понимаете, что Екатерина Алексеевна Только начала приходить в себя Она 30 лет жизни пропустила Для нее наш город, как Как другая планета Вы это понимаете? Так, Мартынов Я думаю, что Станислав Андреевич обойдется Без ваших нотаций Закройте, пожалуйста, дверь с другой стороны Да нет, она права Она права Надо что-то делать Поеду ее искать Разно не знаю где Станислав Андреевич Мне нужно с вами поговорить Да, давайте не сейчас Дамочка, конечная, выходим Спасибо, что подвезли А не скажете, где здесь больница? Идите прямо по главной улице Потом налево В конце частного сектора Увидите туп-диспансер Туп-диспансер А мне другая больница нужна Да я так и понял Ничем не могу помочь Дамочка, конечная, выходим Спасибо 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 Продолжение следует... Здесь мы будем с тобой очень счастливы, Гатюшер. Я все для этого сделаю. Я уже счастлива, Стас. И веря, что так будет всегда. Где тебя носит? Ольга. Ольга! Ольга. Ольга. Вася! Да отдай же ты бутылку, Вася! Ты женщину у ворот видел? Ну? Иди, иди, сделай с ней что-нибудь. Что она здесь сделает? Ее здесь быть не должно, ты слышишь? Митрина, отпусти. Совсем с катушек слетело. Хватит меня в свои мокрые дела впутывать. Вася, слушай, ну помоги. Я что, тебя часто прошу? Я тебе денег дам. Сколько скажешь? Ну говори! Стае получилось. Я сказал, баста. Значит, баста. Один раз взял грех на душу. Больше не хочу. Все глаза проглядишь. Чего ты так переживаешь из-за этой Катерины? Может, ее нашли давно. А если нет? Нужно что-то делать, а что, не знаю. Ну чего нервничать так? Она кто тебе? Брат, сват? Вот кому нужно нервничать, так это Комарницкому. А он ушел как-то спокойно. Вот, бери пример у профессионала. Юль, может, я пойду ее поищу? Назначение все своим я уже раздала. Подстрахуешь? Да пожалуйста. Только куда ты пойдешь? По улице будешь ходить и кричать «Ау!» Не знаю. Но вы так сидите, ничего не делать я тоже не могу. Правда. Иди. Сердобольная ты наша. Я прикрою. Спасибо, Юль. Но если вдруг ее привезут, ты мне сразу звони, ладно? Ладно. Ты где был? Ты ничего не хочешь рассказать? Налей. Что? Наверняка здесь у хозяев должна быть какая-то выпивка. Да они даже и не заметят. Налей, говорю. Васенька, хватит тебе. Я сам знаю. Сам знаю, когда мне хватит, а когда нет. Васенька, ну что с тобой происходит? Я же вижу, что тебя что-то тревожит. Расскажи мне. Тебе станет легче, Вася. Грех. На мне, Галя, большой. Грех. Камни вот здесь на шее виси. Да, ведь здесь. А пить надо меньше, Васенька. А то ведь так помереть недолго. Таблеточку выпей и иди проспись. Утром как новенький будешь. А ты мне, Дмитриевна, не указывай. Это ж по твоей милости тот же Гуль мне по ночам снится. Заткнись. Пьяный бред. А ты мне рот не затыкай. Думала чистенькой остаться незамазанной. А вот на тебе. Васенька, Васенька, не надо. Васенька, я прошу тебя. Это все она. Все из-за нее. Змея всю жизнь мне испоганила. Купила меня с подрохами, а я дурак поддался. А что это происходит? А ничего не происходит. Пьяный бред. Иди проспись. Галя, уведи его. Ольга Дмитриевна, простите. Такого больше не повторится. Он правда перебрал его. Простите, это больше не повторится. Стоять за нее. Перестань, Васенька. Я прошу тебя, Васенька. Все, помолчай и парни. Пусти. Васенька. А что это с ним происходит? Дурдом какой-то. Как ни одно, так другое. За что нам все это, а? Ну, он тебя в чем-то обвиняет. Что это значит? Объясни. Да ничего не значит. Алкоголик, что с него взять? Я даже не заметила, как он таким стал. Но ничего, я его уволю. Но только после нашего возвращения. Я посижу. Ты иди, Стас. Собирайся. Нам скоро ехать. Я вызвала такси. До половины двенадцатого. Оль, мы никуда не едем. Не поняла. Понимаешь, что тут такое дело? Катюша пропала. Долго объяснять. Она попросила отвезти ее погулять, покатать на машине. Кабарницкий разрешил. Я повел ее в кафе. Она отлучилась буквально на минуту и пропала. Я уж и все больницы обзвонил и в полицию сообщил. Не знаю, что еще сделать. Так. А помнишь, я говорила тебе, что такие болезни бесследно не проходят? Вот. Результат. А ты хотел привезти ее к нам в дом. Зачем ты забрал ее из клиники? Зачем ты повел ее в кафе? Оль, ну я же говорю тебе, хотел как лучше. А вышло как всегда. Ладно. Я не могу понять, а почему мы не можем ехать? Ведь полиция уже занимается ее поисками. Ее найдут. Отвезут обратно в клинику. Ведь твое присутствие там не обязательно, правда? Да не могу я ехать. Ну как ты не понимаешь? Не понимаю. Так. Надо звонить Андрею. Пусть подключается. Ты не будешь звонить Андрею. У него своих дел по горло. Я повторяю. Полиция занимается поисками. И ее найдут. А ты сейчас пойдешь и будешь собираться. Я же тебе сказал, я никуда не еду. Что тебе непонятно? Стас! Все! Разговор закончен. Хорошо. Конечно. Подождем. Пока найдут Катюшу. Прошу. Спасибо. Заказывайте. Здрасте, а можно мне булочку? Только у меня денег нет. Я очень есть хочу. Начинается. Денег у нее нет. А у меня что, есть? Я тут за всех попрошаек платить не нанималась. Иди отсюда. Постойте. А можно я вам куплю? Какую вы хотите? С изюмом или шоколадом? Если можно с шоколадом. Хорошо. Здравствуйте. Можно булочку с шоколадом? Пожалуйста. Вот куда она могла пойти? Мне кажется, я уже все улицы и дворы обегала. Юльке звонила сто раз. Она в клинику так и не возвращалась. Вот где ее искать? Она что, совсем того? Да нет. Она нормальная. Просто долгий период времени ее пытались сделать неадекватной. И это практически удалось. А сейчас она слабая и плохо ориентируется. Она 30-летнего, кроме доктора и медсестер, не видела. К тому же она очень доверчивая. Ее обидеть могут. Артем. Пожалуйста, придумай что-то. Кажется, я ногу натерла. А знаете что, девушки? Зайдемте ко мне. У меня пластырь есть. Заодно перекусим чего-нибудь. Я вон в этом дворе живу. Что скажете? А что, Катюнь, пойдем? Прошу. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А вам кого? А тут когда-то жил Виктор Нарбут. Или я ошибаюсь? Да, жил, но давно не живет. Подождите, Тая! Тут Виктора Нарбута спрашивают. Тая, Екатерина Алексеевна, миленькая Таечка. Успехи, Слава. Платье, белая блузка, светлые волосы. Нет, не находили. Ясно. Спасибо. Я не знаю, куда еще звонить. Стас, ты сделал все, что смог. Иди лови спать. Найдется твоя пропажа. Но она же не вполне здорова. Мне уже тебе наплевать. Нет, мне не наплевать на мою семью. А ты моя семья. И ты себя изводишь. Да не смогу я сейчас заснуть. Если ты сможешь, иди спи. Хорошо. Давай так. О чем вы говорили в этом кафе? Васенька. Васенька, проснись. Я только что видела, Гордеевы не спят, в зале сидят. Ну, как нехорошо с ними получилось. Пойди, извинись. Васенька, ты меня слышишь? Вот дело наворотил ты, а стыд на мне. Пойди, скажи. Мол, с пьяну глупости молол. Это ты сейчас, Галя, глупости мелишь. Никуда я не пойду. Отстань. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Признаюсь, вы меня заинтриговали. Ну, где ваш человек? Кто он? И вообще, как это все связано с моей семьей? Пойдемте, я вас познакомлю. Пойдемте. Добрый вечер. Добрый вечер. Знакомьтесь, это Екатерина Алексеевна Гордеева. Первая жена Станислава Андреевича. Андрей, вы простите меня, пожалуйста, что я вмешиваюсь в ваши семейные дела. Но так уж сложилось, что они переплелись с моими. Доченька, простите, а кто этот мужчина? Это Андрей Гордеев. Старший сын Станислава Андреевича. Старший сын. Здравствуйте, сын. Я слышал от отца, что его первая жена тяжело больна уже много лет. А вы... Я была больна, да. Я ничего не понимаю. А ты объясните? Андрей, присядьте. Екатерина Алексеевна, расскажите, пожалуйста, Андрею все то, что вы только что рассказывали нам с Артемом. О вашей подруге Ольге. Вы ведь уже многое вспомнили. Не бойтесь, это очень важно. Тая, зачем чужих посвящать в нашей семейной истории? Артем не чужой. Ну что ж, говорите, я вас слушаю. А Катя никаких новостей. В клинику не вернулась? Простите, что побеспокоил. Доктор, вы же хорошо знаете таких пациентов. Куда она могла бы пойти? Я полагаю, туда, где ее ждут. Где ждут? Всего доброго. Еще раз попростите. Мне становилось хуже и хуже. Ольга нашла мне врача. Клинику. Но сегодня, когда я увидела ее в нашем доме, в доме, который был наш, я поняла, что все немножечко по-другому. Что она хотела занять мое место. Устранить меня для того, чтобы забрать Стаса навсегда. И ей это удалось. И доктор Комарницкий ей в этом помогал. Он удерживал Екатерину Алексеевну в клинике. Пичкал тяжелыми нейролептиками. Те самые ампулы, которые я вам отдал. Помните? Он колол мне уколы. Каждый день. Лично. Если то, что вы говорите, правда, выходит, Комарницкий был заинтересован как можно дольше держать Екатерину Алексеевну в клинике. Ему же за это платят. И за содержание, и за препараты. Я, конечно, понимаю, что он еще та сволочь. Но он не самоубийца. Но какой смысл ему подставляться именно на Екатерине Алексеевне? Другим пациентам становится лучше. Их выписывают. Все гуляют в саду к ним, пускают посетителей. Даже к самым тяжелым. И только Екатерина Алексеевна все эти годы жила как в тюрьме. А ведь она даже не буйная, как вы можете заметить. Андрей. Неужели вы действительно верите в то, что Комарницкий делал все это по собственной инициативе? Я нет. Простите. Да, пап. Ну, наконец-то. Сынок, ты почему не отвечаешь? Извини, телефон на беззвучном был. Не слышал. Приезжай, пожалуйста. Мне нужна твоя помощь. Конечно. Я скоро буду. Андрюша. Вы знаете своего настоящего отца? Вы тоже хотите убедить меня в том, что я не Гордеев? Почему? Просто, просто Стас бесплоден. До того, как я попала в клинику, я видела, я видела результаты анализов, где черным по белым. Возможно, это последствия его спортивных травм. Я не знаю, но... Но это правда. Я очень сожалею. Простите. А отец знает об этом? Нет, я не показывала ему документы. Но Ольга их видела. Собственно, она и уговорила меня ничего ему не говорить. Я послушалась. Получается, что деть Станислава Андреевича не его. И он об этом даже не догадывается. Неужели... Неужели мама могла столько лет ему врать? Ну, как видите, могла. И не только ему. Андрей, я вас очень прошу. Не говорите никому, что Екатерина Алексеевна здесь. Я очень боюсь за нее. Хорошо. Спасибо. Феликс, привет. А ты что здесь делаешь? Это я тебя должен спросить, что ты тут делаешь. Служба? Ну, сядешь? Служба, говоришь? Ага. Тайны следствия? А я вон сижу, жду, непонятно чего. Тайя меня видит не хочет, а я все равно приезжаю, надеюсь на что-то. Глупо, да? Не без этого. Ты говорил, что мама тебе кое-что обещала, если ты расстанешься с Тайей. Угу. И что же? Переписать половину своих акций примы спорта. Ох, даже так. Не важно. Знаешь, я от ее предложения отказался, но поздно. Тайю я все равно потерял. Слушай, поезжай домой. Зачем, Андрюха? Что мне там делать? Ты знаешь, я очень жалею, что мы с тобой никогда не были близки. Наверное, это моя вина. Я старший, с меня спрос. Да ладно тебе. Прорвемся. Не знаю пока как, но... Спасибо тебе за поддержку. В общем, я обо всем договорился. Как только мы сводим этот трек, минимум две радиостанции его берут в ротацию. Офигеть! Да. Слушай, Лер, может еще погуляем? А на детской площадке посидим? Мама не спит. Она всегда ждет, пока я домой не вернусь. Я пойду, Дэн. Не обижайся. Да ну, при чего? Какие обиды? Ты знаешь, я завтрашний день с каким-то ужасом жду. А вдруг мы правда родственники? Лер, что за глупости? У меня интуиция. И она меня никогда не подводила. Просто... Просто я всегда знал, что когда-то встречу тебя. Правда, я не думал, что ты можешь оказаться моей сестрой. Я немножко иначе это представлял. но ты же читала нашего старика Шекспира? Ну, что ты читала? Я любил Офелию. И сорок тысяч братьев, и вся любовь их не чета моей. Вот балбес. Давай дождемся завтра и поймем, как нам дальше жить. Ну, или не поймем. В конце концов, брат, это не так уж плохо. Ну, как сказать. Ладно, потерплю еще одиннадцать часов и дольше терпела. Иди. Давай я тебя проведу. Ну, давай. А потом я тебя. И так останется меньше времени ждать. Сссс. Спасибо. Иди спать. Я же вижу, ты устал. Ничего. Да. Бедная Катя, как представлю. Послушай, Стас, ты должен быть готов к лучшему. она все-таки больной человек. Мало ли, что ей взбредет в голову. Вспомни, когда все начиналось, она ведь собиралась броситься с моста. Андрей, наконец-то. Слушай, у меня тут такое случилось. Даже не знаю, как тебе объяснить. пропала одна женщина. Я в этом виноват. Она не вполне здорова, и с ней может случиться что-то ужасное. Я даже не хочу об этом думать. Я уже звонил, куда мог, но никакой информации. У тебя же связи. Прошу, нужно прямо сейчас активизировать поиски, подключить все ресурсы. Поможешь? Конечно, папа, только давай так, ночью никто никого искать не будет. Ты в полицию звонил? Да звонил. Ну, следаки уже ищут. Так что не волнуйся, иди отдыхать. Утром поговорим, я сделаю все, что смогу. Ну, вот видишь, я же говорила, все будет хорошо. Пойдем, милая, пойдем, надо отдыхать. А ты что так поздно? Все работаешь, работаешь, не бережешь ты себя. Мам, скажи, а ты никогда не хотела быть актрисой? Я не понимаю этого странного вопроса. Ну, ты так говоришь, будто вокруг все нормально. Стас, милый, пойдем, так, сердце болит, пойдем, пойдем. Оренька, я еще немного подожду, может, информация как появится. Пап, не волнуйся, раньше времени. Я уверен, эта женщина найдется. Пойдем. Да, дойду. Спасибо. Пап, а как моего нового братика зовут? Ну, как мы с мамой назовем, так и будут звать. А у тебя есть какие-то конкретные предложения? Ну, можно Феликс. Как так? У нас же уже есть один Феликс. Ну, так будет два, зато можно будет крикнуть Феликс и сразу прибегут оба. Хитро, хитро. А как тебе имя Денис? Нравится? Да, да, подходит. Ну, вот мы только с мамой посоветуемся? Конечно. Мама точно лучше знает, как его зовут. Вот мы его увидим и вместе решим. Хорошо? Угу. Смотри. Наша любимая мамочка. Здравствуй. Здравствуй, Анна. Привет. Ты у нас умница. Поздравляю тебя и нас всех. Ну что, покажи нам самого младшего Гордеева. На кого похож? На кого, на кого? Сам на себя. Какой бутуза смешной. А нос? В кого это он? Ну, нос, как и глаза, как и цвет волос еще сто раз поменяются. Мне покажите. О, такой маленький. Как же с ним играть буду? Не бойся, сынок. Вырастет, будешь играть. Ну что, семейство, поехали праздновать? Да. Так, а где Феликс? А он с Галиной все нормально. Да. Ну что, конечно. Салют. Салют. А ты чего, тут так поздно? Братишка, а папа был прав. Ты так быстро вырос. А что, не должен был? Нет. Конечно, должен. Конечно. Андрюх, у тебя все? А, прости, глупый вопрос. Люблю тебя, брат. Доброе утро, Ольга Дмитриевна. Сейчас сделаю вам смузи. Одну секундочку. Не надо. Вы с Василием уволены. Как это? В ваших услугах мы больше не нуждаемся. У вас есть два часа, чтобы собраться. Потом вызову такси. Зарплату за неполный месяц выплачу. На этом все. Время пошло. И где ты теперь спать будешь? Да я в зале лягу. Мне кроме кровати ничего не надо. Катерина все спит. Пусть спит. Ей в ближайшее время много сил понадобится. Ей что, совсем-совсем некуда идти? Нет. Ну вот. Теперь совсем уютненько. Почему ты улыбаешься? Потому что мы все вместе можем помочь человеку, который этого заслуживает. Разве это не здорово? Здорово. Таис, знаешь, ты такая красивая. Вот так и хочется тебя поцеловать. Вася. Вставай быстрее, собирайся. Дождались. А все ты, я говорила. Просила повинить. Сколько лет им служили. За детьми смотрели. В доме не пылинки. Все свежее. Ты что делаешь? Ты что делаешь? А ты не понял? Уволили нас. Два часа на сборы дали. Так что давай быстрей. Гадина приказала. Гадина приказала. Ну и хрен с ней. Галя, руки-ноги есть, не пропадем. Зато подальше будем от этой змеи. Положизни здесь прошло. Все для них. Своих детей не завели. Вася. Сердце так и щебет. Не бери ничего. Как пришли, так и уйдем. Ничего от них не надо. Поняла? Лер, давай не томи, открывай. Дэн, я боюсь. Так, начинается. Я же тебе сказал, у меня железная интуиция. Все будет норм, открывай. Подожди. Ну, что я тебе говорил? Восстановление родства Лисицына Валерия, Гордеев Денис. Вероятность родства 0%. Успокоилась? Как это? Что как? Ну, что непонятного? Лисицына Валентина, Гордеев Денис. Вероятность родства 99%. Родство наиболее вероятно. Что? Ты это глянь. Лисицына Валерия, Лисицына Валентина. Вероятность родства 0,1%. Десятая процента. Родство отсутствует. Что за бред? Дэн, я, может, сейчас глупость скажу. Но что это получается, что моя мама, это твоя мама? А моя тогда кто? Пойдем. Куда? Есть идея. Лер. Андрюш, ты обещал помочь женщине, которая пропала. Это Катя, моя первая жена. Я тебе как-то рассказывал о ней. Я помню, папа. Давай так. Пока я не могу раскрыть тебе всех подробностей, но уверяю тебя, что эта женщина находится в надежном месте и в полной безопасности. Откуда ты знаешь? Это точно? Да. И это главное. Да давай ничего никому об этом не рассказывать. Хорошо. Даже маме. Я должен сначала сам во всем разобраться. А в чем разобраться? Папа, пожалуйста, не сейчас. Лично. Лично нажарила блины. Да, сто лет. Не стояла у плиты, так что налетайте ему. Вот это сюрприз. Да. Приятно. А Галина что, приболела? Нет. Я ее уволила. И Василия тоже. Алкоголики мне в доме не нужны. Наберу приличный персонал. Слава богу, с этим сейчас проблем нет. Мама, Галина не персонал. Она нянчилась с нами, когда мы были детьми. Ты забыла? Нет, не забыла. Но вы уже выросли. А от Васи одни проблемы. Оленька, ну зачем ты так ризикально? Я понимаю, ты немного расстроена. Но каждый может сорваться. Андрюш прав. Они нам, как родные, столько лет вместе. Давай, отмени это. Пусть остаются. Нет. Не отменю. Мое решение окончательное. Мы же не будем из-за этого ссориться. Правда, Стас? Ну что ты стоишь, садись. Ешьте. Приятного аппетита. Да аппетит как-то пропало. Боже, какая трагедия. Некоторые по нескольку раз в году персонал меняют. И ничего? Меняют. Оль, как ты можешь так говорить? Люди, не вещи. Их нельзя менять. Нельзя так с ними обращаться. И да, ты давно не стояла у плиты. Это несъедобно. Прости. Прости. Кто здесь? Василий? А что вы там делаете? Андрюха, уйди, не мешай. Пробедила все пропало. Мне очень жаль, что мама приняла такое решение. Это неправильно по отношению к вам с Галиной. А что там не так? Да все не так, Андрюха. Уйди, не нужно тебе здесь. Это мои с ней расчеты. Хоть так справедливости добьюсь. Так, Вася. Да, ну не трогай меня, пусти. Вася. Она должна за все ответить. Спокойно, спокойно. Вася. Вася. Вы понимаете, что несете? Тошно, Андрюха. Веришь? Вася, вот ты где. Я тебя ищу повсюду. Опять напился. Да что же ты такое? Да ладно. Зачем, Вазенька? Нам же ехать надо. Андрюшенька, будем прощаться. Нам пора ехать. Куда вы поедете? Так назад в зело. Помнишь, где ты маленьким жил летом? Куда нам еще? Земля прокормит, главное здоровье. Андрюшенька. Желаю тебе счастья. Огромного счастья. Галин, спасибо вам большое за все. Я вас никогда не забуду. Вася, а ты зачем ребенку гвоздь дал? Он же может пораниться. А что он тебе в ухо засунет? Или в нос? Что может плохого случиться с ребенком от гвоздя? Да и мы уже почти закончили. А будешь хорошо себя вести, мы и тебя покатаем. А пока это наша с Андрюшкой игрушка. Да, Андрюха? А ну-ка. Вася, а если он упадет? Держись. Эх! Боже мой, Андрюшенька, Андрюшенька, ну как же так? Где он тут взялся? Я очень сильно раскачался и прыгнул. Василий говорит мне так и не делать. Вы его не ругайте. Вы меня ругаете. Это я не слушался. Вы только маме не рассказывайте, она нас всех накажет. Не расскажем. Не расскажем. Чего ты сидишь? Бери в дон миссия. Ага. Давай, давай. Боже мой. Все будет хорошо. Мне нужно тебе кое-что сказать. Поторопитесь. Вась, такси уже ждет. Подождет. Добирай. Все, что накопил, все, что ты надавала. Не нужно мне от тебя ничего и подавить ты своими деньгами. Ну, если человеку не нужна зарплата, это его решение. Ну, вот. Супер. Кать, вам очень идет. Ну, что, берем? Правда? Я не знаю. Может быть, это очень дорого. Что-нибудь подешевле поищем. Ну, с чего вы взяли, что это дорого? Магазин красивый. Продавцы любезны. Кать, вы действительно отстали от жизни в этой больнице. Сейчас все продавцы любезны, иначе их уволят. Пока нам не подают шампанское, мы в нормальном магазине. Я не знаю. Не спорьте, это то, что надо. И, кстати, не переодевайтесь, так и идите. Девушка, мы берем, можно нам, пожалуйста, снять бирки? Пойдемте на кассу. Потом в парикмахерскую вы у нас будете самая-самая красивая. Ну, вы даете ребят. Слушай, осторожно, осторожно. Голова, осторожно. Сам, сам. Все. Хорошо. Окно пустишь. Открыто я буду, чтобы воздух шел. Ну, забывай. Да вот и все, Андрюшенька. Передавай от меня привет Филюше, Дениске. Буду скучать по вам мальчике. Глина, что вы хотели рассказать? Да-да. Я ведь соврала тебе тогда, Андрюшенька. На свадьбе я видела, как твоя мама в бокал насыпала какой-то порошок. Думала, лекарство. Хочет выпить. Сильно волнуется. Когда с Мариночкой это случилось, я места себе не находила. Думала, сказать или не сказать. Побоялась. Промолчала. Ты должен знать это, Андрюша. Ясно. Спасибо. Фух. Успел. Галина Васильевна, ну что же вы так, не попрощавшись? Ну так Ольга Дмитриевна приказала. Все как-то кувырком в последнее время. Вы номер телефона моего знаете. Звоните в любое время по любому вопросу. Безо всякого стеснения. И спасибо вам за все. Хороший ты мужик, Андреич. Ты тоже хорош. Только это, с выпивкой завязывай. Нормально. Поехали! Пока! Да. Петя, привет. Оль, мне сейчас не совсем удобно говорить. Я на минуту. Хотела уточнить, а Катя не объявлялась? Нет. Что же это значит? Может, ее вообще уже нет в живых? Ну откуда знаю? Может, нет. Оль, правда, сейчас неудобно говорить. Пока. Хорошо бы, если так. Дэн. Все будет хорошо. Вот ваш год? Угу. А октябрь, решите сами. Только давайте быстрее, молодые люди. Потому что я без разрешения заведующего не имела права сюда пускать. Сентябрь. Вот октябрь, третье число. Два новорожденного. Так, отдай. Гордеева Ольга Дмитриевна. Мальчик, три восемьсот, пятьдесят четыре сантиметра. Лисицына Валентина Романовна. Девочка, три четыре, сто пятьдесят три сантиметра. Ничего не понимаю. Я. Кому верить? Архивом или анализом? Все. Ребят, нашли то, что искали? Да. Давайте дуйте отсюда быстрее. Пока нас сами не застукали. Секундочку. Спасибо вам. Спасибо в карман не положишь. Светка! Светка, слышишь меня? Как вы там? Покажи пацана! Ух ты какой! Молока хватает? Смотри, корми его хорошо, чтобы вырос большой и крепкий! Ты хоть что-то поняла? Конечно. Конечно. Поскольку третьего октября здесь родились только двое, ты и я. Поскольку по анализам ДНК твоя настоящая мать, Валентина Лисицына, моя получается Ольга Гордеева. С ума сойти. А то нас что, при рождении перепутали? Я другого объяснения не нахожу. Все в кино. Ты же жестяк. Я Лисицын, ты Гордеева. Капец. Дэн, давай ничего не будем менять. Пожалуйста, давай никому ничего не скажем. Пусть остается так, как есть. Я очень люблю свою маму и всегда буду ее любить. Мне другая не нужна, Дэн. Пожалуйста. Да, Лер, ты права. Ну какая разница, кто из нас кто? Главное, что мы можем быть вместе. И теперь я могу тебя поцеловать. Не по-братски. Дианочка, привет, это я. Привет. Как ты, дорогая? По-разному. Проблем много. Слушай, у меня к тебе неожиданный вопрос. У тебя случайно нет человека, который выполняет деликатные поручения? Что ты имеешь в виду? Ну, не по телефону. Нам бы встретиться. Мам, я хочу с тобой поговорить. Дина, я тебе перезвоню. Ну что ты смотришь на меня, как будто укусить хочешь? Да? Я приняла решение. И уволила и Галину, и Василия. Потому что достали. Потому что, когда относишься к людям хорошо, чаще всего они садят себе на голову. Мама, а может быть, ты их уволила, потому что кто-то из них видел, как ты что-то подсыпала в один из бокалов на моей свадьбе? Какая чушь. И кто видел? Галина. Галина. Ты такой взрослый, большой мальчик, Андрюша. А не понимаешь, что это просто наглый наговор. Она просто мстит за то, что я поперла их с теплого местечка. Ну, конечно. Столько лет тут с Василием катались, как сыр в масле. И вот благодарность. Не видела она ничего. Потому что ничего не было. Мам. Привет. Привет. Иди поешь. Котлетки горячие. Мамуль. Да? А я тортик твой любимый купила. Птичье молоко. Спасибо. Леточка, а может, ты пригласишь своего? Друга Дэна. Ты не против? Нет. Мне нужно же как-то его отблагодарить за то, что он мне лекарство тогда купил. Мам, и ты не будешь рассказывать, что Дэн мой брат, и что он твой сын, и всякое такое разное? Не буду. Мне сегодня ночью Степан приснился. Говорит, живи спокойно. Не беспокойся, не береги прошлое. Может, и правда я ошиблась. И твой Дэн просто похож. А у тебя с ним как? Мамуль, я его люблю. И он меня тоже. Оговорила. Рабочие отношения. Ну, мам. Ну, раз он тебе приглянулся, значит, и мне нравится. Пригласи его в гости. Я хочу с ним поближе познакомиться. Хорошо. Так и сказала, хочу поближе познакомиться. придешь? Ты что, показала ей тест? Нет, конечно, зачем? Мы же договорились. Все, короче, мы тебя ждем. Пока. Целую. Что это? Лерочка, здесь написано. Ты что, прав? Мамочка, садись. Мамочка, ты моя самая любимая, самая родная, самая-самая. Мам, эти бумажки, они ничего не значат. Мам, верь мне, пожалуйста. А как? А как это произошло? Я не знаю, какая разница. Я не рассказала тебе, потому что я не хотела, чтобы ты нервничала. Ты моя мама, а я твоя дочка. Так всегда было и будет, слышишь? Конечно, конечно. Значит, сердце мое не ошиблось. Я его родила, а увидела только через 25 лет. Лерочка, а эта женщина, мать его, она знает? Нет. Лерочка, надо ей сказать, она должна узнать правду. Зачем? Мамочка, не нужно ничего менять, пожалуйста. Я тебя умоляю. Мам. Это он. Открой. Привет. Привет, заходи. Дэн, она все узнала случайно, идти к ней. Здрасте. Здравствуйте. А что же вы стоите? Садитесь. Сынок, такие же непослушные, как у Степана. Могла за добрые. Радаша, могла умереть и не знать, что у меня есть сын. Дэн, это значит Денис? Да. Хорошее имя. Лерочка. Ну что же ты плачешь? Доченька, да я бы с собой их любить буду. Какое счастье. Я даже не знаю, как благодарить вас. Правда, нет слов. Да ладно вам, Катерина. Живите, пока нас всех не выселили. Ой, какая бы сталь. Этот наряд, эта прическа. Ну, помолодели прям лет на 20. Это все ребята, это все Таи и Артем. Вы знаете, когда я на себя в зеркало посмотрела, даже не узнала. Он просто какой-то другой человек. Можно звонить. Мамуль, пойдем. Пусть наша гость отдыхает. А, да-да, конечно. Вы говорите, если что нужно. Ага, спасибо вам большое. Кать, я сейчас дам вам свой телефон и вы сделаете один звонок. Слушай, Ольга. А кто это? Не узнала меня. Это Катя. Давай встретимся завтра. Нам ведь есть, что обсудить, правда? Что, мамочка, тебе плохо? Почему плохо? Хорошо? Ты поспи, а я сбегаю. Куда? На рынок, доченька. Спи, спи. КОНЕЦ 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 Мужчина, извините, вы случайно не знаете, где здесь живут Гордеевы? Идите по дороге, там улочка вниз пойдет. Через три дома справа, за высоким забором. Спасибо большое. Пожалуйста. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А я мама Лерочки Ой, я очень волнуюсь Понимаете, я пришла вам сказать, что на самом деле наши дети это не наши дети Они наоборот, их тогда перепутали в роддоме 25 лет назад Я только вчера об этом узнала Конечно, уже поздно что-нибудь менять, дети выросли Ну раз так получилось, ничего уже не изменишь Я вам очень благодарна за своего Дениса А ваша Лерочка, она очень чудная Я ее воспитывала одна, без мужа Степа рано ушел Куда? Далеко? Ну, он умер в тюрьме Я еще не понимаю, вы чего от меня хотите? А я тут пирожков нафекла Вот Давайте сядем за общий стол Договоримся, как будем теперь жить Надо же как-то дружить с семьями Лисицыной, Гордеевой Ну, хотя бы ради наших детей Женщина Вы эти сказки кому-нибудь другому рассказываете Подружка Подождите Подождите Это не сказки У меня есть документ Откройте Откройте Таечка Таечка, слушайте, я так боюсь Я... У меня сердце из груди выскакивает Я... Кать, ничего не бойтесь Ну, посмотрите, какая вы красивая Наоборот, пусть все теперь вас боятся Вы, главное, ведите себя спокойно и уверенно Ладно? Вы сможете А мы с Артемом все время будем рядом Хорошо? Спокойно и уверенно, я поняла Да А который час? Не волнуйтесь, время еще есть Пойдемте Да Поленька, я уехал, хорошего дня Оль Оля Ты меня слышишь? Хорошего дня Да, прости Что с тобой сегодня? Ты как будто здесь и не здесь Ты о чем думаешь? Не могу я от всего этого отойти Если бы мы с тобой уехали, как мне доктор рекомендовал, я бы гораздо быстрее восстановилась А так Во двор выйду и весь этот ужас перед глазами Как накатит Всем пока, увидимся вечером О, погоди, сынок, погоди Погоди Есть какие-то подвижки по делу Марины? Ну, я понимаю, тайны следствия Может, хотя бы наметнешь? Конечно, папа Обязательно Но не сейчас Извини, спешу Ладно Я тоже побегу А ты чем сегодня займешься, красавица? Да Может, ты с подружками встретишься? Развеешься? А то на тебя смотреть страшно С подружками Так и сделаю Хорошего дня Кать, у вас все получится Сейчас мы заходим Вы садитесь и ждете А мы с Артемом сядем немножко подальше А может, она не придет? Придет Я почему-то в этом уверена Пойдемте Пойдемте Хорошо Хорошо Ты? Садись, Оля. Тебя не узнать. Спасибо. Тридцать лет прошло. Ты тоже не помолодела. А ты в курсе, что тебя полиция ищет? Где ты прячешься? Не важно. Как живешь, Оля? Не жалуйся. А ты меня позвала, чтобы этим поинтересоваться? Знаешь, смотрю на тебя и думаю, как же я тогда тебя не разглядела. Ты же была самым близким для меня человеком. Вернее, самым надежным. Я платила за твою жизнь все эти годы. Какие претензии? То есть это была жизнь? А ты бы поменялась сама? Только не надо меня на слезу прошибать. Послушай, никто никогда не знал обо мне столько, сколько знала ты. Я с тобой делилась самым личным. Как ты? Оль, зачем? Тебя Витя любил, у тебя сын от него. Господи, чего тебе там кололи? Какой сын? Нет. Нет у меня детей от Нарбута. Нету. И потом ты сравнила. Нарбут и Гордеев. Ювелир неудачник. Кому он нужен? А тебе достался лучше. Я подумала, а почему не мне? А чем ты достойнее меня? Красивее? Умнее? Ничего подобного. Тебе просто повезло. Даже так. Теперь я точно знаю, что все эти жуткие годы в клинике провела благодаря тебе. Но отвечать все равно придется, Оль. Ну, почему же жуткие? Я ведь могла тебя просто убить. Ну, что ты смотришь? У тебя нет никаких доказательств. Так что ты успокойся. И ступай, откуда пришла. Просто ниточка сянется за ниточку. Все одно к одному. Здравствуйте. Что-нибудь будете? Мне еще водички, пожалуйста. А мне капучино. О, нет. Давайте... Два бокала вина. Белого. Хорошо. Но? И что же ты собираешься доказывать? Ну, хотя бы то, что... Хотя бы то, что все дети Стаса не его. Я не знаю, чьи, но не его. Но не его. Но не его. И что? Какая разница? Дети получили замечательные. И Стас все эти 30 лет был абсолютно счастлив. Без тебя. Это я. Я сделала его счастливым. 30 лет про нее это счастье, да? Уф. Спасибо. Чего тебе надо, Катя? Ты чего хочешь? Денег? Да, пожалуйста. Я не понимаю, я действительно в чем-то перед тобой виновата. Я готова компенсировать ущерб. Называй сумму. Сколько? Давай, давай. Я расплачусь. Только при одном условии. Ты уедешь из этого города и забудешь дорогу в наш дом. Стаса, ведь я тебе не отдам. Ты прекрасная, ты знаешь. Не выдань на ногу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ах! Катя, я ведь тебя совсем не тороплю с ответом. Подумай. А пока давай выпьем мировой. Давай. Давай выпьем за мужчину, который когда-то нас объединил. Это на экспертизу. Спасибо, Екатерина Алексеевна. Вы нам очень помогли. Спасибо, Андрюша. Андрюша, а ты здесь, я не понимаю, что происходит? Андрюша, объясни. Катя, все хорошо. Я же говорила, что у вас все получится. Андрей, пойдемте. Андрюша, подожди. Давай поговорим. Я объясню тебе. Поздно, мама. Единственное, что я могу для тебя сделать, не арестовать тебя прямо сейчас. У тебя есть один шанс. Явка с повинной. Завтра утром. Все записалось отлично. Вы просто молодец. Да уж. А что теперь, Андрюша? А теперь наша работа. Тая, спасибо за помощь. Без тебя я бы еще долго докапывался до правды. Мне очень жаль, что эта правда оказалась такой горькой. Ну а смерть моих родителей такая останется закаткой. С таким утверждением я бы не торопился. Прости, но нужно ехать. Вы с Артемом забирайте Катерину Алексеевну. И спасибо за помощь. Ну что, девушки, пойдемте в кафе? В другое. Я угощаю. Я думаю, на сегодня кафе уже хватит. Да, Кать? Угу. Вы большая молодец. Пойдемте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Андрей Станиславич, вы как? Нормально, Машуль. Нормально. Я сейчас подкину тебя до отделения и отлучусь на пару часиков. Лады? Угу. Займешься пока бокалом. Хорошо. А вы куда? Простите, я не должна была спрашивать. Смешная ты, Маш. Все время извиняешься. И перестань меня выкать. Я, конечно, твой начальник, но не настолько же. А насколько ты мне начальник? Главное, не называй меня Андрюшей. То все будет отлично. Ну, где-то так, Станислав Андреевич. Сроки не нарушаем. Спасибо. Порадовали. На открытие обязательно буду. Добро. Тогда ждем. До встречи. Угу. Молодцы, ребята. Хорошо сработали. Пап, прости. Я временно потерял контроль. Хорошо, хоть ребята не подвели. Наоборот. Это говорит о том, что ты умеешь собрать правильную команду. И знаешь, что это самое важное. Да, вот еще что. Ты был прав. Свяжись с агентством и закажи радио и интернет-рекламу. Оно вам совсем не помешает. Узнай, сколько это будет стоить. Думаю, потянем. Договорились. Сделаю. Можно? Да, конечно, сынок. Заходи. Нечастый ты у нас гость. Хотя, учитывая твою профессию, это не так и плохо. Отец, у меня к тебе разговор. Непростой. Поначалу мне уже не нравится. Дальше тебе тоже не понравится. Речь пойдет о маме и Екатерине Алексеевне. О маме? Что с ней? При чем тут Катя? Сейчас поймешь. Да что я должен понять? Ты сказал, с Катей все хорошо или нет? Ты просил не задавать вопросов, я не задавал. Где она? Ты видел ее? Видел она в порядке и сегодня встречалась с мамой. Сегодня? С мамой? Странно. Оля мне ничего не говорила. Я дам тебе послушать одну запись. Она на многое тебе раскроет глаза. Интересно. И что за загадки такие? Папа? Предупреждаю. То, что ты услышишь, тебя шокирует. Но я должен. Прости. Ну, и что же ты собираешься доказывать? Ну, хотя бы то, что... Хотя бы то, что в детете Стаса не его. Я не знаю, чьи, но не его. Ну, не его и что? Ну, не его. Какая разница? Дети-то получились замечательные. И Стас все эти 30 лет был абсолютно счастлив без тебя. Кать, это я. Я сделала его счастливым. 30 лет твоя это счастье, да? А что надо? Угу. Неужели с этой брат? Да. Угу. Папа? Папа? Вася, посмотри, какая красота кругом, а! Ой, вот дом приведём в порядок и за огород возьмёмся. Всё у нас будет своё, наше, домашнее. У нас совсем другого вкуса, когда оно прямо с грядки. Ой, я уже забыла, что такое на земле жить. Хочешь? Козу купим, а? Купи себе, Галя, козу. Купи себе корову. И хватит уже об этом. Что хватит? Хватит мне это счастливое будущее рисовать. Дай мне свой телефон, мне позвонить надо. Опять секрет? Телефон мне дай свой. И воды принеси мне. Алло, Андрюха, это Василий. Тут такое дело. Ты дорогу в нашу деревню помнишь? Приезжай, прошу. Мне покаяться надо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА О ничего, а потом смейся. ПЕРЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ИПУЖАНИИ У меня был Андрей. Я так любил тебя. Доверял. Ты для меня была самым близким человеком. Мне казалось, что нас... Как ты могла так? А Кате? Тридцать лет, Оля. Тридцать лет. Ты же... У тебя сердце есть. А наши мальчики... Я до сих пор не могу. Зачем ты мне врала? Чьи они? Если не мои. Почему не мои? Ну, ответь, Оля. Потому что ты... Бесплоден, Стас. Бесплоден. И как я могла тебе это сказать? Я... Я так хотела, чтобы ты был счастлив. Я не хотела, чтобы ты чувствовал себя... Ущербным. Я все это делала только ради тебя. Прости меня. Как у тебя все просто. Прости. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Это не любовь, Оля. А что угодно. Не любовь. Алло. Тая. Как, Екатерина Алексеевна? Уже нормально. Мы дома. Я еду к тебе. Выходи. Минут через десять. Поедем в одно место. Куда и зачем? По дороге все расскажу. Собирайся. Что еще случилось? Садись в машину, поедем за город. Это недалеко. А зачем мне туда ехать? Скорее всего, мы получим ответ на твой вопрос. Который теперь касается меня тоже. Давай. Хорошо. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Петя. Ты когда уезжаешь? Сегодня вечером. А что? Решилась не зайти до меня и заглянуть попрощаться? Нет, Петь. Я еду с тобой. Что? Повторяй еще раз. Закажи мне билет. Я сейчас скину тебе копию своего паспорта. Может, объяснишь, почему вдруг? Какая разница? Еду и еду. Прими и радуйся. И ты даже не спрашиваешь, куда именно я лечу? Мне все равно, куда. Надеюсь на твою прагматичность и здравый смысл. А летишь ты в Лондон. Я буду у тебя через 30 минут. Не бывает. безвыходных ситуаций. Выход есть всегда. Я расскажу все, как было. Как на духу. Просто... иначе не жить. Тошно. Вася. Есть одно поручение для тебя. Все, что угодно, Ольга Дмитриевна. Говорите, что надо. Может, съездить куда-то, так я мигом. Нет другое. Скажи, я могу тебе доверять? Обижайся, Ольга Дмитриевна. Ладно. Только это между нами. Есть одни люди, которые знают то, чего знать не должны. Они угрожают моей семье. И мне нужно, чтобы ты их убрал. Понимаешь, о чем я? И это только задаток. Погодите. То есть, вы хотите, чтобы я их... Вы чего? Как? А вот как меня совсем не интересуют. Главное, чтобы наверняка. Деньги спрячь, адрес я скажу. Да, я. Все, я. Шланг тормозной в их машине надрезал. И видел, когда в овраг свалилось. И этот кулон я с покойницей снял. Снял, не побресгивал. Виноват я перед тобой, девочка. Она ведь и тебя приказала убить. Но я не смог. Давай, Андрюха, арестовывай меня. Яма сейчас. Думал, расскажу. Полегчает, а нет. Еще больнее вот здесь давит. Вы убили моих родителей за деньги? За деньги. И богатство не нажил, и грех на душу взял. Только я прощения не прошу. Мне рассказать надо было. А вы прощения не получите. Но я приму ваше раскаяние. Все-таки какие-то остатки совести у вас есть. Василий, вы пойдете и дадите показания? Да. Да, конечно. Андрей, что ему грозит? Ну, формально срок давности прошел. Тогда я попрошу тебя, как брата. Эта женщина, твоя мать, должна понести наказание по всей строгости. Василий и так будет корить себя до конца своих дней, но Ольга должна провести остаток жизни так же, как Катя. договор? Тая, приговор выносит суд. Оль, ну, а как ты все-таки решилась? Бросил своего Гордеева, детей? Дети же взрослые. Мать, может, не нужна. Гордеев. Кстати, он ни одному из них не отец. Не понял. Старший Андрей сын Арбута, а вот младший и Питечка. Твои. что? Что ты сказала? Нет, это не может быть. Может. Феликс, кстати, очень похож на тебя. И внешний характер. То есть Феликс и Дэн мои сыновья? Нет. Феликс и Лера. А кто это Лера? О, Лера. Да, есть такая певица. А ты, кстати, ее видел. Она у тебя на Новоселье пела, помнишь? Это бред какой-то. Это просто какой-то бред. Какая крикуха. Наверное, певицей станет. Какая крикуха? Это что, девочка? Девочка, смотри, какая хорошенькая. На Осень мальчик был. Это какая-то ошибка. Но ошибки случаются. Кого Бог дал, того и имеешь. Подождите. Стас мальчика ждет. Умоляю вас, сделайте что-нибудь. Я вам заплачу. Да что я могу сделать, мамочка? Я вам очень хорошо заплачу. Очень нехорошо заплачу. Ну что ж ты так смотришь, Петечка? Да, подкупила кушерку, то поменяла девочку на мальчика. Там как раз у одной после Кесарева мальчик родился, а она не знала кто. Потому что под наркозом рожала. Нет, Оля, я, конечно, знал, что ты ненормальная. чтобы настолько хреновый я психиатр. Я любила Стас. Очень любила. И давала ему все, чего он хотел. А подробности его не интересовали. Ну да, я в общем-то сейчас понимаю. Правда? У меня была цель. Я к ней шла. И как видишь, все получилось. Почти. Петь? Петь? ты куда? Думай, да? Па, ну что происходит? Ты чего нас собрал? Сейчас я... Просто не знаю, как начать. сегодня выяснилось много такого, к чему я не был готов. Что про нас узнали? Я ничего не говорил. Мне сложно об этом говорить. Я должен. это никак не изменит мое отношение к вам. Но вы должны знать. Пап, давай я скажу. Андрич, я сам. Я вас собрал, чтобы сказать, что я... Вы самое дорогое, что есть у меня в жизни. И если кому-то из вас понадобится моя помощь, я в тот же миг приеду, перелечу, прибегу, где бы вы ни находились. Па, да что происходит? Вроде же все нормально было. Да, мне тоже так казалось. Дело в том, что я... Здравствуйте. Извините, дверь просто была не заперта. Если вы сюда пришли в поисках Кати, то ее здесь нет. А даже если бы была, то в вашу клинику она больше не вернется. Надеюсь, мы друг друга поняли, Петр Георгиевич. Более чем. Тем более, что я там уже не работаю. Поздравляю. Тогда чем обязан? Мне нужно поговорить с Феликсом и с Лерой. Со мной? О чем? Послушайте, вам не кажется, что вы не вовремя? Па, может, ты закончишь? Станислав Андреевич, вы, наверное, не в курсе? Да и я сам узнал только час назад. Как интересненько все становится. Дэн, перестань. Дело в том, что Феликс и Лера мои дети. Ваша, значит. Причем здесь Лера? Феликс я еще могу допустить, учитывая... Ну, в смысле, могу допустить по... Ольга мне сегодня рассказала. О том, как родила девочку и поменяла ее на мальчика в роддоме за деньги. Да что такое говорить? Да как это возможно? Это же дико. Как можно поменять своего ребенка? А вот так. За деньги. Я очень сожалею, что поздно узнал, что у меня есть сын и дочь. Если бы я узнал об этом раньше, я думаю, что моя жизнь и ваша сложились бы иначе. так, стоп. Что вообще происходит? Па. Говори. Результаты экспертизы содержимого бокала подтвердили идентичность. Ожидаемо. Скоро буду. Петр Григорьевич, вам лучше уйти. И вы же понимаете, что город вам покидать не стоит. Да, понимаю. Простите. Меня. Это что вообще было сейчас? Феликс, успокойся. Мы все здесь, Гордеевы. Па. Не важно, кто биологический отец. Главное, кто воспитал и все время находился рядом. Спасибо, дети. Так, стоп. Где вообще мама? Она нам ничего не хочет объяснить. На этот вопрос сложно ответить, Феликс. Внимание, пассажиры! Рейс на Гарбель задерживается на 25-й день. Ольга Дмитриевна. Виктор Семенович? Как неожиданно. А вы что, тоже летите? Не лечу. Впрочем, как и вы. Прошу вас следовать за мной, гражданка Гордеева. Гражданка? Это что, шутка такая? Я не собираюсь не проследовать. По какому основанию? Вы подозреваетесь в целом ряде тяжких преступлений. Мне и здесь вам перечислить или в допросных? Пройдемте, гражданка Гордеева. У вас был шанс явиться с повинной. Пройдемте. Виктор Семенович, а что тут происходит? Следственное мероприятие. Вы куда-то летите? Да, мы с Кирочкой так перенервничали и решили сменить обстановку. Хорошо вам отдохнуть. Простите служба. Ой, понимаю. Надеюсь, вы поймаете того, кто это сделал. Сынок! Руки! А я все ждала, когда же ты появишься. Всегда знала, что тебя ждет блестящее будущее. В заре собственной матери тебе светит новая звездочка на погонах и 30 серебряников в придачу. Молодец, Андрюш. Молодец. Не надо. Я на тебе с нами. Я сам. Сам доведу это дело до конца. как ты? Я в порядке. Сейчас. Сделаю один звонок и поедем. Алло. Тая, можешь привезти Екатерину Алексеевну к отцу? Сейчас? Да, сейчас. Мне кажется, именно сейчас она ему очень нужна. А Ольга Дмитриевна? Ее там нет. И уже не будет. Хорошо. Ольга Дмитриевна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девчонки Пойдем Катюша Я очень виноват перед тобой Каким же я был доверчивым идиотом Ты прости мне, рода Не надо извиняться Не за что Ты же не знал Господи Как быстро жизнь прошла я не знал но это не оправдание если бы верил ольги не устраивал наш идеальный брак который оказался фальшивкой а ты милая моя сколько же тебе пришлось пережить горе страданий пожалуйста ты прости прости мне не плачь все этот ужас больше не повторится это был такой ужас ты не представляешь я понимаю я пойду извини Катюши я не знал твоих родителей но уверен что они были очень хорошими людьми смотри кто здесь а ведь если бы не одна ошибка ольги ты бы так и не узнала что у тебя есть брат друзья прошу проходите будем праздновать так Горarter ишка Артем и так рады за вас букте счастливы ребята спасибо кать присоединяюсь к поздравлению и И спасибо, Станислав Андреевич, что предложили отпраздновать у вас, пока наш дом строится. Дом, где мы будем счастливы. Ты, я и наши дети. И в котором никогда не будет тайны. Ура! Ура! Горько! Горько! Раз, два, три, четыре, пять! Ура! 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 Ура!